Джеймс Валлоу Немезида Книга из серии Вархаммер 40 тысяч. Ересь Хоруса Для тех, кто отринул империум, один император-судья вашим злодеянием. Лишь смерти обретете вы правосудие императора. Принцип официо ассасинорум. Чудовище похвалялось деяниями, что совершит, когда завоюет дом бога-царя, не подозревая, что Немезида услышала его слова и взяла их на заметку. Выдержка из текстов древнего таранского поэта Нона Мы живем мирной жизнью и притворяемся, что так оно и есть. Но на самом деле всегда есть войны, незримо бушующие вокруг нас, прямо за горизонтом нашего взгляда. Величайшая глупость состоит в том, что никто не желает признавать правду. «Человек счастлив продолжать жить, как живет, пока безмолвные пушки рвут небо над его головой», — приписывается летописцу Игнацию Каркази. Часть первая. Ликвидация. Глава первая. Наглядный урок. Обманная тактика. Звезда. 1. Мир Гигис Прим был растерзан. К этому моменту он уже умер. Стал не более чем подернутым пеплом угольком. Пористые черные скалы, окружающие лагерь, уходили вдаль, под покрывало нависающей хмари, дымки, бывшей всем, что осталось от городов, перемолотых в радиоактивную пыль бесчетными орбитальными бомбардировками. 2. Возводя планету на эшафот, опустошили склады ядерных боеприпасов. И сейчас ее остывающий труп лежал, обвитый в саван смертельного и безмолвного покрова радиации, под которым задохнулось все. 3. Здесь, в каньоне, где захватчики совершили посадку, высокие стены отвесных скал изо всех сил противостояли раскаленным ветрам, дувшим с разрушенных территорий. 4. Если бы люди, такие как солдаты, что при нападении ссохлись до хруста и сгорели как бумага, дожили до этого момента, они умерли бы, не протянув и часа, в том кошмаре, что творился снаружи. 5. Захватчики, однако, были выше подобных слабостей. 6. Опустошение, устроенное ими на гиге сприм, причиняло им лишь небольшое неудобство. 7. Завершив свои дела в этом месте, они вернутся на боевые корабли высоко над головой и вычистят свои одежды и доспехи, просмердевшие мертвой планетой, как кто-нибудь другой мог бы смыть засохшую грязь с запачканного ботинка. 8. Они поступят так и выкинут ее из головы. Их не будет волновать, что воздух, который сейчас поступает в их легкие, смешан с распыленными останками каждого мужчины, женщины и ребенка, что только звали Гигис Прим домом. 9. Планета была мертва, и ее смерть послужила цели. 10. Обитатели дюжины остальных миров колоний системы Гигис, каждый из которых был ценнее и населеннее, чем этот, посмотрят в свои мнемоскопы и увидят, как этот уголек остывает и тускнеет. 11. Зачем нападать на этот мир, а не на другой? 12. Теперь на вопрос, впервые заданный ими, когда боевые корабли обошли их стороной, был дан ответ. Ради урока. 12. Тобельт не стал задерживаться на этой мысли, двигаясь вдоль подветренной стороны временных навесов, установленных под крыльями закрепленных грозовых птиц. 13. Захлопанием канатных растяжек и натянутой ветром ткани до него долетали обрывки разговоров воинов. 14. С кораблей на орбите уже начали поступать сообщения. Прочие миры, орбитальные платформы, оборонительная флотилия системы сдавались все. 12 планет, изолированных людьми, отказывались от своей свободы без единого слова протеста. Урок был усвоен. 13. Захват системы Гигас был стремительным и едва ли неизбежным. Не вызывало сомнений, что в грядущие десятилетия он удостоится в летописях войны не более чем сноски. 14. Боевой флот не понес никаких заметных потерь, ничего такого, что имело бы значение для архитектора конфликта, в котором эта маленькая операция была лишь эпизодом. 14. Гигас был просто дорожной вехой на пути, что начинался в системе Истван и вился через галактику к Терри. Гигас был случайным отпечатком стопы, под которым бесследно исчезла кровь миллионов. 15. Следуя обычной логике войны, никому из захватчиков не было нужды даже ступать на поверхность. Тем не менее, они прибыли в составе маленькой группы, по причинам, о которых можно было только догадываться. 15. Тобельт подавил кашель, прижимая к лицу толстый покров своего капюшона, чтобы заглушить звук. Тот вышел влажным, и во рту появился медный привкус крови. Радиация убила его в тот момент, когда он шагнул из челнока, его и прочих серфов, спущенных с флагманского корабля, чтобы обслуживать захватчиков. 16. Вся прислуга умрет еще до заката. Он знал, что разделит ту же участь, но был готов заплатить эту цену. 17. Там, на боевом корабле, в полумраке своей спальной капсулы, Тобельт пустил четвертую часть компонента своего боевого комплекта на производство ударной дозы противорадиационных препаратов. 17. То, что осталось, он использовал для создания смеси, таящейся в стеклянном пузырьке размером с палец, который был закреплен на внутренней стороне его запястья. 18. Он сделал все, что было в его силах, чтобы ликвидировать остатки комплекта, но опасался, что на его след все еще можно было выйти, и препараты справлялись плохо, времени у него было немного. 18. Он прошел позади раструбов двигателей десантного катера и высмотрел в темном мареве самый большой шатер, невысокий павильон из неотражающей ткани. 19. Ветер на секунду подхватил входной полог и позволил ему бросить взгляд внутрь. 20. Он увидел то, что могло быть светом факелов, прыгающим по пластинам полированной керамитовой брони, и влажно-блестящие очертания, похожие на водопады льющейся крови. 21. Затем ветер улетел прочь, и картина скрылась из виду, и все же от путаницы образов его бросило в дрожь. 22. Тобель помедлил. Ему придется пересечь открытую площадку между грозовой птицей и палаткой, и он не мог допустить, чтобы его окликнули. 23. Он наконец-то приступал к заключительному этапу своей миссии. 24. Ошибкам не было места. Никто еще не подобрался так близко. Он не мог допустить поражения. 25. Тобель выровнял неровное болезненное дыхание. Он отдал этой миссии солнечный год своей жизни, выйдя из-под прикрытия в виде должности повара незначительного клана Набелиты, на создание которого он потратил половину десятилетия. 26. Он с готовностью избавился от этой тщательно сработанной личины, чтобы надеть другую. 27. Столь велика была важность нового задания. И осторожно, шаг за шагом, расчищая себе путь, дозами ядов, как изысканных, так и примитивных, Тобель очутился на службе на борту боевого крейсера «Дух мщения» флагмана Хоруса Луперкаля. 27. Со времени предательства на Истване, кровавой интриги, что открыло дорогу в восстанию Хоруса против императора и его отца, императора человечества, прошло два года. 28. За это время неуклонное продвижение воителя по галактике набрало обороты. 29. Как показывал сегодняшний день, каждая система, что проплывала под килями боевых кораблей Хоруса, или присягала на верность, или сгорала в огне. 30. Миры за мирами, объединенные Великим Крестовым Походом, теперь разрывались между лояльностью к далекой земле и к отсутствующему императору и победоносным Хорусом, и его армией сверхвоинов. 31. То, что Тобельду удалось разглядеть со своего наблюдательного пункта на нижней палубе, указывало на армаду предателей, наращивающую свою мощь через усиление репрессий. 31. Хорус смыкал стальную хватку на секторе за сектором. Не нужно было быть тактиком, чтобы понять, что воитель готовит свои силы к неизбежному наступлению, заключительной атаке на саму Терру и на врата дворца императора. 31. Нельзя было допустить, чтобы Хорус совершил этот шаг. 32. Поначалу цель казалась недосягаемой. Сам воитель — примарх, воин-полубог, а Тобельд — всего лишь человек. Да, убийца высочайшего мастерства и ловкости, но все-таки человек. 33. Открытое покушение на Хоруса, на борту духа, было бы безрассудством. Это было нереально. 34. Там, на флагмане, Тобельд работал на износ почти пять месяцев, прежде чем ему удалось хотя бы бросить взгляд на воителя. И существо, которое он в тот день увидел, было столь колоссальным, что у него закружилась голова. А все мысли занял тягостный вопрос. Как же мне убить вот это? 35. Против физиологии Астартес обычные яды были бесполезны. Они были способны употреблять самые сильнодействующие из них, как Тобельд мог бы потягивать вино. Но он оказался здесь именно потому, что из всего оружия предпочитал яд. Тот мог быть стремительным, а мог быть терпеливым, не поддаваясь обнаружению, лежа в ожидании своего часа. Тобельд был один из самых лучших изготовителей токсинов клана Вененум. В годы своего ученичества он составлял убийственные зелья из самых примитивных ингредиентов. Он уничтожил дюжины объектов, не оставив ни следа. И мало-помалу он поверил, что способен сделать это, если только судьба одарит его одной единственной возможностью. Оружие находилось в пузырьке. Тобельд создал двухкомпонентное вещество, смесь на основе молекулярных гелий-катализаторов, со взвесью активного штамма генно-модифицированного ваальского водохлеба, смертоносной жидкостной формы жизни, которая могла поглотить всю влагу из живых тканей за считанные секунды. Когда Хорус объявил, что возглавит высадку на поверхность Диги Сприм, Тобельд услышал в его словах колокола судьбы, его шанс, его единственный шанс. По нижним палубам духа мщения, где надрывались человеческие серфы и сервиторы, гуляли слухи и домыслы. Люди говорили о странных вещах, происходящих на уровнях, которые занимали Астартес. Об изменениях, о привидениях и странностях в некоторых частях судна. До Тобельда доходили толки о так называемых ложах, которые были источниками этих перемен. Он внимал историям о ритуалах, проводившихся на поверхностях завоеванных миров, о вещах, которые шокировали его как своей тошнотворной схожестью с примитивным идолопоклонством, так и намеками на бесчеловечность и ужасы. Зачастую люди, говорившие о подобном, вскоре исчезали, не оставляя после себя ничего, кроме страха. Он сфокусировался на оружии, вслушиваясь, когда стихнет ветер. Хорус был там, не более чем в дюжине шагов, внутри павильона, вместе со своим ближайшим окружением, малогарстом, абаддоном и прочими, занятый там ритуалом, ради которого они пришли в это место. Сейчас он был близко, ближе, чем когда-либо до этого. Тобельд приготовился, заставляя себя забыть о боли в горле и суставах. Войдя в командирский шатер, он внедрит оружие в кувшин с вином рядом с Хорусом и наполнит чаши воителя и привилегированных боевых братьев. Им хватит одного глотка, чтобы заразиться. И он надеялся, что этого будет достаточно, чтобы убить их, хотя Тобельд не сомневался в том, что он не доживет до момента успешного завершения своей миссии. Он должен будет удовольствоваться верой в собственное мастерство. Пора. Он шагнул из-под крыла грозовой птицы и голос произнес. Это оно? Откуда-то совсем близко, из дымного марева вернулся ответ, решительный и холодный. Да. Тобельд попытался развернуться обратно, но его уже оторвало от земли. Огромная тень, страшная, человекоподобная фигура в серо-стальной броне вздернула его в воздух, захватив его одежды в кулак. Из сумрака появилось злобное жесткое лицо, состоявшее, казалось, из сплошных углов и едва сдерживаемой угрозы. Мишанина шрамов служила оправой широко распахнутым глазам, горевшим мрачным весельем тем глазам, что впились в него. Куда ты собрался, маленький человечек? Он был ошеломлен мыслью, что кто-то настолько крупный сумел приблизиться к нему в совершеннейшей тишине. Повелить Илья, говорить было тяжело. Глотка Тобельда была такой же сухой, как и местные ветры. Их хватка Астартес туго стягивала ткань его одежды вокруг шеи. Он сражался за каждый вдох, но не слишком сильно, боясь, что оступник может принять это за бесплодную попытку самозащиты и отреагировать сообразно. Тихо-тихо произнес другой голос. Из тумана выступила вторая фигура, казавшаяся на вид еще крупнее и смертоноснее, чем первая. Взгляд Тобельда сразу же упал на замысловатую гравировку и отделанный драгоценными камнями медальоны, украшавшие грудь этого Астартес, эмблемы высокого ранга и печати верности, принятые в легионе сынов Хоруса. Но ему не требовалось разбирать знаки различия званий, чтобы немедленно узнать воина, его смеющееся лицо и копну светлых волос. Люк Сидиры, капитан тринадцатой роты. «Давайте не будем превращать это в балаган», — продолжил Сидиры. Его правая рука рассеянно сгибалась и разгибалась. Он не надевал на нее латную перчатку, чтобы все видели место, где отсутствующая конечность была заменена аугметикой из полированной меди и анодированной черной стали. Как говорили, он потерял руку на Истване в битве с гвардией Ворона, и капитан гордо носил это увечье, как будто это был знак почета. Взгляд Тобельда перескочил обратно на державшего его воина и обнаружил на другом Астартес эмблемы тринадцатой роты. Он с запозданием узнал в нем Геврама Корду, одного из подручных Сидиры, хотя эта информация вряд ли могла принести ему хоть какую-то пользу. Он снова попытался заговорить. «Повелители, я лишь выполняю свои обязанности, как...» Но слова застряли у него в горле, и Тобельд поперхнулся ими, издав вместо речи колокочущий судорожный выдох. Из-за спины Корды и стеней, отбрасываемых десантным катером, возник третий Астартес, следовавший вокруг запаркованного корабля тем же путем, которым шел Тобельд. Ассасин знал и его тоже. Доспеха, цвета застарелой высохшей крови, облик, похожий на ураган, пойманный в пределах человеческого лица, глаза, в которых он не мог заставить себя посмотреть. «Эриб, его обязанности», — задумчиво сказал первый капеллан несущих слова. «Это не ложь». Голос Эриба был тихим и почти ласковым, лишь немногим громче, чем басовитый плач ветров Гигиса. Тобельд сморгнул и ощутил нарастающую волну ужаса, готовую его захлестнуть. Он взлетал на ней, охваченный, леденящей душу уверенностью. Эриб знал, кто он такой. Каким-то образом Эриб всегда знал. Все тщательные ухищрения Тобельда, каждая составляющая безупречных секретных методик, которые он задействовал. Сейчас несущий слово шагал к нему с самодовольством, сказавшим ассасину, что они не стоили ничего. «Моя обязанность служить воителю», — выпалил он, отчаянно стараясь выиграть время, еще одно мгновение жизни. «Тихо», — предостерег Эриб, заставляя его замолчать, прежде чем он успел еще что-нибудь сказать. Несущий слово бросил взгляд на командирский шатер. «Побеспокоив великого Хоруса, никто ничего не выгадает. Он будет недоволен». Корда повертел Тобельда в кулаке, как рыбак, оценивающий неутешительный улов, прежде чем выбросить его обратно в океан. «Такой слабый», — высказался он. «Он умирает, даже пока я на него смотрю. Изотопы из воздуха глодают его кости изнутри». Сидир искрестил руки на груди. «Ну», — задал он вопрос Эрибу. «Это какие-то твои игры, несущие слово? Или нам и в самом деле есть за что мучить этого слугу?» Он поджал губы. «Я начинаю скучать». «Это убийца», — пояснил Эриб. «Оружие в некотором смысле». До Тобельда запоздало дошло, что они его поджидали. «Я только слуга», — выдохнул он. От силы хватки Корды он уже начал терять ощущение своих конечностей, а его зрение стало затуманиваться. «Ложь», — сказал несущий слово. Обвинение слетело с его языка, как молния. Те волевые барьеры, что еще держались в разуме Тобельда, рухнули, и через них прорвалась паника. Он почувствовал, как теряет последнее здравомыслие и отдался животному ужасу. Его подготовка, тот контроль, что взращивался в нем в схоле с детских времен, рассыпался от одного лишь взгляда холодных-холодных глаз Эриба. Тобельд согнул запястье и пузырек упал в руку. Он дико извернулся в захвате Корды, на какую-то долю секунды застегая стартес врасплох, и ударил сверху стеклянным цилиндром. Чувствительные к движению переключатели, находящиеся в кристаллической матрице пузырька, откликнулись и раскрыли на его закругленном конце крохотное устье, позволившее выдвинуться к кольцу мономолекулярных иголок. Заостренные, едва толще человеческого волоса стержни, могли пробить даже жесткий кожаный покров адептуса стартес. Тобельд пытался убить Деврима Корду, целясь в открытую кожу его покрытого шрамами лица, не попадая, замахиваясь снова. Он делал это без участия рассудка, на манер неуправляемого механизма, который пошел в разнос. Корда ударил ассасина ладонью своей свободной руки, сделав это с такой силой, что у Тобельда сломалась челюсть и вмялась большая часть боковой стороны черепа. Правый глаз незамедлительно лопнул, и болевой шок эхом отдался по всему телу. Через какое-то время он осознал, что лежит на земле, и из его разбитых рта и носа хлещет кровь, скапливаясь в растущую лужу. — Эреб был прав, сэр, — сказал Корда, — его голос был нечетким и далеким. Рука Тобельда потянулась вперед, скрюченные пальцы скребли по черному песку и гладкому камню. Уцелевшим глазом он видел пузырек, лежавший на том месте, куда он выпал из его пальцев, содержимое было неистрачено. Он тянулся к нему сантиметр за сантиметром. Он был прав. Тобельд услышал, как Сидиры со вздохом откликнулся на слова своего боевого брата. Похоже, это входит у него в привычку. Ассасин посмотрел вверх, и это простое движение вызвало почти непереносимую боль. Он увидел силуэты, плавающие в кровавом тумане, холодные глаза, смотревшие на него, как на ничтожество. — Кончайте с этим, — сказал Эреб. Кордо заколебался. — Лорд! — Делай, как говорит наш брат-кузен, брат-сержант, — ответил Сидиры. — Это становится утомительным. Один из силуэтов вырос, приблизившись, и Тобельд увидел, как рука в стальной броне потянулась к пузырьку и подобрала его. — Интересно, что эта штуковина делает? Пузырек блеснул на свету, когда Астартес направил оружие ассасина вниз и ввел содержимое трубки в обнаженную, покрытую синяками плоть на руке Тобельда. Два. Сидир рассмотрел, как умирает слуга, со скучающим, ленивым выражением человека, повидавшего много разных смертей. Он наблюдал из интереса, явит ли ему эта кончина нечто отличное от всех тех убийств, которым он был свидетелем. Так и случилось, хоть разница и была совсем небольшой. Кордо зажал человеку рот своей рукой, заглушая крики, пока тело слуги извивалось и съеживалось внутрь себя. Во времена Великого Крестового Похода капитан тринадцатой роты как-то топил мутанта в мерзлом озере на луне Кеслан, удерживая уродца под поверхностью мутной воды, пока тот не умер. Сейчас, глядя, как слуга погибает от яда, он вспомнил то убийство. Холоп, чье лицо было скрыто под капюшоном, иссыхал, если такое вообще было возможно. Седыра видел, что там, где кожа была обнажена, бледная, обожженная радиацией плоть сначала делалась трупно-серой, затем теряла все отличительные черты и становилась похожей на бумагу, туго обтягивая кости и жгуты мышц, которые атрофировались с каждым проходящим моментом. Даже кровь, вытекшая на темную землю, закурилась и вслед за тем испарилась, оставив растрескавшиеся остатки, лишенные всякой влаги. Когда все было кончено, Кордо убрал руку и отряхнул ее, посылая порошкообразный дождь с кончиков своих пальцев по ветру. — Мучительная смерть, — заметил сержант, рассматривая свою руку. — Видите, он продемонстрировал крошечную царапину на керамике пальцевых сочленений. Он укусил меня во время последних конвульсий, хоть это и ничего не дало. Седыра бросил взгляд на командирский шатер. Никто не вышел посмотреть, что творится снаружи. Он сомневался, что Хорус и остаток его Марнивале вообще были в курсе того, что произошло убийство. В конце концов, у них было в избытке, чем себя занять. Так много планов и великих замыслов, которые нужно направлять. Он услышал собственные слова. — Я сообщу воителю. Эрип подошел на шаг ближе. — Думаешь, это необходимо? Седыра мазнул глазами по капеллану. При желании несущий слово умел полностью завладеть вниманием, почти как если бы он был способен притягивать к себе взгляд. Так черная дыра подтаскивает к себе свет и вещество, чтобы их поглотить. И в обратную очередь Эрип мог делать противоположную вещь, становясь призраком в комнате, полной людей, позволяя взглядом соскальзывать с него, как будто его в ней не было. В моменты предельной честности к самим собой Люксидыры признавал, что присутствие Эриба выбивало его из колеи. Каждый раз, когда Эрип решал заговорить, капитан Тринадцатый не мог до конца подавить беспокойство, туманившее его разум. Несмотря на всю верность, в которой он присягнул лунным волкам, теперь сынам Хоруса по имени Штандарту Сидыры уже не в первый раз задался вопросом, зачем, чтобы вести свое праведное и справедливое восстание против императора, воителю нужно было держать Эриба так близко к себе. Это было одно из многих сомнений, которые он в эти дни носил в своей душе. Их груз, казалось, все рос и рос, с каждым проходящим месяцем, пока силы воителя впустую тратили время здесь, в глубинке, в то время как приз в виде Терры оставался в недосягаемости. Он негромко фыркнул и указал на тело. Кое-кто только что пытался его убить. Да, кузен, я думаю, что Хорус Луперкаль может счесть это интересным. Скажи мне, что ты не настолько наивен, чтобы вообразить, что это жалкое покушение было первым подобным действием против воителя. От легкомысленного, почти пренебрежительного тона Эриба у Сидиры сузились глаза. Первым, которая подобралась так близко, за это я бы поручился. Еще пара шагов, и он был бы внутри шатра, проворчал Корда. — Расстояние — вещь относительная, — ответил Эриб. — Ключевой фактор — смертоносность. Корда не сдавался. Мне интересно, кто его послал. — Отец воителя, — немедленно ответил Эриб. — Или, если приказ исходил не непосредственно от императора, так одного из его приспешников. — Ты кажешься мне уверенным, — заметил Сидиры. Но Хорус нажил себе много врагов. Несущий слово слабо улыбнулся и покачал головой. — Ни один не имеет отношения к сегодняшнему дню. — Он глубоко вздохнул. — Мы трое покончили с этой угрозой до того, как она стала проблемой, и она не должна превратиться в нее задним числом. Эриб кивнул в сторону шатра. — Воителю предстоит завоевать галактику. Этого более чем достаточно, чтобы полностью поглотить его внимание. — Ты хочешь отлечь своего примарха этим пустяком, Сидиры? — онкнул тело мыском своего ботинка. — Полагаю, решение должен принять сам воитель. В манерах Сидиры начало сквозить раздражение, и его губы скривились. — Возможно. Он спохватился и замолк, останавливая формирующуюся цепочку мыслей. — Возможно. — эхом отозвался Эриб, немедленно ухватившись за слово, как будто он знал, что должно было за ним последовать. — Говори, что думаешь, капитан. Мы все здесь собратья. Мы все братья по ложе. — Сидиры долго взвешивал слова, рвавшиеся с его губ, и, наконец, позволил им слететь с них. — Возможно, несущие слово, если бы события, такие как это, не утаивались от хоруса, он мог бы пожелать пойти более коротким путем. — Возможно, если бы его не держали в невенении относительно угроз нашей компании, он мог бы поспешить к сегментам у Солора к земле. — Эриб как будто придвинулся вплотную, хотя на самом деле он не сходил с места. — В этом все дело, я прав? Ты чувствуешь, что размеренная поступь нашего наступления слишком медлительно? Ты хочешь начать осаду Дворца Императора прямо завтра? — В этом отношении мой капитан не одинок, — с чувством произнес Корда. — Месяца хватит, — оскалившись, резко бросил Сидиры. — Это можно сделать, мы все это знаем. Улыбка Эриба стала шире. — Я уверен, с позиции воинов тринадцатой роты это выглядит таким, несомненно, простым. Но позвольте заверить вас, это не так. Столь много еще предстоит сделать, — люк Сидиры. — Сколько фигур еще предстоит расставить? Так много движущих сил пока еще не готовы. Капитан злобно фыркнул. — О чем ты? Мы что, должны ждать, пока звезды встанут правильным образом? Улыбка поблекла и несучий слово посуровел. — Именно так, кузен, именно так. — Сидиры на мгновение опешил от внезапного холода в словах Эриба. — Тогда очевидно, что я лишен твоей проницательности, — проскрежетал он, — поскольку у меня не получается обнаружить достоинств у этой неспешной стратегии. — Пока мы следуем за воителем, все будет так, как надо, — сообщил ему Эриб. — Победа уже не за горами. Он задержался над трупом, который начал рассыпаться в пыль, растаскиваемый ветром. — Возможно, она даже ближе, чем кто-либо из вас может ожидать. — В смысле? — спросил Корда. — Избитая аксиома военной науки. Эриб не поднимал глаз, продолжая изучать мертвого ассасина. — Если тактический прием может быть использован против нас, то он может быть использован и нами. 3. Рассвет принес с собой облака. Яркие самоцветы тейбианских звезд потускнели под нежным янтарным сиянием всходящего солнца. И небо омыло чистая голубизна, рассеявшая тьму ушедшей ночи. Йозеф Собрат, прижатый к одному из иллюминаторов тесной кабины калиоптера, сильнее запахнул на шее воротник шинели. Долгий летний сезон исты Веракрус давно и по-настоящему закончился, и на горизонте маячила оси зима, неторопливо и обстоятельно вступающая в свои права. Здесь, наверху, в холодном утреннем небе, он уже мог ее ощутить. Через считанные недели зарядят дожди, да и в любом случае пора. Говорили, что урожай этого года будет рекордным. Летательный аппарат затрясся в воздушной яме, и Йозеф подпрыгнул в своем кресле. Как и большинство техники на службу у стражи, калиоптер был старым, но о нем хорошо заботились. Это была одна из многих машин, чье происхождение можно было отследить вплоть до второго основания и великого наплыва колонистов. Лопасти импеллера позади пассажирского отсека загудели. Звук двигателя изменился, и пилот начал плавный разворот влево. Йозеф позволил гравитации развернуть его голову и посмотрел наружу, через покатую выпуклость гласейка, пустого наблюдательного поста, который находился позади двух егерей, бывших кроме него единственными пассажирами. Редкие полотнища тонких белых облаков разошлись, давая ему лучший обзор. Они шли над каньоном Брекхуд, где отвесная стена красных скал уходила в глубины, практически не знавшей дневного света, даже когда солнце было в зените. Террасы виноградников едва начали открываться наступающему дню, а пахало солнечных батарей на черепичных крышах поворачивались и развертывались, как черные паруса какой-нибудь морской шхуны. Еще дальше волны зелени, напоминавшие странные изумрудные фонтаны, замерзшие в своем падении, цеплялись за огромные подпорки километровой длины, которые поднимались над гребнями утесов. Йозеф полагал, что будь они поближе, он смог бы разглядеть фигуры сборщиков урожая и их автоматы в керамических корпусах, двигающиеся среди рам и собирающие дары переплетенных лоз. Коля Аптер снова заурчал, выравниваясь после пересечения восходящего потока воздуха и облетая жилые высотки, кинувшиеся с верхушек скал к светлеющему небу. Бока высоких тонких миноретов покрывали акры белой лепнины, и ставни на окнах большинства из них все еще были закрыты, пока еще только собираясь приветствовать новый день. В этот рассветный час большинство обитателей столицы еще дремало, и Йозеф чувствовал к ним откровенную и сильную зависть. В желудке ворочалась выпитая в торопях кружка рекафа, бывшая всем его завтраком. Этой ночью он спал лишь у рыбками. Это, по ощущениям, случалось в последнее время чаще, чем обычно. Так что, когда Вокс выдернул его из полузабытия без сновидений, это было почти что услугой. Почти что. Звук двигателя стал пронзительным. Летательный аппарат набрал скорость, быстро и низко, заходя на посадку над верхушками лесов, скобками, обхватывающих воздушные причалы столицы. Йозеф смотрел на зелено-коричневый ковер, мелькающий под ним, стараясь не быть загипнотизированным этим зрелищем. Внезапно до него долетело слово из негромкого, невнятного разговора, который поддерживали между собой егеря. Он нахмурился и выбросил его из головы, не желая слушать, концентрируясь вместо этого на звуке двигателя. Но он не смог. Слово, имя, прошептанное украдкой из страха накликать беду. Хорус. Каждый раз, когда он слышал его, оно звучало так, как будто было каким-то проклятием. Те, кто произносили его, делали это в страхе, охваченные странной верой, что, сказав это имя, они могли навлечь на себя мгновенную кару незримой силой. Или, может быть, дело было не в этом. Возможно, это было отвращение, что приносило с собой слово, чувство, что, если произнести его громко, то от комбинации звуков желудок вывернется наружу. Имя беспокоило его. Слишком долгое время оно было синонимом благородства и героизма. Но сейчас его смысл непрерывно менялся. И оно сопротивлялось любой попытке классификации, предпринимаемой аналитическим, точным умом Йозефа. В первый момент он подумал о том, чтобы сделать людям выговор, но потом изменил мнение. Несмотря на всю яркость рассвета, что мог бы настать для процветающего общества Исты-Веракрус, здесь не обходилось и без теней. И некоторые из них были гораздо глубже, чем многие пожелали бы знать. В последнее время они стали длиннее и чернее, чем когда-либо прежде. И из-за этого люди испытывали страх и сомнения, как, собственно, и ожидалось. Коли Аптер взмыл вверх, преодолевая последний барьер высоких афилийских сосен, и развернулся к сети вышек, посадочных площадок и блок гаузов, которые образовывали главный столичный порт. 4. У стражей были привилегии, так что им не требовалось садиться на приписанной платформе, как гражданскому транспорту. Вместо этого пилот ловко проскочил между парой громоздких, полунадутых грузовых балютов и приземлился на клочке ферракрита шириной едва ли больше самого летательного аппарата. Йозеф и пара егерей едва успели сойти с откидного трапа, как дрожание воздуха позади турбин превратилось в кратковременный ураган, и Коли Аптер развернулся прочь, назад в голубизну. Йозеф проводил его взглядом, заслоняя глаза от пыли и разбросанных листьев, поднятых в воздух при взлете. Он потянулся внутрь шинели за цепочкой с символом своих полномочий и извлек тонкий серебряный стержень, разместив его так, чтобы он свободно свисал с шеи и был на виду. Осматривая местность, он рассеянно провел большим пальцем вниз по его длине, по гравировке и инкрустации золотых контактов, которые обозначали его звание префекта. В отличие от егерей, которые носили всего лишь медные значки уличных, постовых или патрульных, жезл префекта демонстрировал его статус как офицера-дознавателя. Пассажиры летательного аппарата присоединились к группе других людей в униформе, кропотливо составлявших план прочесывания окружающей местности. За их спинами Йозеф заметил мастеровой автомат для создания ограждений, который неуклюже натягивал вдоль границы ближайшие зоны накопителя толстый канат с предупреждающими флажками. Глаз зацепился за знакомое лицо. «Сэр!» Скельта был высоким и тощим на вид и имел повадки, за которые некоторые из недоброжелательно настроенных сотрудников стражи ставили его на одну доску с грызунами. Егерь быстро приблизился, слегка пригибаясь, хотя коптер уже давно улетел. Скельта щурился и выглядел серьезным и бледным. «Сэр!» — повторил он. Молодой человек намеревался продвинуться по службе и перейти с должности уличного постового на следующий уровень стражи, занимающийся следственной деятельностью. Так что, когда бы он не оказывался в компании своего начальства, он всегда пытался предстать перед ним в рассудительном и вдумчивом виде. У Йозефа никогда не хватало духу сказать парню, что для того, чтобы подняться на эту ступеньку, ему слегка не хватает сообразительности. Не то, чтобы Скельта был совсем уже безнадежен, но иногда выказывал такую некомпетентность, что у Сабрата волосы вставали дыбом. «Егерь!» — кивнув, произнес он. «Что ты мне скажешь?» По лицу Скельты пробежала тень, нечто, выбивающееся из его обычной скрытной манеры поведения, и Йозеф это заметил. По прибытии префект ожидал столкнуться с обычным преступлением, но невыразительное лицо Скельты его смутило, и в первый раз за это утро он задумался, во что же вляпался. «Это...» — егерь замолк и судорожно сглотнул. Его взгляд на мгновение расфокусировался, как будто он размышлял о чем-то другом. «Наверное, вам стоит посмотреть своими глазами, сэр». «Хорошо, покажи мне». Скельта провел его через упорядоченные шеренги деревянных грузовых капсул, каждая из которых была восьмиугольным блоком размером с маленькую наземную машину. Повсюду витал запах выдержанного вина эструфажеми, пропитавшей громоздкие ящики, даже просочившиеся в каменные полотнища защитных ограждений. Теплый, умиротворяющий аромат казался сегодня приторным и слишком сильным, почти как если бы он изо всех сил старался скрыть запах чего-то гораздо менее приятного. Приближаясь, он услышал отрывистый лай собак, и затем сердитые оклики людей, за которыми последовали ворчание и повизгивание. «Бездомные собаки при доках», — пояснил егерь. «Их привлекает вонь, сэр. Их приходится отгонять с самого рассвета». Мысль, похоже, вызывала у молодого человека дискомфорт, и он сменил тему. «Нам кажется, что мы смогли опознать жертву. Рядом с местом преступления нашли документы, бумаги и прочее в том же роде. На имя Джареда Норте, пилота Лихтера». «Вам кажется», — открикнулся Йозеф, «вы не уверены?» Скельта приподнял веревку барьера, чтобы префект смог под нее пройти, и они оказались на месте преступления. «Пока не удалось провести положительную идентификацию, сэр», — продолжил он. «Клиницисты уже едут, чтобы проверить зубной аппарат и следы крови». Егерь смущенно запнулся. «У него нет лица, сэр. И мы нашли выбитые зубы. Но мы не уверены, что они его». Йозеф воспринял это без комментариев. «Продолжай». «Был опрошен начальник Норте. Как оказалось прошлой ночью, уходя с работы, Норте отметился в обычное время и направился домой к жене и сыну. Он туда не добрался. Тревогу подняла его жена, так?» Скельта отрицательно покачал головой. «Нет, сэр. По всей видимости, у них были проблемы. До истечения брачного контракта осталась пара месяцев. Это вызывало трение. Она, наверное, решила, что он пропивает свою зарплату». «Так сказал начальник?» Егерь кивнул. «Послали мобиль к его дому, чтобы удостовериться, что он все правильно понимал. Ждем известий. Когда Норте убили, он был пьяным. На этот раз скельта не смог сдержаться и передернулся. Ради него самого я надеюсь, что да. Для бедного парня это было бы благом». Йозеф почувствовал страх в словах другого человека. Для исты Веракрус убийство не было каким-то необычным преступлением. Они были относительно преуспевающим миром, который в конце концов вертелся вокруг винной индустрии. Подвыпившие люди или те, кто очень хотел денег, часто совершали ошибки, которые приводили к кровопролитию. Префект повидал много смертей. Некоторые из них были жестокими. Многие постыдными. И каждая была по-своему трагичной. Но он смог понять все из них. Йозеф знал, чем на самом деле была преступность. Слабостью личности. И он знал спусковые механизмы, которые вытаскивали этот изъян на свет. Ревность, безумие, страдания. Но хуже всего был страх. А в эти дни на исте Веракрус было много страха. Здесь, на окраине сегмента Ультима, на противоположном от трона Терры конца галактики, планета и ее люди чувствовали себя удаленными и беззащитными. А ведь шли войны. И по картам их родного мира, слишком незначительного, чтобы о нем беспокоиться, прочерчивались линии фронтов. Император и его совет казались такими далекими. И надвигающийся шторм восстания, что незримо и незаметно бурлило на соседних звездах, накидывал на все покров подкрадывающихся предчувствий. Людям мерещились призраки неизвестного в каждом темном углу. Они боялись. А люди, испуганные, с легкостью, становятся людьми растерженными, стравливая свой ужас вовне при любом оскорблении, настоящем или воображаемом. Сегодняшняя смерть была всего лишь самой свежей из многих, прокатившихся по исти Веракрус в последние месяцы, убийств, порожденных пустяками, суицидов, панических нападений из-за надуманных угроз. Пока жизнь шла своим чередом, под ее поверхностью залегло мрачное настроение, которое заразило все население, хотя люди и притворялись, что ничего подобного нет и в помине. Стал ли Джаарет Норте очередной жертвой всего этого? Йозеф склонялся именно к этой мысли. Они обогнули контейнеры, сложенные высоким углом, и вошли в маленький дворик, образованный штабелями ящиков. Над их головами медленно пролетел еще один грузовой болют, на мгновение отбросив на собравшихся широкую овальную тень. Горстка егерей занималась поисками отпечатков пальцев. Пара архивистов из отдела документации управляли сложными экспертными пикторами и сетями датчиков. Еще один говорил в увесистую рацию с длинным усиком антенны. Скельта обменялся взглядом с одной архивисткой, и та уныло кивнула ему в ответ. На заднем плане стоял узкий, но высокий складской сарай с широко распахнутыми дверями. Префект немедленно заметил коричневые кляксы, пятнавшие металлические двери. Он оглядел одинаковые грязно-рыжие шинели и фуражки офицеров стражи и нахмурился. «Арбитры внутри!» Йозеф мотнул головой в сторону сарая. Скельта саркастически хмыкнул. «Арбитров здесь нет, сэр». Им сообщили, как предписано. Офис лорда маршала был недоступен, хотя они просили держать их в курсе. «Кто бы сомневался», — скривил Сойозеф. «Несмотря на возвышенные слова и высокие идеалы, о которых разглагольствовали адептус арбитрос, по крайней мере тот их филиал, что находился на исте Веракрус, был больше заинтересован не в поддержании порядка на планете, а в произведении впечатления, что они этим занимаются. Офицеры-стражи были блюстителями закона и порядка в системе ИСТА со дня возникновения колонии в ходе первого основания. И создание здесь управления арбитров во время Великого Крестового похода мало что изменило в положении дел. Создавалось впечатление, что лорд-маршал и его сотрудники были более чем счастливы не вылезать из своей грандиозной башни и позволить страже продолжать работать как всегда, разгребая все местные дела. За двадцать лет службы Йозеф Сабра так и не смог понять, что у арбитров считалось неместным. Политическая подоплека всего этого витала где-то в заоблачных высотах, недоступных пониманию префекта. Он бросил взгляд на Скельту. Вы поняли, чем было оружие убийства? Скельта снова стрельнул глазами в офицера-архивистку, как будто спрашивая разрешения. Не совсем. Вероятно, режущее оружие. Для разминки. Могли быть и другие инструменты. Тот слабый румянец, что еще оставался на его лице, схлынул. И егерь судорожно сглотнул. Йозеф остановился на пороге сарая. Его ноздри дернулись, когда в нос ударил запах скотобойни, крови и экскрементов. Свидетели, — добавил он, — Скельта указал вверх, на башню с прожекторами. На те места, куда падает свет, нацелены камеры системы безопасности. Но они ничего не засекли. Слишком маленький угол охвата, чтобы оптика смогла уловить образ. Префект отложил эту информацию в памяти. Получалось, что кто бы не совершил убийство, он знал планировку воздушных доков. «Тщательно проверьте каждую камеру в радиусе полукилометра, извлеките катушки памяти, и пусть кто-нибудь из новичков как следует перероет их содержимое. Может, нам повезет». Он сделал длинный вдох, стараясь дышать через рот. «Что ж, давайте на это поглядим». Он вошел внутрь, и скельты нерешительно последовал за ним, отстав на пару шагов. Внутри сарая было темно, его освещали только блики бледного рассветного солнца, постепенно появлявшегося в низких окнах, и резкий свет гудевших, переносных дуговых ламп. Четверка нескладных излучателей поля на расставленных треногах, каждый из которых соединялся с соседями прозрачным желтым свечением, образовывала корявый квадрат. Проницаемая энергетическая мембрана беспрепятственно пропускала сквозь себя объекты с массой или кинетической энергией выше заданного предела, но удерживала на месте преступления микрочастицы и прочие объекты микроскопических размеров, чтобы помочь работе экспертов. Когда Йозеф приблизился к полю, его лоб пошел хмурыми морщинами. На первый взгляд, открытый затененный пол между излучателями казался пустым. Он шагнул сквозь преграду, и злого не усилилось. Оглянувшись через плечо, он увидел, что скельта не последовал за ним. Застыв вместо этого за линией в напряженном внимании. Его взгляд был направлен куда угодно, но только не на место преступления. Каменный пол был залит темной артериальной кровью, и в мелководном маленьком море, подернутом багряной рябью, были хаотично разбросаны мясистые островки. Мотки того, что должно было быть кишечником, лоснящиеся на свету комки органов и еще какие-то нездорово бледные, покрытые потеками крови предметы. Комплект нераспроданных остатков с прилавком мясника брошены не в спешке, но из-за отсутствия интереса. Префект ощущал отвращение и замешательство в равной степени, но он справился с ними и позволил перехватить инициативу своим наметанным глазам. Он искал закономерности и собирал впечатления. Это было совершено со старанием и тщательностью. Это не было преступлением в состоянии аффекта. Не было убийством из-за подвернувшейся возможности. Холодное, бесстрастное и без страха обнаружения Йозеф вглядывался в тени и в уме формировались первые вопросы. Как это удалось сделать, не нарушив тишину? Так что никто ничего не услышал. Если было пролито столько крови, попала ли она на убийцу? Остался ли след? И где? Где было? Йозеф резко остановился и прищурился. Лужа крови пребывала в слабом движении. По ней туда и обратно гуляли маленькие волны. Из разных мест доносились крохотные гулки и всплески. Останки, начал он оглядываясь на скельту, их слишком мало. Где тело Норте? Егерь, прижимавший одну руку к рту, робко указал второй вверх. Йозеф поднял глаза к потолку и обнаружил недостающие части Джаарада Норте. Тело пилота было вскрыто, причем способом, который префект видел только у сотрудников похоронных бюро. Или скорее, это был экстремальный вариант разрезов, которые делали при отопсии. Для того, чтобы пригвоздить Норте, к потолку сарая воспользовались железными костылями, одной из разновидностей крупных болтов, переменяемых строительными рабочими для закрепления стройплощадок на отвесных скалах. По одному на каждую лодыжку и плоть предплечий. Конечности растянуты в форме буквы Х. Затем косые поперечные разрезы на туловище позволили убийце отогнуть кожный покров корпуса шеи и лица. В результате получились остроугольные полотнища кожи, вершины которых шли направо, налево, еще одна, вниз через пах и последняя сорванная с кроваво-скалящегося месиво черепа поднималась над головой мертвеца. Эти влажные лоскуты мяса удерживались на месте при помощи еще четырех костылей. Из распахнутой утробы человеческого тела свисали петли выпавших мышц и сломанные трубки костей, с которых в лужу крови капала жидкость. Вы когда-нибудь видели что-то подобное? Полным отвращением голосом выдавил из себя скельта. Это ужасно! Первым, о чем подумал Йозеф, была скульптурная работа. Элемент декора. Пилот, пришпиленный к темным листам металла, был превращен в звезду о восьми концах. Я не знаю, прошептал префект. Глава вторая Завесы Под маской Обычный нож Один Дворец императора был скорее городом, чем цитаделью, огромным и пышным в грандиозности своих раскинувшихся пределов, башен, пинаклей и огромных монолитов из камня и золота, что тянулись от горизонта и до зубчатого горизонта. Земли, что в минувшие тысячелетия были лоскутным одеялом национальных государств и независимых территорий, ныне скрывались под великим единством империи человечества и ее самым выдающимся монументом. Дворцовые владения охватывали целые поселения и города-спутники, порастираясь от границ города-просителей до пределов сводов блаженных через самый большой космопорт системы Сол и до внушающего благоговения зрелища врат вечности. В пределах его внешних стен усердно трудились миллионы служащих империума. И многие из них вели свою жизнь вообще не покидая серебристых зиккуратов-аркологий, где они рождались, работали и умирали. Это было сияющее, бьющееся сердце всех человеческих устремлений, престол и место рождения расы, что подчинило себе галактику. И столь грандиозны были его блеск и величие, что ничей голос не смел и надеется охватить их при помощи одних только слов. Терра и ее великолепие были драгоценным камнем в короне империума, ярким и вечным. И при всем при этом в городе, что прикидывался материком, существовало бесчисленное множество комнат призраков и секретных мест. Здесь имелись уголки, которых не достигал свет, и некоторые из них были созданы именно с этой целью. Одна зала в пределах внутреннего дворца была известна как завесы. Если бы кто-нибудь заглянул в чертежи тех дерзких мастеров, что заложили первые камни колоссального города-государства, он не нашел бы и следа комнаты или входов в нее. В сущности, такого места не существовало. И даже те, кто по необходимости знал о его реальности, не смогли бы точно указать его положение на карте. Если кто-то не мог найти завесы, значит ему этого и не полагалось. В залу можно было попасть множеством способов, и тем, кто в ней собирался, могло быть известно об одном или двух из них. Скрытые проходы, таившиеся в трамплеях, радужных галерей, штольня, заплененным водопадом у врат Анапурны, тупиковый коридор неподалеко от Большого Планетария, каприз Соломона, эффективный вычислитель в темно-синем лифте при западной смотровой площадке, эти и другие, некоторыми из которых не пользовались столетиями. Те, кого созывали в завесы, попадали в лабиринт постоянно меняющихся коридоров, не поддающихся никаким попыткам картографирования. Сопровождающий интеллектуальный автомат отводил их в комнату и никогда не использовал одну и ту же дорогу дважды. Единственным определенным фактом было то, что зало находилось наверху башни, одно из тысяч, что выстроились вдоль внутренних бастионов дворца шеренгами часовых. Но даже это было предположением опиравшимся на слабые отблески дневного света, которым дозволялось проникать сквозь плотные шторы, которые всегда закрывали большие овальные окна, расположенные по периметру комнаты. Некоторые подозревали, что свет мог быть обманом, фальшивкой, отфильтрованной сквозь хитроумное стекло или даже стопроцентной имитацией. Возможно, больше, чем одна. Комплект из десятков идентичных помещений, столь похожих друг на друга, что их невозможно было различить. И попав внутрь, нельзя было найти на земле более безопасного места, за исключением лишь самого тронного зала императора. Никто не мог подслушать слова, произнесенные в комнате, которая не существовала и которую нельзя было найти. Стены залы, панели красного дерева, украшенные картинами художников-минималистов и небольшим количеством люм-сфер, скрывали прослойки оборудования, делавшего комнату и все ее содержимое абсолютно недоступным для глаз и ушей любых потенциальных саглядотаев. Здесь были средства противодействия, сбивавшие частоты лучевых локаторов, приборы, поглощающие звук тепло и свет, которые работали параллельно с живыми культурами нервной ткани, транслирующими телепатический эквивалент белого шума во всем диапазоне психического спектра. Ходили даже слухи, что зала была окутана прерывающим полем, которое сдвигало локальное пространство время на несколько долей секунды, тем самым позволяя комнате на мгновение опережать временной поток и быть в недосягаемости остальной вселенной. В занавесах стоял стол, длинный восьмиугольник из полированного розового дерева, на котором находился простой гололитический проектор, отбрасывающий холодный свет на собравшихся здесь мужчин и женщин. Шестеро из них группировались вокруг одного конца стола, располагаясь в глубоких удобных креслах, тогда как седьмой в одиночестве восседал в его главе, восьмой вообще не сидел, а стоял вне пределов досягаемости света, довольствуясь тем, что был немногим больше, чем высоким силуэтом, сотканным из теней и углов. У семерки за столом были лица из фарфора и благородных металлов. Их облик от линии волос и до шеи скрывали маски, и как и комната, в которой они находились, эта внешняя маскировка была гораздо большим, чем казалось. Каждая личина была напичкана передовыми технологиями, библиотеками данных, сенсорами, даже микрооружием, и гримаса каждой выглядела по-своему, отражая суть ее носителя. Только человек во главе стола имел лицо, лишенное наигранности. Его маска была простой и серебристой, как будто сделанной из полированной стали, и имела лишь слабые намеки на брови, глаза, рот и нос. В ее сверкающей поверхности отражались информационные панели, показываемые гололитом, которые медленно поворачивали, чтобы их мог прочесть каждый из присутствующих в комнате. Написанное на них было в равной степени убийственным и обескураживающим. «Тогда он мертв», произнес женский голос, чей звук был отфильтрован через фрактальный глушитель, не позволявший установить его характеристики. Ее маска была черной и плотно прилегала к коже, почти как клобучок ловчей птицы. Иллюзию нарушали только большие овальные рубины, служившие ей глазами. Это ясно из донесений. Как всегда быстро в суждениях, хриплый шепот, тоже отфильтрованный, исходил от неподвижной маски, напоминавшей разбухший череп гидроцефала. Мы должны придерживаться непреложных фактов, смотрели через стол. Мой глубоко уважаемый достопочтенный Кулексус, раздался резкий ответ, как долго вы предлагаете нам ждать, пока мятеж не дойдет до нашего порога. Она перевела свои глаза самоцветы на единственную другую женщину из сидящих за столом, персону, чье лицо было спрятано под элегантной личиной и зеленого бархата и золота, инкрустированной рядами жемчужных подвесок и темных изумрудов. Агент нашей сестры потерпел неудачу, как я и предсказывала. Женщина в зеленой маске напряглась и откинулась на спинку своего кресла, дистанцируясь от гнева Калидус. Ее ответ был ледяным и колким. Хочу заметить, что ни один из вас пока не смог внедрить агента так близко к воителю, как это сделал клан Вененум. Тобель был одним из моих лучших учеников и задача, поставленная перед ним, была ему по плечу. Это вызвало саркастическое фырканье массивного мужчины за оскаленной клыкастой гримасой из кости и оружейной бронзы. Если она была ему по плечу, то почему отступник жив? Сколько времени потеряно и ради чего? Чтобы подкинуть предателям свежий труп Хорусу под дверь, он издал такой звук, как будто сплюнул. Глаза достопочтенные Вененум под ее маской сузились. Как бы низко вы не ставили мой клан, дорогой Эверсор? Ваши собственные достижения на сегодняшний день не дают вам повода для самодовольства. Она выпрямила спину. Каков ваш вклад в эту миссию, не считая парочки неаппетитных смертей со взрывами? Клыкастая маска перенесла внимание на женщину. Мужчина под ней излучал злость. Мои агенты вызвали страх, выплюнул он. Каждое убийство обезглавило ключевую фигуру мятежников. Не говоря уже о бесчисленных сопутствующих жертвах, высказался сухой суровый голос. Замечание исходило из-под стандартной серийной шпионской маски, не отличавшейся от выдаваемых каждому агенту снайперу клана Виндикар. Чтобы устранить архипредателя, нужно хирургическое вмешательство, скальпель, а не зажигательная бомба. Достопочтенный Эверсор испустил низкий рык. Пристрелить Хоруса через пол галактики у вас будет возможность нас всех спасти. Ну а пока продолжайте прятаться за прицелами ваших ружей и держите язык за зубами. Шестой человек на дальнем конце стола кашлянул, склоняя голову на бок. Его маска, сделанная из стеклянных слоев, воспроизводивших зернистые случайные образы, мерцала в полумраке. Достопочтенный Кулексус и достопочтенная Калидус, позвольте обратить ваше внимание, сказал достопочтенный Ванус. Основываясь на всех доступных данных и прогностическом модулировании, предсказательные устройства моего клана и наши самые усердные инфоциты пришли к выводу, что вероятность того, что Тобельт дожил бы до момента успешного завершения миссии, составляла 0,2%. Погрешность вычислений пренебрежительно мала. Тем не менее, с точки зрения близости к объекту, это лучшее достижение среди всех операций официо ассасинорум на сегодняшний день. Километр или миллиметр, прошипел Кулексус. Если убийство сорвалось, то какая разница? Достопочтенная Калидус посмотрела поверх стола на человека в серебристой маске. Я хочу ввести в игру нового агента, начала она. Ее зовут Мшен. Она одна из лучших в моем клане, и я, Тобельт, был лучшим из Вененум. С внезапным раздражением выкрикнул достопочтенный Виндикар. Так же, как Хосвальд был лучшим из моих, как Эверсор послал своего лучшего, и так далее, и тому подобное. Но мы бросаем наших самых одаренных учеников в мясорубку, отправляем их вслепую и полуподготовленными. Каждое покушение на Хоруса расстраивается, и он избегает его, даже не замечая. Он мрачно покачал головой. До чего же мы докатились? Заслушиваем список неудач друг друга на каждой встрече. Человек в маске раскинул руки, как будто охватывая пятерых своих коллег. Мы все помним тот день на горе отмщения, пакт, который мы заключили в тени Великого Крестового Похода, клятву, что вдохнула жизнь в официо ассасинорум. Используя скрытность и коварство, десятилетиями выслеживали мы врагов нашего императора. Достопочтенный Виндикар бросил взгляд на достопочтенного Вануса. Что он сказал в тот день? Ванус ответил без промедления, замерцав своей маской. Ни один мир не избегнет моей власти. Ни один враг не избежит моего гнева. Достопочтенный Кулексус угрюмо кивнул. Ни один враг, повторил он. Выходит, не один, кроме Хоруса. Нет, раздраженно воскликнула Калидус. Я смогу его убить. Мужчина в серебристой маске хранил молчание, и она продолжила умоляющим тоном. Я смогу его убить, если только вы дадите мне санкцию. И вы тоже провалитесь, прорычал Эверсор. Мой клан единственный, кто способен на это деяние, единственный, кто достаточно беспощаден, чтобы покончить с жизнью воителя. В тот же миг каждый из магистров, казалось, был готов выдать сходную тираду, но, не давая им начать, серебристая маска громыхнула единственным словом приказа. Тихо! Зало погрузилось в тишину, и магистр Ассасинов глубоко вздохнул, прежде чем заговорить снова. Ваше соперничество и ссоры ничего не дадут. Начал он ровным и строгим голосом. За всю историю этой группы еще не встречалось объекта, чье изъятие из обращения потребовало бы проведения более чем одной миссии. К сегодняшнему дню на урегулирование проблемы Хоруса ушло восемь агентов Афицу из всех шести основных кланов. Каждый из вас первейший в своем клане и его основатель. И, несмотря на это, вы сидите здесь и воюете за превосходство друг над другом, вместо того, чтобы дать неубийство, в котором мы все так отчаянно нуждаемся. Я требую найти способ избавиться от непокорного и заблудшего сына императора. Достопочтенный Эверсор подал голос. Я подключу каждого дееспособного агента из моего клана. Всех одновременно. Если для убийства Хоруса надо расплатиться жизнями всех Эверсоров вплоть до последнего, значит, так тому и быть. Впервые с момента сбора группы безмолвная фигура в одеждах с капюшоном издала звук. Тихое ворчание несогласия. У нашего гостя есть что добавить, сказал достопочтенный Ванус. Магистр ассасинов склонил свою голову к теням. Это так? Мужчина в капюшоне слегка сдвинулся, настолько, чтобы его стало более отчетливо видно в отблесках света. Но при этом под одеждами еще нельзя было разобрать лица. Ни один из вас не солдат, прогремел он низким голосом, разнесшимся по всей комнате. Вы так привыкли работать в одиночку, как того требует ваш род занятий, что забыли закон всех противостояний. Сила удвоена и есть сила в квадрате. Разве я только что не сказал то же самое? Резко спросил достопочтенный Эверсор. Человек в капюшоне проигнорировал вмешательство. Я выслушал, что вы все говорили. Я ознакомился с планами ваших миссий. В них не было изъянов, их просто-напросто недостаточно. Он кивнул в такт собственным мыслям. Ни один ассасин, как бы хорошо он не был подготовлен, какому бы клану он не принадлежал, не может и надеяться уничтожить архипредателя в одиночку. Но команда ваших убийц, он снова кивнул, ее может оказаться достаточно. Ударная группа, задумчиво протянул достопочтенный Виндикар. Отряд ликвидации, поправил магистр. Элитное подразделение, тщательно отобранное для конкретной задачи. Достопочтенный Ванус нахмурился под своей маской. Такое предложение, это беспрецедентно, император не одобрит. — О, — сказала Калидус, — почему вы так в этом уверены? Магистр клана Ванус подался вперед. Мельтешение образов на его маске становилось все возбужденнее. — Завеса секретности защищают саму нашу суть, произнес он настойчивым тоном. Мы десятилетиями работали в тенях империума, на задворках осведомленности императора. И не без причины, мы служим ему делами, о которых он никогда не должен узнать, чтобы сохранять свою благородную чистоту. И чтобы так и было, есть соглашение, которым мы всегда следуем. Он бросил взгляд на мужчину в капюшоне. Этические принципы, правила нанесения ударов. Согласно, рискнуло высказаться достопочтенная Вененум. Отправка ассасина деликатная задача, и ни к одной из них никогда не подходили легкомысленно. В прошлом, в самых чрезвычайных обстоятельствах, мы посылали на одну миссию двойку или тройку, но всегда из одного клана, и всегда после долгих размышлений. Ванус кивнул. Шестеро сразу. Из каждого основного клана как можно ожидать, что император даст на это санкцию? Это просто неприемлемо. Магистр ассасинов долго молчал. Затем он соединил перед собой кончики пальцев, прижимая их к губам своей серебристой маски. Чего ожидаю я, так это того, что директор примус каждого клана будет безоговорочно подчиняться моим приказам. Эти правила, о которых вы говорите, Ванус. Скажите мне, Хорус Луперкаль придерживается их столь же строго, как и вы? Он не повышал голос, но его тон не допускал возражений. Вы верите, что архипредатель отвергнет какой-нибудь тактический прием, потому что он противоречит принятым при дворе правилам этикета, потому что он неприемлем? Он закидал бомбами своих названных собратьев, даже своих собственных людей, вплоть до полного уничтожения, сказал достопочтенный Виндикат. Я сомневаюсь, что вообще найдется что-нибудь, на что он не пойдет. Магистр кивнул. Если мы собираемся убить этого врага, мы не должны связывать себя абстрактной моралью, которой руководствовались в прошлом. Мы должны осмелиться выйти за ее пределы. Он помолчал. Так и будет. Мой повелитель начал в анус, протягивая руку. Приказ отдан, произнес мужчина в серебристой маске. В его голосе звучала окончательность. Эта дискуссия завершена. Два. Когда остальные ушли через двери за вес, и после того, как псибернитические орлы, тайно гнездившиеся под гребнем потолка, облетели комнату, чтобы убедиться, что в ней не появилось новых подслушивающих устройств, магистр ассасинов позволил себе издать глубокий вздох. Затем он поднял руки и осторожно снял свою серебристую маску, избавляя кожу своего лица от контакта с ее дермальными прокладками. Он потряс головой, высвобождая седую гриву волос, рассыпавшуюся по его плечам поверх одежд, неопределенного вида, который он носил. Я бы промочил горло, пробормотал он, его голос не имел ничего общего со звуками, слетавшими с губ его маски, но этого и следовало ожидать. Магистр ассасинов был призраком среди призраков, известным только лидером кланов в качестве одного из верховных лордов Терры. Но кем именно из членов Совета Императора он был, им оставалось только догадываться. Лишь пятеро из всех ныне живущих знали истинную личность лидера Афицио, и двое из них сейчас находились в этой комнате. Неторопливо приблизившийся механический слуга подал ему стакан с золотой гравировкой, наполненный черным чаем с добренным бренди. Вы присоединитесь ко мне, друг мой, спросил он. С позволения Сигелита я воздержусь, сказал мужчина в капюшоне. Как пожелаете. Краткий миг мужчина, стоявший по правую руку от императора, человек, носивший звание регента Терры, разглядывал в кривизне стекла свое усталое лицо. Малкадор ассасинов спала с плеч и растворилась. Эта личность скрылась из виду до того момента, когда в ней снова возникнет нужда. Он с наслаждением сделал большой глоток чая и вздохнул. Воздействие противопсионической защиты комнаты было не настолько сильным, чтобы причинить ему какое-либо серьезное неудобство, но ее присутствие ощущалось, как жужжание невидимого насекомого, докучающего где-то на границах его чердейского зрения. Малкадор, как он иногда делал в подобные моменты, позволил себе задуматься о том, кто из лидеров кланов хоть как-то догадывался, кем он мог быть на самом деле. Сигелит знал, что будь на то его желание, он смог бы выяснить истинную личность каждого из директоров примус, но он никогда не преследовал эту цель. В подобном никогда не было необходимости. Хрупкое состояние взаимной устойчивости, в котором существовали лидеры официоассасинорум, способствовало поддержанию их честности. Ни один достопочтенный или достопочтенный не могли знать, не скрываются ли за масками, которые они видят за столом их коллеги, подчиненные или даже возлюбленные. Группа была рождена во тьме и секретности, и теперь она могла жить в этих условиях, только пока соблюдались правила ее существования. Правила, которые Малкадор только что нарушил. Его собеседник в конечном счете показался на свет и вошел в пределы полной видимости, огибая стол неторопливой и уверенной походкой. Мужчина в капюшоне был огромным, возвышаясь над сидящим в своем кресле сигелитом как башня, таких же размеров как воин Адептус Астартес. Этот человек, выйдя из тьмы, откуда он наблюдал за собранием, выглядел воплощенной угрозой, и он двигался с грацией, благодаря которой его одежды грязно-рыжего цвета струились как вода. Смуглая, покрытая шрамами рука, поднялась и стянула объемистый капюшон с бритого черепа, с полоской темных волос, являя мрачное лицо с жесткими глазами. На его горле, под распахнутым воротом, виднелись символы молний, выжженные на коже и покрытые золотом. — Говорите, что думаете, генерал-капитан, произнес Малкадор, считывая его ауру. — Я могу видеть беспокойство, которое исходит от вас, как дым из жерла вулкана. Константин Вальдор, предводитель Легио Кустодис, бросил на него взгляд, от которого любой другой человек съежился бы от ужаса. — Я сказал все, что счел нужным, — ответил Вальдор, к лучшему или к худшему. Рука воина упала на крышку стола, и он рассеянно провел пальцем по дереву. Он осматривался по сторонам. Малкадор не сомневался, что все время пребывания в зале кустодианский гвардеец ломал голову над тем, где на самом деле могла располагаться эта комната. Сиделит утопил зарождающуюся бледную улыбку в очередном глотке горько-сладкого чая. — Должен признаться, я ожидал, что вы будете наблюдать и ничего более, — начал он. Но вместо этого вы вклинились в привычную картину взаимных уколов и контуруколов, которая, как правило, составляет суть подобных совещаний. Вальдор помолчал, не глядя на него. — Милорд, зачем вы меня сюда позвали? — Чтобы наблюдать, — ответил Малкадор. — Я хотел спросить вашего совета задним числом. Кустоди развернулся, прерывая его. — Не лгите мне. Вы не попросили бы меня присоединиться к вам в этом месте просто ради моего молчания. Вальдор, изучающий, посмотрел на него. — Вы совершенно точно знали, что я скажу. Малкадор, наконец, позволил улыбке появиться на свет. У меня была догадка. Губы Вальдора превратились в тонкую нить. Тогда надеюсь, что вы удовлетворены итогом. Сиделит почувствовал, что воин собирается уйти, и быстро заговорил снова, чтобы его перехватить. Нужно сказать, что я до некоторой степени удивлен. В конце концов, вы выражение силы и благородство Империума. Вы — личный телохранитель, повелителя Земли. Воин столь чистой пробы, что сравниться с вами многие могут лишь мечтать. И исходя из этого, я полагал, что вы первым из всех людей сочтете тактику ассасинорум. Он помедлил, подбирая нужное слово. Закулисной, даже бесчестной. Выражение на лице Вальдора изменилось, навопреки ожиданиям Малкадора, не в сторону раздражения. Вместо этого он невесело улыбнулся. Если это была уловка, чтобы меня испытать, сиделит, она не удалась. Я ожидал от вас большего. День выдался утомительным, пояснил Малкадор. Легио Кустодис совершила много такого, о чем ваши ассасины подумали бы, что это ниже нашего достоинства. Достопочтенный, не единственный, у кого есть лицензия на работу под в особых обстоятельствах. Ваши привилегии относятся исключительно к зоне ответственности Легио. Малкадор почувствовал, как портится настроение. Этот разговор шел не в том направлении, на которое он рассчитывал. «Как скажете», произнес Вальдор с обманчивой легкостью. «Моя обязанность защищать жизнь императора человечества любой ценой. Это достигается множеством разнообразных способов. Устранение сына-отступника Хоруса Луперкаля и той явной и текущей угрозы, что он представляет, содействует выполнению моих обязанностей, и я не вижу, каким способом это осуществится. Так вы действительно полагаете, что оперативная группа ассасинов сможет это сделать? Вальдор слегка пожал огромными плечами. Я полагаю, что у них есть шанс, если удастся прекратить бессмысленные трения между кланами». Малкадор улыбнулся. «Видите, генерал-капитан, я не лгал. Я нуждался в вашей проницательности. Вы мне ее предоставили. Я не закончил», произнес воин. Ванус был прав. «Если император узнает об этой миссии, это его не обрадует. А он узнает, когда я перескажу ему каждое слово из того, что было сегодня сказано в этой комнате. Улыбка Малкадора пропала. Это будет ошибкой кустодий, фатальным заблуждением по поводу вашей роли. Вы же не настолько надменны, что вы полагаете, что знаете лучше, чем он», сказал Вальдор. Его тон стал жестче. «Конечно, нет», огрызнулся в ответ Малкадор с разгорающимся раздражением. «Но вы понимаете так же хорошо, как и я, что для того, чтобы защитить праведность Терры и нашего повелителя, некоторые вещи не должны выходить на свет. Империум – деликатное дело, и мы оба это знаем. Все усилия, затраченные нами в Великом Крестовом Походе, труды Императора из-за мятежа Хоруса, все это оказалось под страшнейшей угрозой. Войны, что ведутся в этот самый миг, происходят не просто на полях битв далеких миров и в пустоте космоса. Они идут в сердцах и умах и на прочих менее вещественных планах. Но сейчас перед нами открывается возможность сразиться в тенях, незримо и незаметно, покончить с этим кровавым делом так, чтобы по его следам не заполыхала вся галактика. Стремительное завершение – снести змее голову одним ударом, он глубоко вздохнул. Но многие могут счесть подобное подлым и использовать это против нас. Чтобы отец санкционировал уничтожение собственного сына, возможно, это выходит за всякие рамки. И именно поэтому о некоторых вещах нельзя говорить вне пределов этого помещения. Вальдор скрестил на груди мускулистые руки и уставился на Малкадора сверху вниз. «Это заявление несет все признаки приказа», сказал он. «Но мне интересно, кто его отдает, магистр ассасинов или регент Терры?» Глаза Малкадора мерцали в полумраке. «Решайте сами», сказал он. До просвещения принесенного императором здание, где размещалось отделение стража, было обителью идолопоклонничества и культа предков. В склепах под главным залом некогда погребали тела знати и прочих, признанных достойными этой участи. Каждый уголок здания был забит огромными, бесвкусными статуями и прочей экстравагантной мишурой, а галереи и нефы расходились к часовням, посвященным каждому из тех божеств, в которых колонисты первого основания принесли с собой с древней земли. Сейчас склепы стали тюремными камерами и хранилищами данных, арсеналами и комнатами для переодевания. В часовнях сменились обитатели, в качестве икон выступали безопасность и бдительность, а все скульптуры и идолы были уничтожены и забыты, за исключением немногих, что сохранили в музеях в качестве признаков отсталости прошедших времен. Впрочем, все это случилось задолго до того, как Йозеф Сабрат появился на свет. На исте Веракрус едва бы наскреблась горстка живых граждан, которые помнили бы хоть что-нибудь из прошлого, в том числе и религию. Перерождение собора в обитель правосудия пошло зданию на пользу. Оно служило страже столь же впечатляющим домом, что и давно ушедшим священнослужителем. Сабрат пересек главный холл по его длине, миновал открытый квадрат двора ожидания, где горожане стояли в очередях и спорили с егерями, которым не повезло быть отряженными на работу за стойками и прошел через пункт проверки, в котором бесстрастный вооруженный сервитор бдительно мазнул по лицу Йозефа веером зеленых лазерных лучей, прежде чем его пропустить. Он небрежно кивнул группе других префектов из западного коллектора, которые столпились вокруг доски девятирицы костей с конусами фишек и махали ему руками, призывая присоединиться к игре. Вместо этого он поднялся по спиральной лестнице на второй уровень. Верхние этажи были почти что зданием внутри здания. Многоярусным бункером, который соорудили в похожем на ангар главном холле и встроили в основную конструкцию. Помещение пребывало в своем обычном состоянии запущенного полуконтролируемого хаоса. Для тех, кто знал, как он устроен, кипы шероховатой бумаги, сделанные из виноградной древесины и неровные штабеля контрастных пиктов снимков, представляли некое подобие неряшливого порядка. Из стойки, в центре комнаты, усеянной медными гнездами линии коммуникации вырастали побеги толстых кабелей в резиновых кожухах, змеившихся к наушникам и гололитам. Один из них кончался аудиогарнитурой на голове напарника Йозефа, развалившегося в кресле и слушавшего с закрытыми глазами. Его пальцы рассеянно теребили золотую аквилу, висевшую на цепочке, которая обвивала его запястье. «Дейк!» Йозеф остановился перед мужчиной и позвал его по имени. Когда тот не откликнулся, префект громко щелкнул пальцами. «Просыпайся!» Префект Дейк Сиган открыл глаза и спустил вздох. «Это не сон, Йозеф, это глубокая задумчивость. С тобой такое вообще когда-нибудь бывало?» Он снял наушники и посмотрел на Сабрата снизу вверх. Йозеф услышал в их чашках тонкое чириканье синтезатора речи, зачитывающего текст рапорта о происшествии, пощелкивающим монотонным голосом. Дейк представлял разительный контраст со своим напарником, в то время как Сабрат был чуть выше среднего роста, узкоплечен, с льняными волосами и всегда чисто выбрит. Сиган обладал коренастым телом, в котором были отнюдь не только мышцы, а его бьющиеся, нечесанные волосы обрамляли неизменно унылое лицо. Он издал еще один тяжелый вздох, как будто на его плечи давило все бремя этого мира. «Не вижу смысла слушать это во второй раз», продолжил он, рывком руки выдергивая разъем гарнитуры из гнезда в стойке. Рапорты скельты так и в машинном исполнении. Йозеф помрачнел. «В том, что я там увидел, не было и капли занудливости». Он посмотрел вниз и увидел разбросанные пикты с места преступления в складском сарае, чью чудовищность не скрадывали даже засвеченные черно-белые снимки. На каждом изображении были зеркальные лужи жидкости, и их вид резко включил сенсорную память перефекта. Он постарался встряхнуть с себя эти ощущения. Дейк это заметил. «Ты в порядке?» спросил он о задачи нахмуря лоб. «Дать тебе передышку?» «Нет», твердо ответил Йозеф. «Ты сказал, что у тебя есть что-то новенькое». Дейк закивал головой. «Не такое уж и новенькое. Скорее подтверждение того, что мы уже подозревали. Ему пришлось немного покопаться в бумагах и информационных планшетах, прежде чем он нашел пачку фиолетовых распечаток». Анализ разрезов выявил особенности, соответствующие модели промышленных лезвий. Медицинских, Йозеф вспомнил возникшие у него впечатления о почти хирургической точности расчленения. Однако Дейк отрицательно покачал головой. «Виноградовских, на самом деле». Второй префект распахнул коробку у своих ног и выудил пластиковый футляр, в котором обнаружился зловещий изогнутый нож с рифленой рукоятью. «Я захватил одно из хранилища улик, чтобы у нас был экземпляр для ознакомления». Йозеф немедленно узнал его, и его рука дернулась. Он подавил порыв потянуться за вещью. Нож сборщика урожая, один из самых узнаваемых инструментов на планете, производимый миллионами для огромной армии сельскохозяйственных рабочих «Ист» и «Веракрус». Точно такие же лезвия использовались на каждом винограднике, и они были столь же обыденными, как и лозы, для срезания которых они предназначались. При такой распространенности они, конечно же, были на исте самым популярным орудием убийства. Но Йозеф никогда не видел, чтобы подобный нож применялся для столь изощренного умерщвления, как то, что произошло в воздушных доках. Использование этого грубого инструмента для таких тонких надрезов потребовало бы как огромного мастерства, так и немало времени. «С чем же во имя Терры мы имеем дело?» пробормотал он. «Это ритуал», заявил Дейкс, непонятно откуда взявшийся уверенностью. «Это не может быть ничем другим». Он отложил нож и указал на разбросанные падки. Наряду с валом бумаг, порожденным убийством воздушных доков, из пары окрестных гарнизонов, базирующихся на близлежащих, оворажистых территориях, автоматическим замаскированными планетарно-информационной сетью после отправки в нее рапорта о происшествии. Преступлению предшествовали другие смерти, и хотя их природа не была совершенно идентичной случаю Джаареда Норте, в каждой присутствовали элементы схожей методологии. Дейк высказал предположение, что убийца созревал, с каждым нападением становясь все более уверенным в том, что желал выразить своими действиями. Это был не первый всплеск серийных убийств на исте Веракрус, но он казался отличным от всех предыдущих, хотя Йозеф пока не мог точно сформулировать чем именно. Чего я не понимаю, начал голос за их спиной. Так это, как во имя звезд этот извращенец заволок бедного придурка на потолок. Йозеф и Дейк развернулись к тому месту, где стоял, держа в кухлой руке Вейер Пиктов, префект-надзиратель Бёрдс Леймнер. Это был крупный смуглый мужчина, который постоянно улыбался. Даже сейчас, когда он смотрел на гротесную картину смерти Норте, на его лице играла слабая ухмылка. Но дружелюбное выражение всегда было маской, скрывающей льстивую и пекущуюся только о собственных интересах личность. Что думаешь, сабрат? Йозеф сформулировал уклончивый ответ. Мы в процессе расследования, надзиратель. Леймнер издал смешок, вызвавший у Йозефа бешеное раздражение и отложил снимки. Что ж, я надеюсь, у тебя найдется другой ответ получше, чем тот, что ты выудил из рукава. Он указал на вход в помещение. Главный префект стоит прямо за этой дверью. Она хочет к этому подключиться. Йозеф почувствовал, как у него внутри все упало, и Дейк даже испустил слабый стон. Если начальница участка собиралась запустить руки в это дело, то дознаватели могли быть уверены, что работать им станет в два раза сложнее. Слова Леймнера как будто были магическим заклинанием вызова. Дверь открылась, и в помещение вошла главный префект Ката Телемах в сопровождении ассистента. При ее появлении по комнате как будто пронеслась ударная волна, и все префекты и егери скинулись, создавая видимость усердия и напряженной работы. Не подавая виду, что она это заметила, Телемах направилась прямо к Йозефу и Дейгу. На женщине были надеты отутюженная униформа, а на ее шее висел золотой символ полномочий, обвитый одинарной серебряной лентой. «Я как раз рассказывал префектам Сабрату и Сигану о вашей заинтересованности, мэм», сказал Леймнер. Начальница казалась рассеянной. «Прогресс?» спросила она. У женщины было суровое лицо и жесткие глаза. «Мы строим прочную базу», высказался Дейг, столь же преуспевший в искусстве ничего не значащих ответов, как и его напарник. Он сглотнул. Однако имеются некоторые вопросы касаемо обстоятельств пересечения полномочий, которые впоследствии могут вызвать трение. Он собирался еще что-то сказать, но Телемах бросила на Леймнера взгляд, как будто говорящие. «Разве ты уже с этим не разобрался?» «Проблем не будет, главный префект. Я только что вернулся со встречи с лордом-маршалом Адептус Арбитрес». «О!» Йозеф старался, чтобы в его голосе не прозвучало ни единой нотки сарказма. Телемах продолжила. «В настоящий момент у Арбитрес и так полно вина в стакане. Они вовлечены в ряд операций по всей планете. Нет нужды добавлять это дело к объему их работы». «Операции». Вот каким словом теперь надлежал описывать деятельность арбитров наисте Веракрус. Бесцветный, расплывчатый термин, скрывающий подлинную сущность того, чем они на самом деле занимались. Незаметно прочесывали как города, где жили низшие классы, так и высокие эшелоны на предмет мельчайших доказательств любого антиимперского подстрекательства и одобрения Хоруса. «И безжалостно искореняли все, что могло развиться в настоящую измену». «Это всего лишь трупы», беспардонно заявил Леймнер. «Именно», сказал главный префект. «И совершенно ясно, что стража лучше подходит для подобной полицейской работы. Арбитры не местные, в отличие от нас. Мы знаем этот мир лучше, чем они когда-либо смогут его изучить». «Именно так», высказался Йозеф. Телемах одарила их скупой улыбкой. «Я хочу разобраться с этим быстро и решительно. Думаю, лорду-маршалу и его повелителям Нотерри необходимо напомнить, что мы, истонцы, сами можем позаботиться о собственных проблемах». На этом месте Йозеф кивнул, отчасти потому, что знал, что от него этого ожидают, а отчасти потому, что Телемах только что подтвердила истинную причину того, зачем она хотела закрыть дело по-быстрому. Не было секретом, что главный префект метила на должность Ландграфа, планетарного главы стражи. Она смогла бы получить это место, если бы тот, кто занимал его сейчас, по слухам, бывший также ее любовником, взошел бы на последнюю оставшуюся ему ступеньку и стал бы губернатором планеты. Единственным настоящим конкурентом Телемах на этот пост был лорд-маршал арбитров. Когда приблизится время нового назначения, демонстрация жесткой позиции по отношению к преступлениям подобным этому будет дорого стоить. «Мы проводим расследование всех представлявших интерес направлений», сказал Леймнер. Главный префект побарабанила пальцем по губам. «Я хочу, чтобы вы уделили особое внимание любым связям с теми религиозными фанатиками, что шныряют в водопадах и за городом в Брекхуте». «Теок», услужливо подсказал Леймнер и фыркнул, «компания чудил». «Не сочтите за неуважение», произнес Дейк, «но они...» «Но их едва ли можно назвать фанатиками, они просто...» Телемах не дало ему закончить. «Грязь распространяется везде префект, где может укорениться. Император не просто так привел к нам великий крестовый поход. «Пока я на посту, я не позволю суеверием найти, чем поживиться ни в этом городе, ни где-нибудь еще. Это вам ясно?» Она посмотрела на Йозефа. «Теок — подпольный культ, запрещенный законами империума. Найдите связь между ним и этим преступлением, джентльмены». «Неважно, существует она или нет», добавил Йозеф про себя. «Итак, вы уяснили мои интересы?» Завершилась она. Он еще раз кивнул. «Конечно же, мэм, сделаем все, что только сможем». Телемах фыркнула. «Сделайте больше, чем это, Сабрат». Она проследовала дальше, и Леймнер пристроился рядом с ней, перед уходом, выдав Сабрату слабую ухмылку. «Это всего лишь трупы», глядя им вслед, передразнил Йозеф, приглушенно имитируя голос надзирателя. «Он имеет в виду, что пока умерли только простые люди. Ни одного из тех, в ком он хоть как-то заинтересован, он силой выдохнул». Выражение Дейга было еще более пессимистичным, чем обычно. «Откуда текут эти помои-отеоги?» – пробормотал он. «Как его члены вообще могут быть связаны с серийными убийствами?» «Все, что Телемах знает об этих людях, подчерпнуто из слухов. Это вздор, не основанный ни на чем, кроме толков и нетерпимости». Йозеф приподнял бровь. «А ты знаешь лучше, не так ли?» Дейг пожал плечами. «Очевидно, что нет», сказал второй мужчина после короткой паузы. 4. Уложив Ивака в кровать, Йозеф вернулся в гостиную и уселся у радиатора отопления. Он улыбнулся, увидев, что жена налила ему бокал хороших мутных слезок. И он прихлебывал из него, пока она запускала стиральную машину в задней комнате. Йозеф загипнотизированно уставился в сладкий водоворот напитка и позволил ему блуждать. Глядя на жидкость, он видел странные океаны, огромные и непознанные. Их вид каким-то образом его успокаивал, их волнение умиротворяло его мысли. Когда Ренея кашлянуло, он сдрогнул и посмотрел вверх, пролив каплю вниз по стенке бокала. Его жена вошла в комнату, а он был настолько охвачен задумчивостью, что даже ее не заметил. Она встревоженно посмотрела на него. Ты в порядке? Да. Ренею это не убедило. Когда любишь кого-то 15 лет, начинаешь так понимать человека, как будто видишь его насквозь. И по этой причине она не стала на него давить. Его жена знала, кем он работает, и она понимала, что каждый раз, когда он приходит домой, то делает все, что в его силах, чтобы не выносить ничего профессионального за пределы участка. Вместо этого она спросила его всего один раз. Ты хочешь выговориться? Он сделал глоток алкоголя, избегая смотреть на нее. Пока нет. Она сменила тему, но Йозефу не стало от этого легче. В схоле Ивока сегодня произошло ЧП. Мальчика забрали с уроков. Почему? Ивок сказал, что из-за игры, которой забавлялись старшие ребята, воители и император, так они ее назвали. Пока она говорила, Йозеф допил бокал. Каким-то образом он уже понял, что Рения собирается сказать. Этот мальчик болтал о воителе. Преподаватели Ивока услышали и доложили об этом. Арбитром? Она кивнула. Теперь люди судачат, или наоборот, вообще ничего не обсуждают. Йозеф сжал губы. Никто ничего не знает наверняка, сказал он в конце концов. Все боятся того, что за горизонтом, но подобные вещи — это глупость. До меня доходили слухи, начала она, рассказы людей, которые знают кого-то с других миров, но не из нашей системы. Он слышал аналогичные вещи, внезапно обрывающиеся шушуканье в углах участка, когда люди были не в состоянии приглушить звук своего голоса, слухи и противоречащие им толки, описание ужасных вещей, черных дел, иногда тех же самых дел, которые приписывали тем, кто служил воителю и императору человечества. «Люди, которые всегда говорили откровенно, теперь играют со мной в молчанку», добавила она. «Потому что я твой муж?» После ее кивка он помрачнел. «Я не арбитр». «Я думаю, что люди лорда маршала только ухудшают ситуацию», сказала она. «Раньше не было запретных тем. Можно было открыто обсуждать все, не боясь предвзятых мнений, но сейчас, после мятежа, ее слова потеряли запал, и она затихла. Рения нуждалась в его отклике, в каких-нибудь заверениях, которые облегчили бы ее беспокойство. Но когда Йозеф поискал внутри себя, он не нашел ничего, что мог бы ей дать. Он открыл рот, еще не зная, что он ей скажет. И тут, где-то снаружи, под ударами кирпичей, разлетелось оконное стекло. Он мгновенно вскочил на ноги и очутился у окна, всматриваясь через жалюзи. Его встретили, голоса на повышенных тонах. Внизу, там, где мимо крыльца перед парадным входом его дома велась дорога, он увидел группу из четырех парней, которые окружили Пятого. Они размахивали бутылками, как дубинками. На его глазах Пятый отшатнулся назад и, споткнувшись, на битом стекле уселся на землю. Рения уже открывала деревянный шкафчик на стене, в котором располагался терминал информационной сети. Она вопросительно посмотрела на него, и он кивнул. «Вызывай!» Он схватил с крючка в прихожей свою шинель, и она крикнула ему вслед. «Будь осторожнее!» Йозеф уже держал руку на засове, когда услышал шлепание ног по лестнице за своей спиной и обернулся. В полутьме он увидел силуэт Ивока. «Папа!» «Иди в кровать!» — сказал он мальчику. «Я на одну минуту!» Он повесил символ полномочий на шею и вышел наружу. Пять К тому времени, как он добрался до дороги, они уже начали отвешивать парню на земле удары. Он услышал выкрик, а потом еще один. До него донеслось имя, выкрикиваемое, как проклятие, «Хорус!» У пятого парня текла кровь, и он пытался защитить себя, обхватив руками голову. Йозеф увидел особенно жестокий и стремительный боковой удар справа, от которого юноша опрокинулся на землю. Префект дернул запястье, и в его ладонь упала дубинка, которую он носил во вшитом в рукаве кармане. Цилиндр, сделанный из металла, с эффектом памяти формы, с фыркающим шипением, раздвинулся на четыре своих длины. В Йозефе вспыхнула злость, и он выкрикнул стража, одновременно направляя низкий размашистый удар коленям ближайшего нападавшего. Выпад достиг цели, и парень плюхнулся на землю. Остальные отреагировали. Отступив назад, один из них держал в руках половинку кирпича, взвешивая ее так, как будто подумывал ее метнуть. Йозеф вгляделся в их лица. Их носы и рты были обмотаны шарфами, но он с первого взгляда опознал в них железнодорожных артельщиков, молодых людей с погрузочных терминалов, днем водивших по соединяющему воздушные доки и винограднике монорельсу грузовые поезда, а по ночам хулиганивших и совершавших мелкие преступления. Они находились за пределами своего обычного ареала обитания в этом жилом округе, по всей видимости, привлеченные сюда своей жертвой. «Бежите его!» выкрикнул один из них, тыча пальцем в раненого парня. «Он предатель!» «Вот он кто!» «Предательский сукин сын!» «Нет!» выдавил парень. «Я не...» «Стража не лучше!» рявкнул тот, что держал кирпич. «Все они в этом замешаны!» Он с ревом запустил свой снаряд и Йозеф отбил его в сторону, получив при этом скользящий удар в висок, который заставил его пошатнуться. Артельщики восприняли это как сигнал и бросились на утек, рассеиваясь в разные стороны вдоль изгиба улицы. На какую-то долю секунды Йозефа охватила ярость такого бешеного накала, что он испытывал только одно желание погнаться за бандитами и кровожадно вкатать их в мостовую. Но он подавил этот порыв и нагнулся, чтобы помочь раненому парню встать на ноги. Руки молодого человека были мокрыми от порезов обитое стекло. «Ты в порядке?» спросил префект. Парень сделал нетвердый шаг назад. «Не, не бейте меня!» «Я не собираюсь», сказал ему префект. «Я блюститель закона». Голова Йозефа еще звенела от пришедшегося вскользь удары кирпича. Но в момент странного обострения восприятия он увидел, что карман парня набит рулончиками напечатанных красным шрифтом листовок. Он схватил его за руку и выхватил из пачки одну из них. Это был буклет Тиога. Страница убористого текста, полного, напышенных оборотов и непонятных ему терминов. «Где ты это взял?» требовательно спросил он. Йозеф отчетливо видел бледное лицо парня в свете уличных фонарей. Страх, написанный на нем крупными буквами, был сильнее, чем выказанный им перед бандитами с бутылками и кирпичами. «Отвяжитесь от меня!» крикнул он, отталкивая префекта обеими руками. Йозеф потерял равновесие. Больная голова только поспособствовала этому и, оступившись, упал. Отвлекшись от распространявшейся боли, он увидел, как парень убегает прочь, растворяясь ночи. Он чертыхнулся и попытался встать на ноги. Рука префекта коснулась чего-то, лежавшего на мостовой, острой, искривленной кромке. Сначала он решил, что это один из кусков рассыпанного битого стекла, но свет отражался от него по-другому. Всматриваясь в предмет, Йозеф понял, чем он был на самом деле. Выкинули во время драки, выпал из кармана. Интересно, чего? Это был виноградарский нож, истершийся от использования и от возраста. Глава третья Что должно делать? Гарпун. Вмешательство. Один. Обнаженный по пояс Вальдор вошел в зал для поединков, держа свое оружие гвардейца высоко над изгибом плеча. Металл богато украшенной алибарды холодил обнаженную кожу. Но в помещении его ожидали не шесть боевых роботов, заранее запрограммированных им для ежедневной тренировки, а всего лишь одинокий человек в служебных одеждах. Он был высоким и массивным, настолько большим, что смотрел на предводителя кустодианской гвардии сверху вниз, даже не будучи облаченным в боевые доспехи. Человек отвернулся от стойки с оружием, похожим на то, что нес Вальдор, почти что ненароком. Он занимался тем, что отслеживал пальцем лезвие, навешанное на конце металлического древка под механизмом тяжелого болтера, рассматривая его достоинства с таким же видом, как дотошный торговец мог бы оценивать рулон шелка, прежде чем сделать покупку. Какое-то время кустодий колебался, не будучи уверенным, какому протоколу он должен следовать. По закону, зал для поединков принадлежал легио кустодис, и таким образом он мог считаться их территорией. Без предварительной договоренности появляться на ней кому-нибудь из некустодиев было неразумно, но природа посетителя, Вальдор не был склонен рассматривать его как нарушителя, делала этот момент спорным. В конце концов, он выбрал остановиться на границе четырехугольной площадки для проведения боев и отвесить неглубокий поклон, балансирующий на грани непочтительности. Милорд! Интересное оружие, раздался ответ. Голос был звучным и размеренным. Кажется, чрезмерно разукрашенным, даже устаревшим. Простейший в суждениях мог бы даже счесть его неэффективным. Любое оружие может быть эффективным в правильных руках. Человек, наконец, перенес на Вальдора все свое внимание. В холодном резком свете, проникающем через окна, лицо Рогала Дорна, примарха имперских кулаков, казалось вырубленным из гранита. В этот миг Вальдор испытал искушение предложить Дорну возможность испытать в деле огнестрельную алебарду кустодиев. Но благоразумие посоветовало ему придержать язык. Нельзя так просто взять и вызвать на тренировочный поединок повелителя целого легиона Астардес. Пусть даже и подвернулась случайность. Если, конечно, не готов принять этот вызов во всей его полноте. «Зачем я здесь нахожусь?» произнес Дорн, задавая вопрос вместо Вальдора. «Почему я нахожусь здесь, а не выполняя свои обязанности на стенах дворца?» «Вы желаете поговорить со мной?» Дорн продолжил, как будто он не слышал ответа. Примарх бросил взгляд вверх на богато украшенный потолок с фризом, изображавшим гонки кустодиев на реактивных байках в небе над городом просителей. «Я испоганил это место Вальдор. Ради безопасности я превратил его в крепость. Заменил искусство голосом пушек, сады, простреливаемыми зонами, красоту, смертоносностью. Ты понимаешь, зачем?» Что-то в интонации Дорна заставило руку кустодия сильнее стеснуть оружие. «Из-за войны, чтобы защитить вашего отца!» «Я отнюдь не горжусь собственным уродством», ответил Дорн. «Но оно необходимо, ибо когда Хорус придет сюда, а так и случится, его должно будет встретить наша сила!» Он приблизился на один шаг. «Наша честная сила, Вальдор, ничего меньшего не хватит!» Вальдор хранил молчание. Дорн смотрел на него пристально и требовательно. В мгновение тишины оба оценивали друг друга, как каждый из них взвешивал бы расклад на поле битвы, прежде чем отдаться сражению. Имперский кулак нарушил затягивающееся молчание. «Это место и я, теперь мы очень хорошо знаем друг друга, и я не пребываю в неведении относительно того, что происходит в его залах, как видимое, так и невидимое. Его тяжелый лоб пошел морщинами, как будто он сделал внутренний выбор. «Мы будем говорить прямо!» «Ты и я!» «Как пожелаете!» произнес Кустодий. Дорн пристально посмотрел на него. «Я знаю, что кланы ассасинов и их шпионы-убийцы готовят широкомасштабную операцию. Я знаю это!» настойчиво сказал он. «Я знаю, что ты вовлечен!» «Я не являюсь части официо ассасинорум», сообщил ему Вальдор. «Не имею представления об их разборках. Это было в лучшем случае полуправдой». И Дорн это понимал. «Я всегда считал тебя человеком чести, генерал-капитан», сказал примар. «Но заплатив свою цену, я усвоил, что мнение о характере человека иногда приходится пересматривать. Если бы все было так, как вы говорите, то это было бы в высшей степени секретным делом», глаза Дорна вспыхнули. «В том случае, что если меня не проинформировали, то я не должен об этом знать?» Он снова пошел вперед. Вальдор продолжал стоять на месте. Стоическое, неизменное выражение лица имперского кулака смущало даже сильнее, чем любой раздраженный рык. «Я ставлю под вопрос пользу чего-либо настолько тайного. Я, адептус Астартес, воин по крови и по происхождению. Я не поддерживаю трусливую тактику». Вальдор позволил кончику своего оружия гвардейца опуститься на пол. Что одни считают трусливым, другие могут назвать целесообразным. Выражение лица Дорна на секунду изменилось, когда он скривил губы. «Я пересекался с агентами официо-ассассинором на полях сражений. Эти встречи никогда не кончались ничем хорошим. Их взгляды на вещи всегда слишком узкие. Они инструменты, заточенные под придворные интриги имперские игры. Не под войну». Он скрестил руки на груди. «Говори, Кустодий, что ты об этом знаешь». Вальдор напрягся. «Я не могу сказать». Какое-то время по помещению эхом отдавалась напряженность, написанная на лице примарха, и костяшкой пальцев Вальдора на древке оружия побелели. Затем Дорн отвернулся. «Это прискорбно». Кустодий ощетинился от унизительной интонации воина-повелителя. «Мы все хотим одного», напористо сказал он. «Уберечь императора». «Нет». Дорн обвел взглядом окна и вздохнул. «Твоя первейшая обязанность любой ценой охранять жизнь императора. Моя, равно как и моих братьев, защищать империум». «Это одно и то же», сказал Вальдор. В его словах проскользнула неуверенность, которую он сам от себя не ожидал. «Это не так», уже уходя, сказал Дорн. «Узкий взгляд кустодий». Примарх задержался на пороге и, не оборачиваясь, произнес напоследок. «Вальдор, этот разговор не окончен». 2. Керсуну Латигу нравилось притворяться, что Айронеф был его собственностью. Когда он покидал на ночь столицу Исты и совершал унылый обратный полет домой в водопады, то любил расположиться у окна маленькой гондолы, подвешенной под сигарообразным болютом, и наблюдать, как мелькают мимо жилые высотки, представляя при этом, как работяги из сферы обслуживания и свиноградников смотрят, как он курсирует туда-сюда. И на их лицах разгорается зависть к тому, кто настолько важен. Гондола не превосходила размером вагона монорельса, но она была роскошно обставлена кушетками, а в ее стены были встроены автоматы для раздачи напитков и прочего сервиса. Летательный аппарат в основном использовался для обслуживания важных клиентов или руководителей высшего звена, когда тем требовалось совершить срочный перелет. Но значительную часть времени он простаивал на стоянке. Да, как бы сильно он того не желал, но аэронеф не был его собственностью. Он принадлежал, как и сам Латик, как частенько говаривала его жена, торговому консорциуму Еврот. И хотя занимаемая им в компании должность давала ему привилегию регулярного использования воздушного судна, на каком-то уровне он понимал, что никогда не вскарабкается так высоко, чтобы на самом деле владеть чем-то настолько престижным. Однако это была не та тема, на которую он любил задумываться, в отличие от его жены, которая занималась этим сплошь до рядом. Его отнюдь не ничтожный заработок старшего клерка по работе с данными, их очаровательный городской особняк в фешенебельной части пригородов, частная схола для детей, она не ценила ничего. Любовь Латика к летательному аппарату компании была ответной реакцией на это. Находясь в аэронефе, он ощущал себя свободным хотя бы на короткое время. А благодаря грамотному применению взяток и любезностей в виде ряда умышленно перепутанных наименований в товарных накладных, он узнал от одного из технологов консорциума, как просто было настроить покладистый, простодушный машинный мозг воздушного судна, чтобы летать в другие пункты назначения, не отражая этого в бортовом журнале. В места, подобные кварталу белого полумесяца, где окружение всегда было сговорчивым и вполне доступным для человека со средствами латика, он улыбнулся при мысли об этом, слушая мягкое шелестящее гудение пропеллера. Аэронеф пересекал каньон Шпиндель, и он начал подумывать о том, чтобы приказать изменить курс. Его жена находилась на каком-то занудном игровом мероприятии в одном из своих дурацких социальных клубов, так что по возвращении его не ждали осуждающие шипения и суженные глаза. Так почему бы, подумал он, не побывать вне дома еще чуть-чуть, отчего бы не прошвырнуться к белому полумесяцу? Он улыбнулся от дерзости этой мысли. Идея нравилась ему все больше и больше. Латик нагнулся вперед, протягивая руку к панели управления и облизывая губы. Именно тогда он в первый раз заметил предмет. Необычный маленький мячик в кресле напротив, похожий на плот коробочку с семенами. Он робко потянулся к нему, ткнул в него пальцем и побледнел. Вещь была теплой на ощупь, а по ощущению сделана из плоти. Желудок Латика подпрыгнул к горлу, и он ощутил во рту едкий привкус полупереваренного мясного блюда, которое он съел на второе. Но, несмотря на это, он не смог сдержать порыв снова протянуть руку. И на этот раз осторожно подобрал предмет с того места, где он лежал. В свете, льющемся из окон салона, он разглядел, что шарик был морщинистым и имел странную текстуру. Он покатал его туда-сюда по своей руке и, в конце концов, поднес его ближе к носу, чтобы разглядеть получше. Когда тот раскрылся, появился спрятанный под мясистой оболочкой глаз, устрашающий человеческий на вид. Он повернулся сам по себе и латик осознал, что глаз смотрит прямо на него, причем с оттенком того, что могло быть узнаванием. Охваченный всплеском отвращения, он отбросил шар от себя и тот исчез под низкой кушеткой. Латик был сбит с толку и ошеломлен, и внезапно все его желания свелись к тому, чтобы очутиться внизу на земле. Внутри гондолы было жарко и душно, и он почувствовал, как под высоким воротником его парчевого жакета скапливается пот. Он все еще пытался осмыслить то, что только что произошло, когда одна из стенок салона пришла в движение. Узоры на бархате, пышный бордово-красный декор с вышитым золотым орнаментом потекли и сдвинулись, как масло, скользящее по поверхности воды. Что-то вытаскивало себя из стенки салона, и с каждым проходившим моментом его форма становилась все более определенной и устойчивой. Латик смотрел, как появляются голова и туловище, увидел руки, кончающиеся длинными пальцами. В тех местах, где призрачная фигура вырастала из стены, наблюдался странный вскипающий эффект, и свет выхватывал нечто похожее на шкуру ящерицы, волнующуюся и пульсирующую. Латик потерял голову. Вместо того, чтобы искать спасение, он вжался в угол между кушеткой и дальней стороной салона, спиной к заднему иллюминатору. Голова, привлеченная движением, развернулась. Его шкура, маскировавшаяся под бархат стен, потускнела до темного, насыщенно-багрового цвета, став выглядеть, как крашеная кожа или, возможно, освежованная плоть. Существо полностью вытянуло себя из стены при помощи длинных и тонких ног, и его голова поднялась, демонстрируя фигурный череп, заостряющийся в рыло и необычную нижнюю челюсть в форме плуга. Длинные шеренги, загнутых назад зубов, расположенные в несколько рядов, были как будто сделаны из серебра. В глазницах над ними не было глаз, лишь зияли темные провалы. Латика обволок исходящий от видения запах крови и серы, и он закашлялся. Его фонтаном вывернуло наизнанку, и он расплакался, как ребенок. «Чего ты от меня хочешь?» взмолился он, неожиданно обретая голос. «Кто ты?» Ответ прозвучал сипло и как будто издалека, со странной модуляцией, словно его вытягивали с большой глубины. «Я?» Это казалось скорее вопросом, чем ответом. Тварь сделала к нему первый шаг. В одной руке она держала изогнутое лезвие. Три. Транспортник ракатал сквозь потоки теплого воздуха, поднимающиеся с поверхности Атлантической равнины, и от мощи реактивных двигателей, в лишенных обшивки стенах грузового трюма, скрипели и прогибались шпангоуты. Под его брюхом проносились размытые пейзажи безликой пустыни, с пылающего грунта, пытаясь ухватить воздушное судно, тянулись вверх вихрей, поднятого ветром ржавого песка. Давным-давно, тысячи лет назад, эта местность находилась глубоко под водами огромного океана, одного из многих, что простирались тогда на поверхности Теры. Сейчас от них осталось лишь считанное число небольших внутренних морей, вряд ли заслуживающих это название. Они мало чем отличались от пересыхающих озер грязи, окруженных перевалочными поселениями. Существенную часть обширных равнинных земель поглотили полчища городских застроек тронного мира. Однако, до сих пор оставались и огромные полосы ничейных и не признающих никаких законов пространств, которые разделяли предгория, обтесанные давным-давно забытыми морями и каньоны, забитые островами древних кораблей. На Тере осталось очень мало мест, которые все еще могли считаться по-настоящему дикими, и это было одно из них. Пилот летательного аппарата была глухой. Она лежала в изоляции носовой капсулы кабины, подключенная к летному креслу, которая преобразовывала ее нервные импульсы в мельчайшие изгибы концевых крылышек транспортника и выходную мощь его двигателей. Ход летательного аппарата, пересекающего бесплодные земли в направлении удаленного конгломерата городов, скучившихся вокруг пиков Эйзорского хребта, был стремительным и равномерным. Пилот следовала накатанным маршрутам, знакомым многим пилотам-смельчакам. Те, кто предпочитал безопасность, летали гораздо выше, пользуясь официально одобренными воздушными коридорами, размеченными представителями Министорума и Адепту Стерра. Но это стоило топлива и времени, и для тех пилотов, которые балансировали на грани криминала и имели крайне ограниченные резервы, более рискованный вариант иногда был предпочтительнее. Опасность исходила от ржавых бурь и ветров, но у нее были и более одушевленные источники. Помимо всего прочего, обширные моря Барханов Атлантики служили домом бандитским шайкам и свирепым кланом собирателей Рухляди. На первый взгляд груз, перевозимый летательным аппаратом, не представлял собой ничего особенного, но приглядевшись, можно было понять, что он был всего лишь довеском, придающим солидности притянутому за уши полетному плану транспортника. Настоящим багажом были два пассажира, настолько непохожие друг на друга, что было трудно поверить в то, что они оба были отряжены одной и той же организацией. Константин Вальдор сидел, скрестив ноги на палубе грузового трюма в зазоре между двумя кубическими контейнерами с очищенной водой. Его массивное тело скрывали бесформенные слои бурнуса, под которым прятался комплект сочлененных доспехов абляционного типа, не имеющих никакого отношения к искусно сделанной и величественной боевой экипировки Кустодиев, которая была его обычным облачением. Броня, надетая на него сейчас, была примитивной и покрытой множеством вмятин и царапин от интенсивного использования. Растягиваемая литым телом Вальдора, она пыталась сохранить свою форму, как будто стараясь удержать его внутри себя. Рядом с ним лежали потрепанная дальнобойная лазерная винтовка, покрытая племенными рунами, технокочевников и рюкзак с комплектом исследователя, содержащий видимости. Вальдор со своей улучшенной физиологией смог бы неделями жить на равнинах, довольствуясь слизываемыми землекаплями росы и скудным мясом насекомых. В винтовке он, конечно же, смог бы найти применение. Все детали маскировки Вальдора должны были подтверждать невнятную легенду, которая не выстояла бы против углубленного анализа, на которой хватило бы, чтобы он смог заниматься своими делами, не вызывая слишком много подозрений. Кустодий проделывал подобные уже много раз. Это ничем от них не отличалось, подумал он. На другом конце грузового трюма, на неудобном, тряпичном сидении, ходившем ходуном каждый раз, когда транспортник попадал в воздушную яму, сидел попутчик Вальдора, склонившийся вперед над своей правой рукой. На нем был такой же бурнус, как и у Кустодия, и более мелкий человек был занят панелью с гололитическим текстом, которую проецировала обнимающая его запястье кибернетическая перчатка. Его внимание полностью и целиком поглощали образы в голограмматической матрице, которыми он манипулировал своей второй рукой. Его звали Фон Ториэль. Свет, исходящий от текста, рассвечивал бледную оливковую кожу и темные овалы глаз. Плотная копна дредов, покрывавших голову Ториэля, как могла, маскировала небольшие бронзовые выходные пазы на его затылке, на котором мерцали гнезда интерфейса, а также импланты памяти и датафилии. В отличие от Когорт Механикум, которые охотно посвящали Союзу Плоти и Машины все свои тела, а аугментация Ториэля была умеренной и едва заметной. Вальдор изучал его через прикрытые веками глаза, тщательно заботясь об осторожности. Сигелит предоставил ему Ториэля таким образом, что стало ясно, он не позволит оспаривать свой выбор. Маленький человек был вкладом в отряд ликвидации со стороны достопочтенного Вануса, одним из самых передовых агентов клана, чья голова была доверху забита данными и желанием приносить пользу. Категорию людей типа Ториэля называли инфоцитами, по сути, это были вычислительные машины на основе человеческого организма, только стоящие на противоположном конце спектра по отношению к безмозглым органическим автоматам-сервиторам. Проницательность инфоцитов в вопросах стратегии и тактики не имела себя равных. Их существование утвердило позицию клана Ванус в качестве фракции Официо Ассасинорум, занимающейся сбором разведданных. Говорили, что не было известно ни единого случая, когда инфоциты ошиблись бы в своем суждении. Впрочем, Вальдор считал, что последняя не сильно выходила за рамки дезинформации. Еще одной сильной стороны Ванус была фабрикация и распространение пропаганды. Кустодий увидел краем глаза движение камеры слежения, которое располагалось высоко наверху, на потолке грузового трюма. Еще до этого он заметил, что по его ощущениям она задержалась на нем дольше, чем ей полагалось. Сейчас же казалось, что внимание устройства полностью сосредоточилось на нем. Не поворачивая головы, Вальдор увидел, что Ториэль слегка сдвинулся, так что голоэкран был теперь закрыт его телом. Губы Кустодия скривились. Он стремительно вскочил на ноги и пересек небольшое расстояние между ними. Ториэль панически заметался, но Вальдор уже был рядом, хватая его за руку. Голоэкран показывал вид с точки зрения камеры, которая двигалась вслед за Кустодием. Его изображение окружал ореол потоков данных, передающих биологические характеристики и моторику тела. Ториэль каким-то образом вторгся в систему внутренней безопасности летательного аппарата и направил ее на удовлетворение собственного любопытства. «Не шпионь за мной», сказал Вальдор инфоциту. «Я дорожу своим уединением». «Вы не можете меня винить», выпалил Ториэль. «Мне было интересно, кто вы такой». Вальдор быстро обдумал это, все еще удерживая его в своем неподвижном захвате. Они молча погрузились на борт транспортника, и до этого момента ни один из них не произнес ни слова. Его не удивило, что второй человек позволил своей любознательности возобладать над осторожностью. Ториэль и ему подобные состоялись необработанной информацией в таких же взаимоотношениях, как человек с зависимостью, со своим избранным пороком. Идея новых данных приводила их в восторг, и они делали все возможное, чтобы заполучить их и усвоить. Он не мог вообразить, как это сочеталось с маниакальной потребностью ассасинорумом в практически полной секретности. Возможно, это до какой-то степени объяснялось специфическим характером клана Ванус и его агентов. «Ну и кто я?» требовательно спросил он. «Если я поймал тебя на том, что ты глазел на меня через эту камеру, тогда ты, конечно же, занимался как минимум тем же самым с тех пор, как мы покинули город Императора». «Пожалуйста, отпустите мою руку», сказал Терриэль. «Вы делаете мне больно». «Еще нет», сказал Вальдор, но тем не менее разомкнул захват. Через секунду инфоцит кивнул. «Вы Константин Вальдор, генерал-капитан Кустодианской гвардии. Предел погрешности менее 14%. Я вывел это благодаря анализу физиологических параметров и существующих записей, а также выборочных данных из прочих информационных потоков». Терриэль продемонстрировал ему вводные из самых разнообразных источников, такие как маршрутизация трафика, перечни продовольствия, закупаемого интендантским управлением дворца, траектории перемещения автоматов-уборщиков, файлы ремонтной документации из кузнец, чинивших роботов, которых Вальдор ломал во время утренних тренировок. Воину это казалось темным лесом, но инфоцит управлялся со всем этим с легкостью. «Это впечатляет», высказался Вальдор, «но я бы не сказал, что это работа ассасина». Лицо Ториэля затвердело. «Клан Ванус устранил многих врагов Империума. Мы делаем свою часть общего дела, так же, как и вы, генерал-капитан». Вальдор склонился к человеку, нависнув над ним. «И сколько врагов Империума убил ты, фон Ториэль?» Инфоцит помедлил, щуря глаза. «Таким образом, чтобы вы сочли это ликвидацией, ни одного, но я поспособствовал устранению ряда объектов. Например, сначала Вальдор подумал, что Ториэль откажется отвечать, но тут инфоцит начал говорить быстро и резко, как будто выдавал скачанные данные. «Я предоставлю вам пример. Лорд-эсбранник Корлис Браганзе из колонии Тритон-Б. Имя мне знакомо. Правонарушитель и уголовник. По сути, да. Благодаря отклонениям в поведении программного обеспечения, которые обнаружились в ходе рутинного информационного чёса, я выяснил, что он занимался присвоением имперских средств, и это было частью плана по финансированию акций против нескольких высокопоставленных членов Министорума. Он пытался создать опорную базу, чтобы влиять с ее помощью на колониальную политику Империума. «Я внедрил материалы подстрекательного характера в личные хранилища данных Браганзе, тайно задействовав ничего не подозревавших людей. Итоговое обнаружение этих фальсификаций привело его к смерти от рук его же сообщников и, в свою очередь, к разоблачению личностей последних». Вальдор припомнил случившееся с Браганзой. Тот оказался втянут в дело о жестоком убийстве юной аристократки, и после того, как на свет выплыли железные доказательства, подтвердившие его вину, несмотря на все его заявления об обратном, электорат Тритона, в свое время проголосовавший из-за избрания Браганзой в ярости обратился против него. Во время его транспортировки на кадрожный астероид произошел несчастный случай, во время которого Браганзе, по всей видимости, и погиб. «Ты слил подробности о его тюремной перевозке». Торель кивнул. «Самое чистое убийство — это то, которое совершает вместо тебя другой, не знающий о том, что ты его на это побудил». Кустодий удостоил его кивком. «Не могу придраться к твоей логике». Он отступил назад и дал инфоциту пространство, чтобы тот расслабился. «Если у тебя под рукой так много данных, ты, вероятно, сможешь рассказать мне что-нибудь о человеке, которого нас послали найти». «Эристет Келл», незамедлительно ответил Торель. «Клан Виндикар, в настоящий момент на длительном задании, нацеленном на окончательное искоренение загородных криминальных группировок в Атлантической органической зоне, если брать тех, кто работает в полевых условиях, числится среди спецагентов 52 подтвержденных убийства, в том числе Теран Дааса, королева Марта Кхейвен, генерал Эльдар Силаенс Нил Кахин, брат капитан. Вальдор выставил свою руку. «Мне не нужно знать его досье, мне нужно знать его». Ванус долго обдумывал его слова, но прежде чем Торель успел ответить, глаз Вальдора уловил вспышку огня в одном из обзорных иллюминаторов, и Кустодия развернулся в ту сторону. Каждая из его чувств, предупреждавших об опасности, задвинула все остальное на задний план. Он увидел за бортом копье белого пара с наконечником в виде злобного красного реактивного снаряда. Тот описывал спираль, наводясь на воздушное судно. Сирены тревожной сигнализации запоздало закричали предупреждение. Кустодий едва успел заметить свет и пламя, как транспортник внезапно сотрясся от титанического удара и резко завалился на правый борт. В грозовой трюм повалил дым, и Вальдор услышал виск рвущегося металла. Оба непристегнутых человека покатились по палубе, когда воздушный корабль штопором ушел в объятия ржавого марева. 4. Посещение Валетудинариума всегда вызывало у Йозефа чувство слабой тошноты, как будто одной близости к месту, где лечат, каким-то образом было достаточно, чтобы ему внезапно стало дурно без всяких на то причин. Он знал, что другие люди, те, кто не работал в правоохранительных органах, реагировали сходным образом, оказавшись рядом с блюстителями правопорядка. Они неожиданно ощущали себя виновными, даже если не совершали никаких преступлений. Тем не менее, чувство было настолько сильным, что если Йозеф чувствовал боль или речь, с которой было бы лучше показаться медику, отвращение, спрятанное в самой глубине его души, овладевало им до такой степени, что он хоронил эту идею и ждал, пока все не пройдет само собой. К несчастью, существенную часть перечня его обязанностей составляли пункты, из-за которых ему приходилось регулярно посещать самую большую клинику столицы. И всегда это были визиты в самое непривлекательное из ее помещений – Мортуариум. Здесь царила зимняя стужа. Блеклые деревянные полы и панельные стены блестели от слоев густых влагоустойчивых лаков, а потолочные люм-планки заливали каждый уголок зала резким белым светом. По всему помещению стояли заполненные жидкостью цилиндры-суспензоры с покойниками, которые можно было поднимать из отсеков под полом или опускать из ячеек хранения в потолке. На покрытых инеем информационных планшетах виднелись ряды меток, чья цветовая кодировка указывала, кто из них был новичком, которого следовало отставить в сторону для тщательной аутопсии, а кто был готов покинуть это место, чтобы их семьи могли провести завершающие ритуалы принесения даров. Они пересекли залу, лавируя между медицинскими сервиторами и клиницистами низших рангов. Дейк стянул свой головной убор, и Йозеф последовал его примеру, засунув под эпалет свою коричневую шапку из вязаной шерсти. Они прошли проконсультироваться с Тайсли, тощей, как жертв женщины с соломенными волосами, которая работала старшим посредником между Морториумом и Стражей. Когда они приблизились, она бросила на них взгляд и угрюмо кивнула. Тайсли, состоявшийся врач и выдающийся исследователь-патолог, была, несмотря на все это, одним из самых безрадостных людей, которых Йозеф Сабрат когда-либо встречал. Как он не напрягался, он не мог припомнить ни одного случая, когда она выказывала бы эмоции, отличные от негатива. «Преэффекты!» произнесла она в качестве приветствия и, следуя правилам этикета, немедленно продолжила. «Я удивлена, что вам удалось сегодня доехать. Трафик этим утром был очень напряженным». «Это погода», сообщил Дейк, не уступая ей в пессимизме. Холодно, как в космосе. Тайсли угрюмо кивнула. «О да!» Она похлопала по цилиндру суспензору. «Скоро заполним еще больше этих штуковин теми, кто не смог купить горючего на зиму». «Губернатору следует снизить десятину», подхватил Дейк таким же, как и у нее, тоном. «Она несправедлива по отношению к старикам». Клиницист собиралась развить тему, но Йозеф успел вмешаться, прежде чем эта парочка не сорвалась во взаимоподдерживающий шторм зацикленных жалоб по поводу погоды, правительства, сбора урожая или любой другой всплывшей по ходу дела темы. «У вас есть для нас еще одно тело?» Тайсли снова кивнула и с легкостью переключилась на новое направление беседы. «Керсул Латик, мужской пол, пятьдесят лет по таранскому исчислению, выпотрошен, как скальная чайка». «Он умер из-за этого?» спросил Йозеф, рассматривая лицо за стеклом от разрезов. «В конечном счете», хмыкнула Тайсли. «Это проделали медленно, одним единственным лезвием, как и с остальными. И он был разложен, как норты, в форме звезды, на очень дорогой кушетке, в гондоле Аэронефа, хотя на этот раз не приколочен. Она описывала устрашающее убийство совершенно таким же тоном, каким жаловалась на трафик. Довольно тревожаще все это». Йозеф пожевал губу. Он проглядел выдержки из протокола осмотра места происшествия по дороге в Алидунариум. Предыдущим вечером жена жертвы, которая сейчас пребывала несколькими этажами выше, погруженная в наркотический сон после перенесенного истерического припадка вернулась домой и обнаружила запаркованный на лужайке летательный аппарат. Пилотировавший его машинный мозг прилежно ждал приказов возвращаться в ангар, который он так и не получил. Внутри Аэронефа каждый квадратный метр стен пола и потолка салона «Восьмиконечная звезда», нарисованная тем, что вытекла из покойника. Дейк смотрел в информационный планшет, теребя цепочку на своем запястье. У Латика было высокое положение для штатского, важное, но не чересчур. Он работал на Евроте, что до определенной степени усложняет положение дел, сказала Тайсли. В ее исполнении это прозвучало как пустячное затруднение, но на самом деле сам факт личности работодателя Керсуна Латика мог с легкостью сделать ход расследования серийного убийства, предсказуемым. До этого он надеялся, что схематичный протокол, составленный егерем, могла вкрасть-то ошибка, хотя какая-то его часть уже понимала, что это было не так. Просто-таки «не бывало повезло», сказал он себе. То, что главный префект добавила градусов в бутылку, было уже само по себе достаточно плохо, но теперь, когда последняя жертва оказалась высокопоставленным сотрудником консорциума Еврот, перед следователями открывался целый пласт новых проблем. Латик и ему подобные входили в штат служащих межзвездного аристократа, базирующийся на поверхности планеты. Последний, скорее всего, был самым богатым человеком в радиусе нескольких световых лет. Его честь, пустотный барон Мерексун Еврот повелевал в флотилии вольных торговцев, чьи корабли курсировали космическими маршрутами, охватывающими окружающие Исту-Верокруз-системы. Его консорциум, обладающий значительным капиталом и имеющий коммерческие интересы на многих планетах, по сути, контролировал всю местную торговлю между системами и большинство межзвездных перевозок в придачу. В кругу друзей Еврота числились верховные адмиралы, отпрыски Навис Набелиты и даже один из лордов Терры. Его бизнес уходил корнями во времена Старой Ночи и утверждалось, что наследственная торговая лицензия, которой обладала его семья, была подписана лично императором. Его настолько ценили, что он служил адептус Терра в качестве агентианунтис, атташе двора императора на территории всех человеческих колоний Тейбианского сектора. Тайсли. Йозеф понизил голос и с заговорческим видом подошел ближе. Если бы мы могли утаить личность жертвы всего на пару дней, это помогло бы, но она уже отрицательно качала головой. Мы пытались сохранить информацию в тайне, но клиницист помолчала. В общем, люди болтают, сотрудники Латига все узнали. Сердце Йозефа упало, значит, консорциум в курсе. На самом деле все еще хуже, сказала она ему. Они забрали аэронеф прямо из хранилища улик, дернув за ниточки, ведущие к ландграфу. Они не имеют права это делать, скривился Дейк. Это уже сделано, продолжила Тайсли, и клиницисты консорциума едут сюда, чтобы позаботиться о теле злополучного Керсуна. Она похлопала по окутанному испарениями цилиндру. Наверное, застряли в этой треклятой пробке, иначе уже были бы здесь и забрали бы его. Глаза Йозефа превратились в щели. Это дело стражи, это дело исты. Он вспомнил речь Телемах в участке, и в нем потихоньку начала разгораться холодная злость. Теперь всего день спустя его начальство отмахнулось от всего этого, чтобы по максимуму обложить консорциум, потому что истоверокруз поставляла вина по всему сегментуму ультима, и без Еврота экономика планеты засохла бы на корню. Дейк в полголоса чертыхнулся в качестве завершающего штриха, чем заработал осуждающий взгляд от Тайсли. «Неконец, — продолжила она, как будто ему в наказание, — начальство Латига послало астропатическую коммунике самому пустотному барону. Он, по всей очевидности, проявляет к этому происшествию личный интерес». Йозеф почувствовал, как от его лица отхлынула кровь. «Еврот! Он летит сюда?» «О, я в этом не сомневаюсь», сказала ему Тайсли. «На самом деле, до меня дошли слухи о том, что какие-то его личные агенты уже в варпе, на пути сюда». Несмотря на все свои усилия, Йозеф снова ощутил тошноту в желудке и глубоко вздохнул. Холодный, стерильный воздух. С внезапной вспышкой раздражения он выхватил из руки Дейга информационный планшет и злобно уставился в него. «Это уже не расследование. Это какая-то чертова чаша с ядом!» 5. Судорожно содрогнувшись, Вальдор рывком пришел в сознание и подавил рефлекторный кашель. Он почувствовал, что на его корпус давит большой вес и ощутил вокруг себя большие наносы сыпучего вещества. Это был жар, близкий и сильный. Он сжег его кожу. У его губ был привкус дыма, горящего топлива. Обследовав себя, Кустодий не обнаружил среди ушибов, полученных им при аварии, ничего серьезнее пустякового вывиха. Он осторожно вправил предплечье и опробовал его. Вспышка боли уже сходила на нет. Вальдор положил обе руки на придавивший его груз, кусок обшивки корпуса, как он отметил, и приподняв, отпихнул его прочь. Он встал на ноги в окружении пламени и серого дыма. Вальдор помнил момент столкновения, только как поток ощущений, вспышки боли и грузовой трюм, вертевшийся вокруг него, когда подбитый летательный аппарат врезался в песок. Тогда же он услышал вскрик Ториэля. Сейчас поблизости не было никаких признаков инфоцита. Вальдор двинулся вперед, выбирая дорогу в кучах дымящихся обломков, которые раскалились от горящей пленки, разлившегося по окрестностям жидкого прометия. Куски транспортника лежали вдоль прямой, исчезающей в глубине красных равнин. Они окружали черный след, который летательный аппарат по ходу своего торможения пропахал в грунте, разваливаясь по дороге на части. Он увидел кое-что, выглядевшее знакомым. Яйцевидную капсулу кабины, проломленную и смятую. Внутренняя сторона фонаря была расцвечена кровью. И Вальдор понял, что пилот не пережила приземление. Он покрутился в разных направлениях. Подступающие языки огня были высокими и стремительными, и у него было мало пространства для маневра. Развернувшись по кругу, он нашел в стене пламени место, показавшееся самым тонким, и разгоняясь бросился к нему. В самый последний момент Вальдор прыгнул в его языки и прорвался сквозь него. Бурнус в нем занялся огнем. Он жестко приземлился на другой стороне кучи обломков и вскочил в низкую стойку. Ухватившись за бурнус, который охватывало пламя, он сорвал его с себя и отбросил как можно дальше. Тяжело дыша, Вальдор огляделся. В этот момент он понял, что был не один. «Ну», — сказал грубый голос, «что это тут у нас?» Вальдор насчитал восьмерых. На них было пестрое снаряжение шайки, собирателей и рухляди. Доспехи были сляпаны из множества несовместимых друг с другом частей самого разного происхождения. Лица прятались за дыхательными фильтрами и под капюшонами. Все были вооружены крупнокалиберным оружием, по большей части, разнообразными вариациями стаберов. Но Вальдор также углядел парочку со сдвоенными лаз-карабинами и одного с характерными очертаниями плазменного ружья, взятого на изготовку. Собрание их машин было не менее пестрым, чем все остальное. Две четырехногие шагоходные платформы, а также быстрые дюнопроходчики на толстых шинах с ребристыми протекторами и единственный грузовик на динамической воздушной подушке. Вальдор оценил их с холодной расчетливой точностью бывалого воина. Всего лишь восемь. Восемь человек, у некоторых, скорее всего, были ускорены рефлексы, возможно, даже уплотнена кожа, образуя естественный доспех. Но при всем при этом их было только восемь. Он был абсолютно уверен, что в состоянии убить их всех меньше, чем за 60 секунд, причем без особой спешки. Было всего два момента, которые заставляли его медлить. Первым был человек, торчавший из открытого люка ДВП грузовика за турелью пятиствольного мультилайзера. У канонира был ничем не прикрытый сектор обстрела с Вальдором прямо в его центре. И каким бы живучим он ни был, без защиты его обычной брони тяжелое орудие уложит кустодия, прежде чем он успеет проделать десяток шагов. Вторым моментом был фонториэль с месивом крови и синяков вместо лица, который стоял на коленях перед одним из шагоходов. Один из собирателей рухляги вжимал в его спину дуло винтовки. «Ха!» — услышал Вальдор инфоцита с усилием выталкивающего слова из-за своих ушибов. «Теперь вы все пожалеете!» Вальдор нахмурился и продолжил осматриваться, не обращая внимания на шайку. Он вглядывался вдаль во всех направлениях, щурясь на недалекий горизонт. Это было сложно из-за слабого сияния висящего в воздухе ржавого песка, но его глаза были генетически модифицированы для улучшения зоркости. «Руки вверх!» — прогудел собиратель рухляги с плазменным ружьем. Вальдор предполагал, что обладание мощным оружием делало его главарем, и сейчас он получил подтверждение. Он проигнорировал приказ, все еще оглядываясь по сторонам. «Ты, урод, глухой, что ли?» Кустодию показалось, что вдалеке, примерно в километре от них или чуть больше, мелькнуло что-то яркое, отблеск металлического предмета наверху невысокого останца. Он подавил желание ухмыльнуться и развернулся обратно к собирателям рухляги, как бы случайно располагаясь так, чтобы видеть и холм с плоской вершиной и группу бандитов. «Я тебя слышал!» — сообщил он главарю шайки. «А он здоровый!» — осмелил один из стрелков. «Типа отклоненец какой?» «Может и так!» — сказал главарь. «Так кто ты, урод?» Тарель закричал Вальдору звенящим от страха голосом. «Чего ты ждешь? Помоги мне!» «Ага, помоги ему!» — издевательски сказал канонир с грузовика. «Давай попробуй!» «Вы совершили очень серьезную ошибку!» неторопливо и обстоятельно начал Вальдор. «Я надеялся, что мы сможем приземлиться в море Барханов и выследить вас для наших собственных целей. Но вы перехватили инициативу, и не могу это не оценить. Вы увидели добычу, и вы напали. Осмотревшись снова, Кустодий увидел на корме парящего грузовика второй орудийный станок, за которым никто не стоял. Оставленный без присмотра, он направлял в небо жерло ракетно-пусковой установки «Земля-воздух». «Удачный выстрел!» «Удача здесь ни при чем», заявил главарь. «Вы не первые и не последние». «Позволь себе не согласиться», сказал ему Вальдор. «Как я уже говорил, вы совершили ошибку. Вы привлекли внимание императора». При упоминании этого имени по группе прокатилась волна испуга, но главарь Шайки быстро с ней справился. «Ржа и дерьмо!» «Да, ты урод, просто врун какой-то!» «Никого не колышет, что здесь происходит. Никого, ни одного человека, даже самого чертова императора. Если бы это его заботило, он пришел бы сюда и отсыпал нам чуток своей славы». «Давай просто их завалим», предложил канонир. «Вальдор!» Ториэль со страху выболтал его имя. «Пожалуйста!» Отблеск с удаленного холма, который никто больше не видел, моргнул один раз, потом дважды. «Давай-ка расскажу вам, кто я такой», произнес Кустодий. «Меня зовут Константин Вальдор, я генерал-капитан Легио Кустодиц, и я держу в своих руках всю мощь недовольства императора». Главарь Шайки загоготал с холодным весельем. «Отбитые мозги, вот что ты держишь, я вам это докажу». Вальдор поднял руку и указал пальцем на канонира за мультилазером. «Именем императора», сказал он спокойным и непринужденным тоном, «Смерть!» Через долю секунды вся верхняя часть туловища стрелка разлетелась на ошметке мяса в облаке розовой жидкости. Кратковременный страх, вызванный именем императора, вернулся в десятикратном размере. Вальдор указал на стрелка, стоявшего над Ториэлем. «И смерть!» продолжил он. Тело собирателя Рухляди развалилось надвое по линии позвоночника с влажным хлопком и повалилось на песок. «Смерть!» «И смерть!» «И смерть!» Кустодий позволил руке упасть и продолжал стоять неподвижно, а еще троих членов шайки разнесло в клочья, прежде чем они успели сойти с места. Ториэль зарылся носом в землю, а остаток собирателей Рухляди в панике бросился в разные стороны, расталкивая друг друга. Кто-то бежал к машинам, другие отчаянно пытались найти укрытие. На глазах Вальдора один из них запрыгнул в дюнопроходчик и поддал газу. Машина рванулась прочь, ветровое стекло разлетелось в красном всплеске крови. Вездеход скакнул в мелую канаву и с грохотом встал. Прочие умерли на бегу. Внимание Вальдора привлек яростный рык, и он обнаружил, что главарь шайки бежит к нему, набирая скорость, слишком быстро для нормального человека. Было совершенно ясно, что его нервная система подверглась усовершенствованию, как Вальдор и заподозрил с самого начала. Плазменное ружье собирателя рухляди было нацелено к устодию прямо в грудь. На таком близком расстоянии рана от выстрела будет смертельной. Вальдор не предпринимал ничего, просто стоял на месте. Тогда, как будто трудами невидимого плутливого башка, ружье вырвалось из руки главаря шайки и закувыркалось по воздуху. Его механизм был поврежден, и оно плевалось пригоршнями бело-голубых искор. Только тогда Вальдор шагнул вперед и коротким рубящим движением по горлу сломал человеку шею. Последний член шайки собирателей рухляди упал из-за тих. 6. Солнце пряталось за горизонт, когда от пустыни как будто отделился клочок, который превратился в силуэт человека. Камиолиновая накидка замерцала и переключилась с гаммы ржавых песков на насыщенную черноту ночи, обнаруживая мускулистую фигуру в маскировочном комбинезоне, чье лицо было спрятано за шпионской маской из оружейной бронзы. Зеленая глазная прорезь изучила Вальдора и Ториэля, нашедших укрытия с подветренной стороны ДВП грузовика. Через спину мужчины была переброшена длинная и тонкая винтовка, чей размер был определенно не меньше его роста. Вальдор кивнул ему. «Эристет Келл, я полагаю». «Без вашей униформы, генерал-капитан», сказал снайпер. «Я вас едва узнал». Его голос был низким. Вальдор приподнял бровь. «Мы уже встречались?» Снайпер покачал головой. «Нет». «Но я знаю вас и то, чем вы занимаетесь». Он бросил взгляд на инфоцита. «Виндикар», произнес Ториэль в качестве краткого приветствия. «Ванус», раздался ответ. «Хочу полюбопытствовать», сказал Келл. «Откуда вы знали, что я буду наблюдать?» «Ты провел в этом секторе какое-то время. Само собой, разумеется, ты видел аварию». Кустодий обвел рукой окрестности. «Я собирался найти кого-нибудь из твоей добычи, чтобы тебя разыскать. Похоже, что случившееся повлияло на порядок, но не на результат». Ториэль бросил взгляд на Вальдора. «И поэтому вы их не атаковали?» «Вы могли бы разобраться со всеми ними, но не сделали ничего. Его лицо исказилось. Меня могли убить. Я было хотел дать этому случиться», непринужденно фыркнул снайпер, «но отказался от этой идеи. Если здесь появилась такая непохожая пара, как вы, то в моем понимании на это должна быть веская причина». «Ты почти промахнулся по тому бандиту с плазменным ружьем», выкрикнул инфоцит. «Нет», улыбаясь, «он не промахнулся». Снайпер склонил голову на бок. «Я никогда не промахиваюсь». «Ты отправился в Атлантическую зону без вокснаряжения», продолжил Вальдор. «Передачи засекли бы», сказал Келл. «Это выдало бы меня бандитам». «Отсюда и наш отчасти нестандартный способ определения твоего местонахождения развил тему кустодии. Глаза Ториэля сузились. «А как ты узнал, когда стрелять?» «Прицел его оружия включает в себя Ауспик, который читает по губам», ответил вместо снайпера Вальдор. «Я полагаю, твое задание было бессрочным». «Я занимался методическим уничтожением шаек мародеров по мере их обнаружения», сказал Келл. «И работа еще не окончена. К тому же, это хорошая тренировка». «У тебя теперь новая миссия», сказал Ториэль. «У нас обоих». «Это так?» Келл поднял руки и снял шпионскую маску, открывая коротко подстриженные черные волосы и грубое лицо с внимательными глазами и истребиным носом. «Кто объект?» Вальдор поднялся, достал из отделения в своем нагруднике трубку магниевой сигнальной ракеты и направил ее в небо. «Всему свое время», сказал он и выстрелил. Келл прищурился. «Тогда, генерал-капитан, вы возглавляете эту таинственную миссию?» «Не я», сказал Кустодий, отрицательно качая головой. Ракета вспыхнула и везде вокруг них запрыгали тени. «Ты, Эрис Тетт». Глава четвертая Кровь Орудия Лицо и имя Один Стрекочущие турбины калеоптера не позволяли разговаривать в кабине, не повышая голосов, и Йозеф был вынужден бубнить Дейгу прямо в ухо, чтобы сохранить хоть какое-то подобие конфиденциальности. «Закономерность! Вот насчет нее я не уверен», сказал он. На колене у Дейга лежала раскрытая фальцованная папка. В одной руке он удерживал полоски виноградной бумаги, в другой сжимал толстый информационный планшет. «Что за закономерность?» «Именно», ответил Йозеф, «Ее нет. Всякий раз, когда у нас появлялся сбрендивший псих в кровавом угаре, примерно как сейчас, всегда присутствовала некая логика, и неважно, насколько она была извращенной. Кого-то убили из-за того, что он напомнил убийце жестокого приемного отца, или потому, что голоса в голове сказали, что все, кто одет в зеленое, это зло. Он указал пальцем на папку, но здесь какая связь? Латик, Норта и прочие, они все из разных слоев общества, мужчины и женщины, старые и молодые, рослые и низкие. Йозеф покачал головой, «Если у них и есть что-то общее, я этого пока не заметил». «О, не беспокойся», уныло сказал Дейк, «найдется множество людей, которые пожелают вбросить свои полусырые теории по этому поводу. Можно побиться об заклад, что после смерти Латика информационная сеть только это и будет обсасывать». Йозеф пробормотал ругательство. Из-за всего прочего, что занимало его мысли, он как-то не задумался о том, что если консорциум Еврот оказался замешан в деле, то, конечно же, для полноты счастья истонские новостные службы тоже будут держать нос по ветру. «Как будто им все еще не хватает смертей и негатива после показа в сети», сказал он. «Конечно, давайте добавим к общим проблемам страх получить ножом под дых из любого темного переулка». Дейк пожал плечами. «На самом деле, это может отвлечь умы людей от более серьезных вопросов. Ничто так не способствует концентрации, как убийца, разгуливающий по твоему заднему двору. Все зависит от того, насколько твой задний двор велик. Не находишь?» Хороший аргумент. Напарник Йозефа пролистал панели с загруженными в планшет данными с основательной неторопливостью. Он задержался на одном из окон с убористым текстом, и его глаза прищурились. «Ага, вот это интересно. Он передал устройство. Глянь-ка». «Анализы крови», заметил Йозеф. «Это были отчеты экспертов с места убийства Латига. Результаты разностороннего тестирования образцов, подтвердившие, да, все жидкости на стенах гондолы когда-то находились внутри невезучего клерка. По крайней мере, почти все из них. Точно в середине отчетов о сканировании обнаружился нестандартный мазок, нечто, прихваченное одним из медицинских сервиторов по чистой случайности. «Единственный образец в крови, который не соответствовал остальным». Впитав эту информацию, Йозеф ощутил некоторое волнение, но незамедлительно его подавил. Он боялся сглазить надежду, что Дейк только что указал на то, что могло быть их первым важным прорывом. «Также не совпадает ни с одним из предыдущих душегубов», сказал второй префект. Он потянулся к рожку интеркома. «Я слежусь с участком, пусть прогонят через городскую базу данных». Но тут Йозеф прочитал примечание, добавленное внизу информационной панели, и краткая вспышка его возбуждения потускнела и погасла так же быстро, как и зажглась. «Не трать время!» Тайсли уже заставила своих людей это сделать. «А-а-а!» Выражение лица Дейга осталось нейтральным. Следовало ожидать. Она свое дело знает. Тогда нет повода для радости». Йозеф отрицательно покачал головой. Сообщение об идентификации гражданина гласило «Не найден». Это означало, что убийца либо был не зарегистрирован, что было редкостью на исти Веракрус, либо происходило откуда-то из совершенно другого места. Какое-то время он вертел в голове эту мысль. «Он с другого мира!» «Что?» «Наш резчик!» «Неистонец!» Дейг уставился на него. «Не слабый скачок логики!» «Такой ли уж не слабый?» «Это объясняет, почему его крови нет в нашей базе данных. Это объясняет, как он делает это и не оставляет следов». «Технологии из других миров» Йозеф «И поскольку телемах дышит нам в затылок, нужно, чтобы видели, что мы работаем на упреждение. Или этой, или сидеть и ждать свежего трупа. Мы можем просто отойти в сторону», предложил второй мужчина. «Я имею в виду, если Еврот привлек своих оперативников. Отчего бы не дать им подключиться и принять эстафетную палочку? У них по определению больше ресурсов, чем у нас». Йозеф язвительно посмотрел на напарника. «Помнишь гравировку на наших символах полномочий? Там, где сказано прослужить и защищать. Мы зовемся дознавателями не за красивые глаза». «Просто мысль», сказал Дейк. Йозеф почувствовал в словах своего напарника что-то недосказанное и изучающе на него посмотрел. Для всех прочих угрюмое выражение лица Сигана не показалось бы отличным от любой из тех мрачных мин, которые он носил изо дня в день. Но они были напарниками долгое время. И Сабрат мог читать те оттенки настроений второго префекта, которые остальные вообще не замечали. «Дейк, о чем ты умалчиваешь?» спросил он. «Что-то в этом деле грызет тебя с тех самых пор, как оно свалилось нам на головы». Йозеф склонился ближе. «Это же не ты сделал, а?» Дейк издал короткий бессвязный звук, который был для него максимальным приближением к смеху. Но почти сразу же после этого он снова стал серьезным. Повисла тишина, и он отвел взгляд. «Мы с тобой повидали всякое, ты и я», сказал он, «но это другое. Это воспринимается по-другому. Не проси меня быть непредвзятым по отношению к этому, потому что я не смогу. Я думаю, здесь что-то большее, чем просто человеческое безумие». Йозеф скорчил гримасу. «Ты говоришь о ксеносах? Во всем секторе не найдется ни одного живьем». Дейк покачал головой. «Нет», он вздохнул. «Я сам не уверен, о чем говорю, но после хоруса...» Префект еще раз ощутил внезапную напряженность, которую принесло с собой имя. «Если я в чем-то и уверен, так это в том будь я прокле, что он этого не делал». «Тем не менее, гуляют историю», продолжил Дейк. «Люди говорят о мирах, которые поддержали воителя, мирах, которые замолкли вскоре после этого. Те, кому удалось сделать ноги до того, как наступило молчание, они рассказывают всякое. Говорят о том, что случилось на тех планетах». Он постучал по пачке пиктов с места преступления, о вещах, подобных этому. «Я знаю, что ты слышал то же самое. Это всего лишь россказни, всего лишь напуганные люди». Йозеф сомневался, что его голос звучит убедительно. Он сделал глубокий вдох. «Это никак не относится к тому, чем мы здесь занимаемся». «Посмотрим», мрачно заявил Дейк. Йозефа осенила мысль, и он потянулся к рожку интеркома. «Да, посмотрим». Он нажал на кнопку, позволяющую общаться с пилотом калиоптера. «Планы изменились», энергично сказал он. «Мы не возвращаемся в здание участка. Отвези нас в комплекс Еврот». Пилот подтвердил, что услышал приказ, и летательный аппарат развернулся на вираже. Звук турбин стал ниже. Дейк озадаченно появится здесь не раньше, чем через пару дней. Что ты делаешь? «Сдается мне, что никто не хочет расстраивать Еврот», сказал ему Йозеф. «Думаю, мы должны извлечь из этого пользу». Два. Они приземлились в стенах комплекса консорциума на обсаженной деревьями транзитной площадке. Резиденция Еврот была построена по канонам школы дизайна Тикон. Откровенная попытка выделиться на фоне более характерных для Исты, архитектурных стилей и прочих огромных поместья, расположенных в этой местности. Она напоминала многие колониальные дворцы эпохи повторного объединения, датировавшиеся ранними десятилетиями Великого Крестового Похода. Это было открытое летнее здание со множеством внутренних двориков и куполов, с фонтанами и маленькими карликовыми садами, не сочетавшимися со свежей предзимней прохладой этого дня. Два префекта едва успели дойти до низа откидного трапа Калиоптера, как были встречены тощие женщины в форменной одежде вольных торговцев, бутылочно-зеленого и серебристого цветов. На почтительном расстоянии за ее спиной держались двое мужчин в аналогичных нарядах, только каждый из них в два раза превосходил ее по комплекции, а их лица были спрятаны за бледным сиянием инфовизоров. Йозеф не заметил на них никакого явного оружия, но знал, что оно у них было. Один из многих принципов корпоративного суверенитета консорциума на территории Тайбянского сектора позволял Евроту игнорировать те планетарные законы, которые пустотный барон считал вредными для своего бизнеса, и это включало истонские установления о вооружении. Женщина заговорила прежде, чем Йозеф успел открыть рот. Она была решительно настроена немедленно установить правила неоговоренного визита. «Меня зовут Белла Горост, я администратор консорциума по внешним связям. Нам нужно сделать все по-быстрому», сообщила она с фальшивой улыбкой. «Боюсь, вскоре начнется важное совещание, на котором я должна присутствовать». У женщины была одна из разновидностей шелковистого акцента «Ультима», который автоматически относил ее к категории неместных. «Конечно», учтиво ответил Йозеф, «это не займет много времени. Стражи требуют доступ к базе данных по декларациям пассажиров и судовых команд консорциума для космических кораблей, посещающих Исту Веракрус». Горост сморгнула. Она была просто-таки ошеломлена прямотой его требования и не сказала «нет немедленно», которого из кораблей. «Всех», добавил Дейк, следуя примеру Йозефа. «Последовал автоматический отказ, давать которые она была натаскана. Это невозможно. Эта информация — частные материалы, находящиеся в собственности торгового консорциума Еврот. Она не может быть передана никаким местным органам власти». Горост произнесла слово «местные» так, как будто оно рифмовалось. «С их это не касается. Если вы сделаете конкретный запрос касаемо любых данных, имеющих отношение гражданам Исты, я, возможно, смогу его удовлетворить. В противном случае боюсь, что нет». Она начала разворачиваться прочь. «Вы знали Керсуна Латига?» спросил Йозеф. Это заставило женщину замереть. Она хорошо скрыла свое смущение. «Да, у нас были основания время от времени работать вместе». Горост поджала губы. «Это имеет отношение к делу?» «Мы расследуем версию, что его убийца, кем бы он ни был, мстит сотрудникам барона Еврота». Это была откровенная ложь. Но с ее помощью Йозеф добился нужной ему реакции. Женщина захлопала глазами, и было очевидно, что она прикидывает, не окажется ли следующей. «Префект не сомневался, что в настоящий момент каждый человек в комплексе, независимо от того, должен он знать это или нет, был в курсе всех подробностей ужасной смерти Латига. Мы полагаем, что убийца мог прибыть на планету на борту судна, принадлежащего Евроту», добавил он. «Если убийца был с другой планеты, на это было трудно что-нибудь возразить. Люди консорциума управляли каждым межсистемным кораблем, что приходил на Исту Вера Круз. В рамках имперского закона о перевозках все путешественники были обязаны пройти поверхностные медицинские осмотры, чтобы предотвратить распространение от планеты к планете любых, возможно, опасных инфекций, специфических для различных биосфер. Их результаты должны были присутствовать в документации консорциума. Горосп не знала, как поступить. Ее план отделаться от офицеров стражи и вернуться к своим прочим обязанностям, если такие имелись, провалился. Йозеф допускал, что сейчас она придумывает способ, как разобраться со всем этим, задействовав кого-нибудь, обладающего более высокими полномочиями. «Оперативные уполномоченные службы безопасности, аккредитованные консорциумом, прилетят через 50 часов. Я предлагаю вам вернуться в это время и представить им ваш запрос». «Это был не запрос», сообщил я Йозеф. «И учитывая чистоту уже совершенных убийств, до этого момента могут произойти еще две, а возможно даже и три смерти». Он следил за тем, чтобы его голос оставался спокойным. «Думаю, что даже сам барон согласился бы, что время играет существенную роль». «Барон собирается сюда прилететь», заметил Огоросп в той отсутствующей и сдержанной манере, которая оказалась наполовину состоявшей из недоверия. «Я уверен, что он захочет, чтобы было сделано все возможное, дабы разобраться с этим несчастным стечением обстоятельств», сказал Дейк, причем быстро. Она перевела взгляд обратно на Йозефа. «Пожалуйста, префект, скажите мне снова, что именно вам нужно». Он не поддался желанию ухмыльнуться и вместо этого предъявил ей информационный планшет. «Здесь в списке числится неидентифицированный образец крови. Я требую, чтобы он был перекрестным образом сопоставлен с базой данных консорциума на предмет любого соответствия». Горасп взяла планшет и на ее лице снова возникла отработанная улыбка. «Консорциум, конечно же, сделает все возможное, чтобы содействовать страже в исполнении ее законных обязанностей. Пожалуйста, подождите здесь». Она стремительно ушагала прочь, оставив двух безмолвных мужчин стоять на своем посту. Через секунду Дейк бросил взгляд на напарника. «Когда Леймнер обнаружит, что ты притащил нас сюда без санкций, первое, что он сделает, вышибет тебя в пешей патрульной, в трущобы». «Нет», сказал Йозеф. «Первым делом он прикроет свой объемистый зад, сбегав к телемах, чтобы она не обвинила его, если что-то пойдет не так. Но если мы принесем ему реальные улики, он и слова не сможет сказать по поводу превышения полномочий». Дейк наблюдал, как Горасп исчезает в главном здании. «Знаешь, у нее с большой вероятностью не окажется ничего, что мы сможем использовать». Йозеф сверкнул на него глазами. «Что ж, в таком случае наши карьеры окончены». Дейк мрачно кивнул. «Именно так. И мы оба это ясно понимаем». Три. Ночной воздух был теплым, как кровь, и к тому же влажным. Неподвижный и гнетущий, почти осязаемый, он окружал фон Ториэля и давил на него. Он вздохнул. И прежде чем вернуться к вложенным уровням гололитических панелей, плавающих над его перчаткой к агитатором, обтер голову платком из микропора. На другом конце скудно обставленной комнаты в пятне теней у дальнего окна, скрестив ноги, сидел снайпер. На сгибе его руки покоилась дальнобойная винтовка. Кел заговорил с ним, не поворачивая головы. «Тебе действительно настолько неудобно, что ты не можешь высидеть спокойно больше минуты? Или это дергание что-то общее для всех ванусов?» Ториэль сердито посмотрел на Виндикара. «Жара», сказал он в качестве объяснения. «Из-за нее я чувствую себя нечистым». Он обвел комнату взглядом. Судя по обломкам, разбросанным везде вокруг них, она когда-то была центральным помещением маленького жилища, пока его не разрушило нечто похожее на сочетание огня и коллапса структуры постройки. В крыше зияли огромные дыры, пропускавшие внутрь легкий, тепловатый дождь, который сыпал из нависавших над головой облаков. Другие отверстия в полу испускали вонь, которую аугметические обонятельные сенсоры Ториэля классифицировали как смесь человеческих испражнений, подгоревшего мяса грызунов и неочищенных сивушных масел. Здание находилось в глубине гетто-блока Инденикс, в лачугах которого горожане низших каст жили друг у друга на головах, как крысы в своем логове. Могу предположить, что ты не слишком часто покидаешь бункер своего клана, сказал Келл. В этом не было нужды, ответил Ториэль, защищаясь. Он и его коллеги инфоциты и криптократы принимали участие во множестве операций, и все они производились из бункера или с борта у полномоченного офицово-космического мысль о том, чтобы на самом деле отправиться работать в полевые условия, почти не укладывалась у него в голове. Это мой, э, второй выход. Первый был, когда Вальдор пригласил тебя на мои поиски. Да. Келл саркастически хмыкнул. Какие жуткие истории тебе придется рассказывать, маленькая пчелка, когда ты вернешься в свой родной улей. Лицо Ториэля затвердело. Не издевайся надо мной, я здесь исключительно потому, что нужен тебе. Ты не найдешь девушку без моей помощи. Снайпер все еще отказывался на него смотреть, глаза не покидали прицела винтовки. Это правда, произнес он. Я просто пытаюсь понять, зачем тебе нужно быть здесь со мной, чтобы это сделать. Ториэль задался тем же вопросом с того самого момента, как генерал-капитан Вальдор передал командование миссии Виндикару и приказал им отправляться в тропики. Насколько он мог судить в этой миссии секретность операций играла настолько первостепенную роль, что нельзя было рисковать обнаружением любых сигналов, передаваемых с места развития событий в блоке Инденикс в бункер клана Ванус. Разбышляя о том, какой же враг мог представлять реальную опасность для превосходных систем информационной безопасности Империума, он обнаружил, что у него нет ответа на этот вопрос. Сам факт того, что подобная угроза в принципе могла существовать, беспокоил его не в малой степени. Что ж, чем скорее мы это сделаем, тем быстрее сможем покинуть это место и компанию друг друга, сказал он с неподдельным чувством. Это займет столько, сколько займет, ответил Келл. Жди, пока объект сам к тебе придет. Инфоцит не был согласен, но не стал это озвучивать. Вместо этого он вернулся голопанелям, пролистывая их, как будто они были стеклянными страницами, подвешенными в воздухе. Любой наблюдавший за ним человек увидел бы только движение рук и ничего больше. Ториэль настроил визуальную частоту изображений таким образом, что их могли воспринимать только продвинутые линзы, имплантированные в его сетчатку. При проникновении в локальную сеть наблюдения он столкнулся с незначительными затруднениями, но среди них не было ничего такого, что он мог бы счесть вызовом своим умением. Инфоцит выслал небольшой рой органометаллических сетевых мушек-автоматов, которые вгрызались во все встреченные оптокабели и вычленяли для него любые найденные ими интенсивные потоки данных. Сама по себе каждая мушка была относительно несложным устройством, но рой в совокупности, будучи объединенным в сеть, возвращал данные, которые могли быть сведены в подробную картину того, что происходило в окружающей местности. Тарель уже составил планы соседствующих строений, маршруты потоков доставки продовольствия и движения машин и в настоящий момент проникал в кодировку нескольких сот разбросанных по зоне мониторных бусин. Обитатели блока Инденикс называли это место красными проулками и этот квартал был сосредоточением того, что можно было тактично назвать погоней за наслаждениями. Местная конфедерация бонс-диктаторов делала этой зоне большие послабления особо строгого свода законов, которого они придерживались, получая в ответ существенный процент прибыли от патронажа охотящихся за удовольствиями туристов со всей Терры и системы СОУ. Для Тариэля являлось загадкой, каким образом в тронном мире допускалось существование такого места, как это, равно как и шайк бандитов, с которыми он столкнулся на Атлантической равнине. Он понимал имперскую Терру как блистательный мир объединенных наций, каким он видел его через прозрачные линзы мониторов в безопасности своей рабочей капсулы в бункере. Но сейчас снаружи к Тариэлю быстро приходило понимание, что в нем было и множество убогих, грязных, темных уголков, которые не соответствовали его видению империума. Из перчатки раздался легкий звон. «Ты прошел?» спросил Кел. «В процессе», ответил инфоцит. Сетевые мушки пробились под сеть видеокатушек, глубоко запрятанную под несколькими более очевидными слоями, и его внезапно атаковала лавина образов, проступающих из экранированных комнат высокого здания, расположенного напротив через сквер, изображений мужчин, женщин и прочих людей неопределенного пола, занимающихся друг с другом тем, что было в равной степени завораживающим и отталкивающим. «У меня есть доступ», пробормотал он. «Начинаю», «эээ» поиск на совпадение образа. Описание лица, которое предоставил Тариэлю Вальдор, поэтапно сопоставлялось с изображениями, с одним за другим, подобие и скалоподобие. Инфоцит пытался сохранять объективность, но подступающий к нему визуальный ряд вызывал у него чувство дискомфорта. Из-за него он чувствовал себя даже более нечистым, чем от грязи и влажности ночного воздуха. И тогда внезапно появилась она. Смуглая кожа лица девушки темнела в искусственном свете комнаты, залитой красным. Программа обнаружила свою цель. «Местоположение подтверждено», произнес он. «Хорошо», сказал Кел. «Теперь найди мне способ связаться с ней до того, как ее убьют». Из-за Йота обнаружила себя в комнате. До этого она не была уверена, останется ли помещение на месте, когда она снова бросит на него взгляд. Ответ был положительным. Это подтверждало ее предварительную гипотезу, что ощущения, которые она испытывала в настоящий момент, и в самом деле были реальными, а не галлюцинаторными. На каком-то уровне ей было неприятно это признавать. Если бы Йота более правильно понимала свое состояние, она, вероятно, не допустила бы части тех вольностей, которые были проделаны с ее физическим телом. Но, с другой стороны, они были необходимы для обеспечения ее прикрытия в красных проулках. Она помнила эти действия смутно, как полузабытый сон. Импланты личности, использованные для придания выпуклости индивидууму Ширме, расползались, как песок, и ей было трудно воскресить в памяти что-то конкретное из происходящих событий. Это было неважно, фальшивую обертку уносила прочь, и из-под нее проявилась истинная сущность. Уж какая ей досталась. Йота не была чистым листом. Как могли бы подумать те, кто не до конца понимал, чем занимался ее клан? Нет, она была жидкостью, заключенной в сосуд собственного тела, неопределенным образом, сущностью, нуждающейся в направлении, в месте, которое нужно заполнить. Она обвела взглядом малиновую комнату, стены, покрытые богатыми бархатными гобеленами, с эскизами эротического толка, вышитыми золотыми нитками, огромная овальная ложа, вырастающая из коврового покрытия с длинным ворсом. Плавающие люмсферы создавали чувственное освещение. Единственным ходом для естественного света служило окно, которое было закрыто ставнями. Управляющий домом терпимости, похоже, был пойман в ловушку странных чувств к ней, в которых в равной степени смешивались влечения и антипатия. Дар йоты заставлял людей испытывать дискомфорт, и они даже не понимали, почему именно. Возможно, из-за бесстрастной отчужденности ее темных глаз или молчаливости, бывшей для нее привычной манерой поведения. Как бы ни проявлялся дар, его хватало, чтобы выбить людей из колеи. Некоторым, любившим пощекотать нервы, это нравилось. Примерно, как ползущий по голой коже скорпион, хотя в большинстве своем люди ее избегали. Она пугала их, даже не облекая их страх в конкретную форму. Йота потрогала вычурную гривну, обвивавшую темную кожу на ее шее, если бы они только знали, какую малую часть настоящей ее они на самом деле ощущали. Без демпферного устройства, заключенного в ожерелье, леденящая пустота внутри нее распространялась бы гораздо шире. Она втянула напоенный ароматами воздух. Йота ощущала себя странно без своего комбинезона, но так бывало всегда. Шелковая комбинация, покрывавшая ее тело, была тонкой, как паутинка, и Йота постоянно забывала, что та на ней была надета. Ее правая рука, которой она убивала, бессознательно поднялась и зарылась в тугие косички, заплетенные из ее блестящих черных волос. Пальцы рассеянно игрались с этими хвостиками, свисающими с ее головы, и она размышляла о том, как скоро придет убийца. Ее глаза переместились на деревянную шкатулку, лежащую на кровати, и в этот момент она получила ответ. В комнату вошла другая женщина, шагавшая широко, как мужчина. Ее затылок обнимал венец приемник, филигрань чувствительных кристаллических всеконтуров и имплантированных технических приспособлений отсвечивала мягким светом. Почти двухметрового роста, одетая в высокие ботфорты из блестящей синей кожи, она возвышалась над миниатюрной йотой, как башня. Сквозь эротический корсет при снятии, составлявший бы всего несколько кожаных полосок, просвечивало сочное и прекрасно сложенное тело. В одной руке она несла устройство, напоминающее грушевидную тонфу. Один конец, который кончался клинком, а второй потрескивал от разрядов энергии. При виде йоты женщина презрительно усмехнулась. Гримасса была безобразной и плохо подходила к ее лицу. Йота заметила мелкие подергивания нервов вокруг ее губ и ноздрей, вызванные воздействием венца. «Ты новенькая», произнесла женщина. Ее слова звучали слегка невнятно. Йота кивнула, сохраняя подавленный и покорный вид. «Говорят, в тебе есть что-то странное», сказала женщина, беря йоту за руку. «Необычное». Ее безобразная ухмылка стала шире. «Я балдею от необычных вещей». Теперь она знала наверняка. Существовала малая вероятность того, что это будет не он. Но внедряя йоту в нужное место и в нужный момент, клан затратил слишком много времени и усилий, чтобы на этой последней стадии случилась ошибка. Голос был женским, но слова и личность в данный момент, приводившие тело в движение, принадлежали Жунь-Ень-Жуню, отпрыску одной из девяти семей блока Инденикс и Бонзи-генералу. Как доказала разведка, он также являлся аферистом, изменившим трону императора, нарушил нитейский эдикт, а также подозревался в связях с антиатеистическим культом. «Поиграем!» Эти слова заставил произнести женщину Жунь. Он находился где-то поблизости, на другом конце венца приемника. Его собственное тело пребывало в неподвижности, а сознание было внедрено вплоть к креатуре. Это была обожаемая Бонзой-генералом игра в человеческую марионетку, призванная удовлетворить его страсти. Йота была в курсе, что там, в твердыне их клана, многие из ее опекунов считают то, чем занимается Жунь, омерзительным. Но она сама чувствовала по отношению к нему лишь смутное любопытство, ту же самую холодную отстраненность, которая окрашивала почти все ее отношения с остальными людьми. Йота подумала о том, осознавала ли себя женщина под контролем Жуни, и бесстрастно взвесила возможные психические последствия этого, но эти мысли были пустяками. Тем, на чем ей надлежало сфокусироваться, было убийство. — Погоди, — произнесла она, — у меня кое-что для тебя есть. Она кивнула на шкатулку. — Подарок. — Давай сюда, — прозвучало требование. Йота позволила комбинации соскользнуть с плеч. И пока Жунь по второму разу оглядывала с ног до головы, взяла шкатулку и поднесла ее ближе. Анализаторы крови отщелкнули замочки, и она приподнесла ящичек, держа его одной рукой, как официант, предлагающий поднос с едой. Рука убийца поднялась к гривне и расстегнула ее. Что это? По лицу женщины пронесся глубокий вздох замешательства Жуня. Маска? Свет люмов упал на контуры металлического черепа. Один глаз был сверкающим рубином, а на месте второго находилась гроздь линз из молочного сапфира, усеянная короткими лопастями и антеннами странного вида. В каком-то смысле, пояснила Йота. Гривна разомкнулась снежным щелчком. Йота ощутила стремительно прошедший сквозь нее прилив холода, как будто внутри нее распахнули шлюзы. Пустоту, запечатанной внутри себя, по крайней мере, в настоящее время. Жунь издал через женщину странный звук, нечто среднее между плачем и визгом, и психоактивная матрица венца начала шипеть и трещать. Из обессилевших пальцев креатуры выпала тонфа. Псионические кристаллы головного убора начали разлетаться на куски с беспорядочным дребезжащим звоном. Женщина пошатнулась на своих шпильках и, перекувыркнувшись, упала на кровать. Она издавала стонущие, плачущие звуки. Йота склонила голову на бок, прислушиваясь. По мере того, как распространялся нул эффект ее необузданной натуры, хор аналогичных стенаний катился по коридору борделя переодевалки, охватывая комнату за комнатой. Перед тем, как связывающая нить окончательно оборвалась, она запрыгнула на кровать и приблизила лицо к охваченной мучениями женщины, пристально глядя ей в глаза. «Я хочу поцеловать тебя», сообщила она Жуню. За окном, на другом конце лестницы перехода из здания публичного дома распахнулись двери неприметного трущобного жилого блока и на улицу выплеснулась волна охваченных паникой фигур. Все они были полуодеты и предметы их туалета свидетельствовали, что они были слишком богаты, чтобы оказаться местными жителями. Йота стремительно спрыгнула на пол и, развернув лежащий под шлемом черепом маскировочный комбинезон, с небрежной легкостью очутилась внутри него. Маска оставалась напоследок и, надев ее, она испытала умиротворение. В тот момент, когда хватка Жуни окончательно отпустила рыдающую женщину, та, заикаясь, выкошляла из себя последнее слово «Кух! Кух! Кулексус!» Но Йота уже не слышала этого, не тратя времени. Она пролетела сквозь окно в осколках стекла и обломках дерева и понеслась ко второму зданию. Пять. Пока они дожидались Горосп, Йозеф скользил взглядом по окрестностям посадочной площадки. Фонтаны, обычно бившие струями подкрашенной воды, молчали. И, приглядевшись, он заметил, что и ухоженные сады выглядели в значительной степени запущенными, а на некогда безупречных лужайках даже регулярно попадались мертвые проплешины. Создавалось впечатление, что у консорциума хватило лишь на минимальный уход. Он задумался о том, как эта маленькая деталь могла отражать положение дел на более глобальном уровне. Дейк попытался вовлечь в разговор одного из сотрудников службы безопасности, прибегнув к своей обычной затравке в виде жалоб на погоду, но охранник не заинтересовался возможностью поболтать. Дивные у них прикиды высказал свое мнение, плетясь назад к запаркованному колеоптеру. Думаешь, они сами должны покупать себе униформу? Что, подумываешь о смене профессии? Дейк пожал плечами. Ну, или о творческом отпуске, очень длинном, где-нибудь в тихом месте. Он бросил взгляд на небо, затем снова отвел его. Йозеф что-то почувствовал в своем напарнике и обнаружил, что задает вопрос, уже какое-то время терзавший его ум. Как думаешь, он придет сюда? Воитель? Кто же еще? Ему показалось, что воздух вокруг них внезапно стал неподвижным. Арбитры говорят, что Астартес разберутся с ситуацией. По виду Дейга было ясно, что он в это не верит. Йозеф помрачнел. Теперь, когда он задал вопрос, он обнаружил, что не может прекратить думать на эту тему. Мне все еще трудно уместить это в голове. Идею, что один из сыновей императора замыслил против него бунт. Эта концепция казалась нереальной, как если бы дождь его стал против облаков. Леймнер говорит, что мятежа вообще не было, что это лживая уловка адепту Стерра с целью поддерживать замешательство на провинциальных планетах, чтобы они сохраняли верность тронному миру. В конце концов, запуганное население покладистое население. Наш достопочтимый префект-надзиратель идиот. Не собираюсь с этим спорить, кивнул Дейг, но с другой стороны, разве это предположение чудовищнее мысли о том, что воитель повернулся против своего собственного отца. По какой причине он мог на это пойти, если, конечно, так или иначе не повредился рассудком? Йозеф почувствовал пробежавший по спине озноб, как если бы солнце пересекло тень. «Это не из-за невменяемости», сказал он, не будучи уверенным, откуда исходят эти слова. «И в конце концов, отцы тоже могут быть подвержены ошибкам». Он заметил вспышку раздражения на лице Дейга. «Ты говоришь про обычных людей, император гораздо больше, чем это». Йозеф задумался над ответом, но его внимание отвлекло возвращение Горос. Ее тщательно отрепетированное выражение надменной нейтральности сменилось серьезным видом, в котором в равном мере смешивалась обеспокоенность и раздражение. Он был заинтригован. Что же она такого обнаружила, что ее поведение настолько изменилось? Она держала в руке информационный планшет и лист виноградной бумаги. «У вас для нас что-то есть?» спросил он. Горос заколебалась, затем быстро отослала охранника. Когда они остались втроем, она твердо посмотрела на блюстителей закона. «Прежде чем мы продолжим, я должна получить от вас ряд заверений. Информация не будет раскрыта, если вы отвергнете любое из ниже следующих условий. Это понятно?» «Я слушаю», — сказал Йозеф. Она отмечала условия, загибая свои длинные пальцы с изящным маникюром. «Этой встречи не было. Любая попытка предположить противное задним числом будет отрицаться и может быть рассмотрена как покушение на клевету. Вы не будете ссылаться на способ, которым была получена эта информация ни при каких обстоятельствах. Ни сейчас, ни в каком-либо официальном документе, касающемся расследования, ни позднее, где-либо в кругу юристов. И, наконец, самое важное, имя торгового консорциума Еврот никаким образом не будет связано с подследственной персоной». Мужчины переглянулись. «Полагаю, у меня нет другого выбора, кроме как согласиться», — сказал Йозеф. «У вас обоих», — настойчиво произнесла она. «Тогда подтверждаю», — сказал Дейк, настороженно кивнув. Горос пвернула планшет и развернула виноградную бумагу. Йозеф увидел на ней текст, досье и изображение заросшего щетиной человека бандитской наружности с глубоко посаженными глазами. «Было совпадение между следом крови, которую вы предоставили, и единственным субъектом, числящимся в нашей биомедицинской документации. Его имя — Эрна Сик, и известно, что он находится на просторах Исты Верокруз». Йозеф потянулся за бумагой, но она отвела свою руку. «Он был пассажиром одного из ваших кораблей?» Когда женщина не ответила тотчас же, Дейкс вел концы воедино. «У вас там досье работника безденежного содержания, да? Сик не пассажир, он работает на вас». «А!» — кивнул Йозеф, внезапно все понимая. «Что ж, туман рассеивается, не так ли? Последнее, чего хотел бы пустотный барон, это чтобы доброе имя его клана упоминали в связи с кровожадным психом». «Эрна Сик не является служащим консорциума», гнула свое Горос. «Последние четыре лунных цикла он уже не состоит в нашем штате. Клан пожизненно аннулировал его обязательства и его пай вследствие инцидента». «Продолжайте». Женщина бросила взгляд на бумагу. Сик был уволен после происшествия на одной из торговых станций консорциума в глубоком космосе, в котором было применено насилие. Он ударил кого-то, выдвинул предположение Йозеф и по ее расширившимся глазам понял, что был прав. Убил. Горос потрицательно покачало головой. «Не произошло ничего непоправимого, но было применено оружие. Где он сейчас? У нас нет записи на этот счет». Губа Дейга скривились. «То есть вы решили его вышвырнуть, просто сбросить на нашу планету человека, совершившего насильственное преступление, даже не предупредив местные правоохранительные органы? Полагаю, я смогу найти судью, который классифицирует это как безответственное подвергание опасности. Вы неправильно поняли. Сик был освобожден после срока содержания под арестом, соразмерного с тяжестью его проступка». Горосп снова заглянула в бумаги. «Согласно пометкам, сделанным сотрудниками нашей службы безопасности, он искренне раскаивался. Он добровольно отдался на попечение благотворительной реабилитационной группы здесь, на Исте Веракрус. Вот почему он просил, чтобы его выпустили на этой планете». «Что за группа?» спросил Дейг. «В досье упоминается, что это часть неофициальной организации, называемой Теок». Йозеф полголоса выругался и выхватил бумагу из рук женщины. «Дайте ее мне, мы заберем это с собой. Вспомните наше соглашение», начала настаивать она. Ее щеки стала заливать краска. Но префект уже шагал прочь к олеоптеру. 6. Бонза Жуньей Жунь вскочил с роскошной кушетки, на которой он возлежал, расшвыривая стоящих по обеим сторонам от него прислужников. Его одежды распахнулись. Он издавал бессвязные выкрики и рычания, пытаясь сорвать сеть опутывающих его голову золотых механодриднитов, которые изменились из ушных отверстий, ноздрей и рта. «Снимите с меня эти штуки», проревел он, метаясь по комнате, избивая кальяный стул, уставленный бокалами с вином и заваленный ампулами. В конце концов, он освободился, сделав отчаянный рывок, и свирепо осмотрелся в поисках своего охранника. Жунь слышал звуки насилия и паники, доносящиеся из других помещений. Что-то пошло совсем не так, и в нем поднималась волна ужаса. Она превратилась в ярость, когда он обнаружил, что охранник стоит на четвереньках, уставившись в лужу собственной рвоты. Жунь отвесил ему сильный пинок. «Чем ты там внизу занимаешься? Вставай, поднимайся и защищай меня, никчемная развалина!» Охранник встал, шатаясь как пьяный. «Тьма!» пробормотал он. «Падают черные завесы!» Мужчина поперхнулся и сплюнул желчь. Жунь снова пнул его. «Предполагалось, что ты будешь меня защищать! Почему ты этого не сделал?» Его лицо было багровым от злости. Вопреки законам Империума, без позволения или санкции Адептус Терра, Бонза обеспечил себя охранником, который обладал не только боевыми навыками, но и толикой психических способностей. Долгие месяцы его ненаглядный убийца был его самым тщательно охраняемым секретом. Но сейчас, похоже, правда вышла наружу. «Здесь Кулексус! Понимаешь, что это значит?» Охранник кивнул. «Я знаю». Когда Бонза впервые услышал название клана Ассасинов, когда ему рассказали историю о том, что значит это слово, он ей не поверил. Он понимал концепцию псайкеров, людей, одаренных, а, как некоторые говорили, проклятых, касанием варпа. Сущность псайкера ярко плава в царстве Имматериума, навечно связывая вселенную плоти с мифом Эфира. Но если они отражали дальний конец спектра, в середине которой таились скудные огоньки жизни обычных мужчин и женщин, то кто же тогда представлял противоположную чашу этих весов? Тьму? Их называли париями. Они появлялись на свет случайно, в одном случае из миллиарда. И, как говорили, это были дети, рожденные без души. Там, где псайкеры пылали как звезды, они были черными дырами. Они были воплощениями противоположностей, как лед по отношению к огню, как тьма по отношению к свету. И так же, как и случилось и со многими другими вещами, Империум Человечества нашел применение этим отклонением. Клан Кулексус собирал пари везде, где только мог их найти. А слухи намекали, что их даже могли выращивать в автоклавах в массовом порядке, в неких секретных биоцехах где-то в Терранской глухомане. До нынешнего дня Жунь-Ей-Жунь никогда в это не верил, отвергая саму идею как выдумку, созданную для устрашения царьков и регентов, которые правили под эгидой императора. Но сейчас он познал страх и вместе с ним правду. Жунь ковылял к дверному проему, но в его одежды вцепились руки. — Бонзо, прошу вас, произнес прислужник. Длинный, тощий человек торопливо продолжил. — Стойте, игра не завершена, еще предстоит пускание жидкостей, их сбор, причастие. Бонзо обернулся и злобно уставился на прислужника. Как и все прочие из тех, кто управлял этим омерзительным притоном от имени повелителей красных проулков, он был задрапирован в полосы шелка и расписан яркими красками. Его кожу покрывали многочисленные мазки, воспроизводящиеся, повторяющиеся формы диска, жезла и противоположных фаз полумесяца. Жунь этот узор не говорил ничего, он попытался оттолкнуть человека прочь, но тот не отставал. — Вы не должны уходить, проречал прислужник. Еще нет, он вцепился в руку Бонзо и крепко ее удерживал. Жунь сплюнул и извлек из кармана тычковый нож. — Отвали от меня, проревел он и тремя быстрыми движениями располосовал человеку горло. Бросив его умирать, Бонзо вырвался в коридор. Охранник находился подле него, его лицо было бледным и блестело от пота. Он что-то бормотал себе под нос на каждом шаге. — Вокс! — выкрикнул Жунь. — Дай мне твой Вокс! Охранник подчинился, из его правого глаза сочилась полоска крови, похожая на багряную слезу. Прокладывая себе дорогу через других клиентов в борделе переодевалки, прорубая себе путь тычковым ножом, Бонзо выкрикивал в микрофон коммуникатора цепочку приказов. — Воздушная охрана! — проревел он. — Выслать мобили для ковровой бомбардировки! Прямо сейчас! 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 — Местоположение! — спросил обеспокоенный голос координатора, находящегося в резиденции клана Ей. — Красные проулки! — ответил Жунь. — Сотрите их с лица земли! — Господин, разве вы сейчас не в этом квартале? — Выполняй немедленно! Это был единственный способ гарантированно убить Кулексус. У него не оставалось других вариантов. Семь. В разрушенной квартире Келл затаил дыхание и прислушался. За шумом смятения, царящего внизу на улице, аудиосенсоры его маски уловили звук компенсаторов гравитационного поля. — Ванус, произнес он, — Ты это слышишь? — Боевые катера, — сказал Ториэль, изучая свои голопанели. — Классоциклон. Исчитываю штурмовое построение. Лицо Келла исказило гримаса, и он вытащил из своего оружия магазин и быстро перезарядил его патронами другого типа. Первый ракетный залп врезался в окружающий сквер здания и Бонзе, пересекающий внутренний двор, поднял глаза вверх, вглядываясь в дождливую ночь. Самую высокую трущобную высотку охватило внушительное облако оранжевого пламени и черного дыма. И в разных направлениях разлетались, крутясь, огненные завитки, которые зажигали новые пожары везде, куда они приземлялись. Охранник держался позади него. Он практически ослеп от нестерпимой головной боли и был едва способен брести по прямой. Телохранитель Псайкер с огромным усилием доплелся до наземной машины, запаркованной около ворот. Вокруг нее лежал круг мертвых тел, убитых автономной системой безопасности. Узнав его, шофер-сервитор поднял вверх крыло двери, пуская внутрь охранника и Бонзу. Невдалеке попал в цель еще один удар, снесший черепицу с крыши борделя. Она полетела вниз, безвредно разбиваяся бронированное покрытие машины. — Вывези меня отсюда! — потребовал Жунь. — Не останавливайся ни в коем случае. Охранник, полузалезший в дверь, внезапно закашлялся. Из его рта полетели брызги крови. Он обернулся. Блестящий черный силуэт в падении покрыло расстояние от крыши до уровня двора, и боль в его голове вспыхнула холодным пламенем. Фигура излучала кольцо невидимой силы, создающее вокруг нее ореол испаряющегося в туманную дымку дождя. — Убей ее! — завопил Бонза пронзительным, полным ужаса голосом. — Убей ее! В позвоночник Псайкера уперлась нога, и Жунь вытолкнул его из безопасности машины, так что тот упал на колени. Крыло двери захлопнулось и плотно запечаталось. Ассасинку Лексус выступила вперед. Охранник снова поднялся на ноги. Они вытекали с глазницы единственного рубиного глаза, как будто она роняла слезы. Телохранитель потянулся внутрь себя и ушел на глубину под пылающую боль, под устрашающую волну небытия, угрожающую его затопить. Он нашел дыхание огня и высвободил его. Пирокинетический разряд, возникший с глухим хлопком, заструился с кончиков его трясущихся пальцев. Удар пришелся прямо в Кулексус, и она отступила назад, тряся своей раздутой стальной головой. Но крохотный оконек надежды, которую питал охранник, умер секунду спустя, когда пламя угасло, почти как если бы его втянуло в ребристую поверхность зловещего одеяния ассасина. Он осознавал, что машина рывками двинулась вперед, но не мог отлечь свое внимание от оскаленного угловатого черепа. Сапфировый глаз гвоздь замерцал, и на телохранителя упал карающий взор оружия, известного как зеркало души. Мощь, необузданная и не оформившаяся, высосанная из ткани варпа и бесплодной атаки охранника, подобно тому, как сингулярность затягивает свет из-за горизонта событий, теперь была выпущена на свободу. Импульс энергии, вырвавшийся из пси-пушки, отбросил телохранителя Бонзе назад, впечатав его в стену внутреннего двора. Сползая на землю, он вспыхнул изнутри, и его плоть, и его вопли поглотило пламя. Жунь-Янь-Жунь бессвязно кричал на своего шофера-сервитора, который распихивал с дороги пеших людей передним бугелем машины. Транспорт добрался до улицы в тот момент, когда новый залп ракет превратили красные проулки в груду камней. Сервитор прибавил газу и направил машину к мосту, который вел к резиденции ей. В свете взрыва замерцало темное размытое пятно, и бронированное лобовое стекло, по которому хлестнуло сине-фиолетовое пламя, треснуло и разбилось. Крупные куски размягченного полимерного стекла посыпались вниз, окутывая сервитора удушливым покрывалом перегретого пластика. Машину занесло, и она врезалась в стол. Жунь иступленно задергал ручку дверного замка, затем заколотил по ней тычковым ножом, а он был охвачен слепой паникой. Кулексус неторопливо забралась внутрь через разрушенное стекло и разоружила его, почти как если бы запоздалая мысль сделать это только что пришла ей в голову. Когда череп приблизился, Бонза испачкал свое нижнее белье. Простите, 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 прости! Поцелуй меня, сказала она голосом, лишенным любых эмоций. Губы Жуня прижала к холодной стали маски, и его пронзила боль. Он отпрянул, и из его рта вылетела пыль. В его конечностях вскипела неукротимая боль. Это его плоть чернела и превращалась в жирный пепел, осыпающийся прямо на его глазах, пока те тоже не сгнили в своих глазницах и не съежились в ничто. Силовая матрица, пронизывающая маскировочный комбинезон Ассасина, затягивала в себя саму жизненную энергию Жунь-Ень-Жуня, выкачивая ее до тех пор, пока от него не осталось ничего, кроме вязкой лужицы сомнительного вещества. Йота вылезла из машины объекта, и пространство вокруг нее внезапно залил сверкающий белый свет. В землю ударила нижняя тяга гравитационного двигателя, взмывая в воздух обломки и то, что осталось от бонзы. Сенсорный комплект, встроенный в шлем, зарегистрировал сетку прицелов орудий боевого катера, наводящегося на ее силуэт, и она замерла, раздумывая о возможности смерти. В следующий миг она увидела в инфракрасном диапазоне огненную линию. Одна-единственная высокопробивная пуля прошла сквозь армированный фонарь кабины катера и обезглавила и пилота, и стрелка. Циклон внезапно остался без управления и в дело вступил автопилот, который опустил машину вниз и совершил мягкую посадку. Спустя какое-то время из одного из догорающих зданий появились двое мужчин. Один в рабочем снаряжении клана Виндикар, другой в более примитивной маскировочной экипировке. Йота мельком глянула на них и вернулась к наблюдению за распространявшимся пламенем. Пока снайпер выбрасывал тела из кабины, к ней опасливо приблизился «Атефакт-клан Кулексус!» «Конечно, это она!» произнес Виндикар. «Не глупи, Тариэль!» «Ты должна будешь идти с нами!» сказал тот, кого назвали Тариэлем. Он указал на катер, в котором снайпер принимал на себя управление. Йота провела пальцем по оскаленным зубам в своей маске черепа. «Ты тоже меня поцелуешь?» Мужчина побледнел. «Может, как-нибудь потом?» Глава пятая Страхи Высвобождение Невинность Один Муж, рука Ренеи на плече Йозефа, выдернула его из мертвого забытия без сновидений, в которое он провалился за кухонным столом, настолько резко, что он почти опрокинул рукой стакан черного чая. До того, как он успел перевернуться, префект схватил его и, не пролив ни капли, вернул вертикальное положение. Он одарил ее слабой улыбкой. «Ха! На этот раз быстрее!» Жена Йозефа сильнее запахнула свой толстый халат и уселась напротив. Было поздно, стоял глубокий вечер и в доме было выключено все освещение, кроме единственного люма над столом. Лампа окружала абажур с крутыми скатами, который собирал в конус отбрасываемый ей свет, сводя все вне его пределов к смутным контурам среди теней. Ива кто же встал? «Нет, он по-прежнему спит и я этим довольна. Из-за всего, что сейчас творится, у него часто бывают плохие сны». «Да?» Йозеф задал вопрос и немедленно ощутил вспышку вины. «Ребенок понимает», сказала Рения, прерывая его. «Я не слышала, как ты пришел», заметила она. Йозеф кивнул и подавил зевок. «Ты и ребенок уже легли, я не хотел вас будить, так что я приготовил чай». Он отхлебнул из стакана и понял, что содержимое остыло. «И ты заснул на стуле», мягко выговорила ему она. «В последние дни, Йозеф, с тобой такое случалось слишком часто». Рения убрала с глаз прядки, выбившиеся из медных волос. Он кивнул. «Прости, это расследование», Йозеф вздохнул. «Оно тяжело идет». «Я слышала», сказала она. «В информационной сети какое-то время гоняли сюжеты на эту тему. Пока не поступили новости с Дагонета, сейчас только о них все и говорят». Йозеф моргнул. «Дагонет», повторил он. «Планета была торговым партнером Исты Веракрус и находилась в нескольких световых годах от Центральной торговой магистрали Тейбианского сектора, в системе, обращавшейся вокруг бледно-желтого солнца. В межзвездных масштабах империума человечества Дагонет практически был их соседом. Он попросил свою жену рассказать подробнее. Йозеф вместе с Дейгом на целый день зарылся в исследование по делу о серийных убийствах, безуспешно разыскивая сведения о Берна Сиге, и ни один из них не видел ничего, кроме папок с делами или медицинских отчетов. Впервые с того момента, как Рения выдернула его из забытия, Йозеф понял, что она что-то скрывает, и по мере того, как она рассказывала, ему стало ясно, что именно. Она была встревожена. В системе появились некие корабли с Дагонета, сказал Рения. Системы слежения сил планетарной обороны не смогли засечь все из них, настолько их было много. Йозеф ощутил в груди необычный всплеск страха. Боевые корабли? Она отрицательно покачала головой. Транспортники, лайнеры и прочее в том же духе. Все Дагонетские корабли. Некоторые едва сумели выйти из варпа, не развалившись на части. Все были забиты людьми под завязку, Йозеф. Корабли были полны беженцами. Почему они сюда прилетели? Не успев закончить вопрос, он уже знал наиболее вероятный ответ. С тех самых пор, как на просторы сектора вырвались сообщения о происходящем в галактике, правительство Дагонета было поразительно сдержанным в выражении своей точки зрения по этому поводу. Они бежали. По всей очевидности, там случился мятеж. Население разделилось на почве своей верности. Она произнесла это слово так, как будто оно было ей незнакомо. Как будто сама идея измены Терри была абсолютно чужеродной концепцией. Это переворот. Йозеф нахмурился. Губернатор Дагонета не позволит ситуации выйти из-под контроля. Знатные кланы не допустят, чтобы планета скатилась в анархию. Если придется вмешаться имперской армии или Астартес... Рения покачала головой и коснулась его руки. Ты не понимаешь. Мятеж начали именно Дагонетские кланы. Губернатор сделал официальное заявление о поддержке воителя. Знать высказалась в пользу Хоруса и отвергла власть Терры. Что? У Йозефа внезапно закружилась голова, как будто он слишком резко встал. Это простые люди. Те, кто оказывает сопротивление. Говорят, на улицах столицы льется кровь. Солдаты сражаются с солдатами. Народное ополчение. С охранниками кланов. Те, кто смог удрать, набились во все корабли, до которых только смогли дотянуться. Он сидел молча, позволяя информации впитаться в сознание. Следовало признать, что в этой цепочке событий присутствовала определенная логика. Йозеф бывал на Даганете в своей молодости, и он помнил, что по количеству словословий со стороны населения планеты Хорус Луперкаль уступал лишь одному императору. Статуи в честь воителя стояли повсюду, и Даганет говорил о нем, как об освободителе. Как утверждали исторические документы, в ранние годы Великого Крестового Похода, призванного объединить заново потерянные колонии человечества, Даганет томился под пятой порочного и корыстного короля-священника, правившего планетой при помощи страха и суеверий. Хорус пришел в этот мир во главе легиона лунных волков и освободил его, совершив это деяние при помощи всего лишь одного патрона, единственного выстрела, сделанного им, чтобы казнить тирана. Эта победа была одним из самых прославленных достижений Хоруса, и она служила гарантией того, что его всегда будут почитать как спасителя Даганета. Стоило ли удивляться, что кланы аристократов в настоящее время правящие этим миром встали под знамена Хоруса, а не далекого императора, чья нога никогда и не ступала на их планету. Лоб Йозефа пошел мрачными морщинами. — Если они пойдут за Хорусом, последует ли истая их примеру? — сказал Арения, заканчивая вопрос вместо него. — Терра далеко отсюда, Йозеф. И воля нашего губернатора не сильнее, чем у правителя Даганета. И если слухи не врут, воитель может быть ближе, чем мы полагаем. Его жена снова потянулась, взяв обе его руки в свои, и на этот раз он заметил, что она дрожит. Говорят, что сыны Хоруса уже на пути к Даганету, чтобы установить контроль над всем сектором. Он попытался придать своему голосу толику твердости и решительности в той манере поведения, которой его, как префекта, обучали следовать, когда граждане обращались к нему за помощью во времена грозившей им опасности. — Этого не произойдет, нам нечего бояться. Выражение лица Реннии, любовь к нему за попытку защитить ее, но смешанное сильным страхом сказала ему, что, несмотря на все его усилия, у него ничего не вышло. В фонарь летательного аппарата бились крупные пушистые комиохимических снегов арктической зоны, которым тысячи лет атмосферного загрязнения придали болезненно-желтый оттенок. Снаружи, под пулевидным носом машины, был лишь невыразительный полок серых небес до водоворот Бурана. Эрис Теткелл уделил им мимолетный взгляд и, отвернувшись, шагнул с приподнятого пола пилотской кабины обратно в маленький салон, который размещался позади нее. — Долго еще? — спросил Терель, который сидел пристегнутым в противоперегрузочном кресле, держа в нежных тонких пальцах полусобранную логическую головоломку. — Недолго, — сообщил ему Келл, намеренно делая неопределенный ответ. Лицо Вануса исказилось от раздражения, и он завертел в руках запутанный клубок головоломки, на самом деле не уделяя ей внимания. — Чем быстрее мы там окажемся, тем счастливее я буду. — Слабонервный пассажир? — слегка забавляясь, спросил снайпер. Терель услышал это в его голосе и обжег его ядовитым взглядом. — Последний летательный аппарат, в котором я сидел, подбили над пустыней. Не могу сказать, что это настроило меня на благосклонный лад по отношению к опыту полетов в целом. Ванус отложил головоломку, которую с изумлением осознал Келл, он уже успел собрать без видимых усилий, и задрал рукав, чтобы заняться своей перчаткой к агитаторам. — Я все еще не понимаю, зачем я здесь нужен. Мне следовало вернуться назад с Вальдором. — Генералу-капитану нужно выполнять собственные обязанности, — сказал Келл. — В настоящее время мы рассчитываем только на себя. — Похоже, что так и есть. Ториэль бросил опасливый взгляд в дальний конец салона, где сидела девушка Йота. Ториэль разместился так далеко от нее, как только можно было сделать, все еще оставаясь при этом внутри кабины. Кулексус, в свою очередь, выглядела целиком занятой узором заклепок на дальней переборке. Водя взад и вперед по их поверхности своими длинными пальцами, она казалась полностью погруженной в повторяющееся, почти бессознательное действие. — Безопасность операции, — сказал Келл. — Приказы Вальдора вполне прозрачны. Мы собираем нужную ему команду, и никто не должен об этом знать. Ториэль помолчал, а затем склонился ближе к нему. — Ты ведь знаешь, что она такое, правда? — Пария, — хмыгнул Виндикар. — Да, я знаю, что это значит. Но Ванус отрицательно затряс головой. Йота предназначена быть против фага. Она не человек, Келл, не такая, как ты или я. Девушка — реплика. — Клон? — Снайпер оглянулся на безмолвную Кулексус. — Я не думаю, что создание такой вещи находится за пределом возможностей ее клана. Несмотря на эти слова, он не представлял, каким образом генмастера могли подступиться к подобной задаче. Келл знал, что биологи Императора обладали огромной квалификацией и невероятными знаниями. Но создать живую личность, цельную и настоящую, из клеток в пробирке, именно, — продолжал настаивать Ториэль, существо без души. Она ближе к сеносам, чем к нам. На губах Келла мелькнула улыбка. — Ты ее боишься? Инфоцит отвел глаза. — Если быть честным, Виндикар, то я боюсь большинства вещей. В этом заключается баланс моей жизни. Келл кивнул, принимая это. — Скажи, ты когда-нибудь сталкивался лицом к лицу с кем-нибудь из эверсоров? Лицо Ториэля стало пепельным, оттенок его щек побледнел, совпадая по цвету с полярными снегами за иллюминаторами летательного аппарата. — Нет, — просипел он. — Когда это случится, — продолжил Келл, — тогда у тебя на самом деле будет то, чего ты сможешь бояться. И мы туда направляемся, — сообщила Йота. Они оба полагали, что девушка целиком погрузилась в свой внутренний мир. Но сейчас она отвернулась от переборки и заговорила так, как будто принимала участие в беседе с самого начала, чтобы забрать того, кого прозвали Гарантином. Глаза Келла сузились. — Откуда тебе известно это имя? Он не говорил о следующем ассасине из списка Вальдора. Не одни ванусы кое-чего знают. Она склонила голову на бок, разглядывая Ториэля. Я их видела. Эвер Соров. Рука Йоты потянулась в сторону шлема черепа, который покоился рядом с ней в свободном пассажирском кресле. Все они одинаковые. Она улыбнулась инфоциту. Экстракт ярости, чистейший. Ториэль сердито посмотрел на снайпера. Так вот зачем мы здесь, в этой обледеневшей пустыне. Чтобы забрать одного из них, он содрогнулся. Снаряженная циклонная боеголовка, и то была бы безопаснее. Келл проигнорировал его реплику. Ты знаешь имя Гарантина? Сказал он Йотю. Что еще? Кусочки мозаики, ответила та. Я видела, что он за собой оставляет. Реки крови и груды мяса. След убийцы Мстителя. Она указала на Ториэля. Знаешь, инфоцит прав. Гарантин — оружие устрашения. И в гораздо большей степени, чем любой из нас. Будничный тон, которым она произнесла эти слова, смутил Келла. С тех самых пор, как Вальдор со своими приказами и полномочиями, полученными от самого магистра ассасинов, появился в пустыне, чувство беспокойства, испытываемое Виндикаром, росло еще сильнее с каждым днем. И сейчас Йота коснулась самой его сути. Они были убийцами-одиночками, каждый на свой собственный лад. Этот общий сбор ему не нравился. Это был не тот способ, которым надлежало вести дела. И где-то глубоко внутри себя Эристет Келл также понимал, что он боится того, что подразумевали такие приказы. Виндикар позвал его по имени клана пилот-транспортника. Келл обернулся. Диспетчерская не отвечает, что-то не так. Ториэль пробормотал что-то про свою злополучность, и Келл метнулся мимо него назад в кабину. Пилот уже начал закладывать крутой поворот. Сквозь кружение и взвихревание увлекаемых пургой льдинок он заметил внизу пятнистый, безжизненный пейзаж арктических просторов, различимый только благодаря слабому изменению в оттенке химснега. Под брюхом воздушного судна обнаружился приземистый бункер из укрепленного ферракрита, видимый только благодаря поблекшим от климата малиновым полосам, очерчивающим его края до равномерным вспышкам проблесковых маяков. Но там, где должны были находиться контуры шестиугольной посадочной шахты, был лишь провал, изрыгающий черный дым и выбросы пламени. Келл уловил писк, охваченных паникой голосов, исходящий из бусины вокса пилота, а пока они закладывали вираж, ему померещились внизу, внутри шахты, отблески оружейных выстрелов. Он стиснул зубы. Это было не просто случайное происшествие, он точно знал, что приключилось. «Ой!» «Они разбудили его», сказала сзади Йота, озвучивая его мысли. «Это была ошибка». «Сажай нас!» рявкнул Келл. Глаза пилота за летными очками округлились. «Шахта горит, а больше приземляться некуда. Мы должны отменить посадку». Виндикар опересательно замотал головой. «Сажай нас на лед! Если я опущу этот корабль туда вниз, он может никогда не взлететь снова», сказал пилот. «И если...» Келл посмотрел на него так, что тот замолчал. «Если мы не разберемся с этим немедленно, то завтра к восходу солнца все поселения в радиусе ста километров превратятся в скотобойни». Он указал на снежные поля. «Сажай эту штуковину! Прямо сейчас!» Три. Вместо того, чтобы вернуться в свою одинокую квартиру в маленьком блоке жилых домов рядом с западной границей радиального парка Дейк Сиган доехал на общественном транспорте до квартала Старого рынка. В это время ночи ни один из прилавков не торговал, но место все еще кипело активностью. Мужчины и женщины грузили товары и готовились к утренней смене, развозя по блестящим кафельным полам, еще не просохшим от мытья ящики на ручных тележках. Дейк прошел через скрытый рынок к другой остановке транспортера и влез в первый же подошедший поезд, не глядя на конечный пункт его назначения. Пока состав монорельса двигался вдоль направляющей, врезанное в мощенное уличное русло, он неторопливо и тщательно оглядел вагон, пробегая по лицам остальных пассажиров бдительным взглядом полицейского. Людей было мало. Три парня в робах грузчиков с капюшонами, усталый и серьезный на вид, пожилая чета, направляющаяся домой, мужчины и женщины в рабочих одеждах, никто не разговаривал, кто-то уставился в пространство перед собой, кто-то безучастно смотрел в окна транспортера. Дейк ощущал их напряженность, не сфокусированный ни на чем страх. Он проявлялся во вспышках раздражительности и пустых взглядах, в рубкой тишине и угрюмых вздохах. Эти люди, как и все остальные им подобные, смотрели на горизонт, залитый заревом далеких огней войны и гадали, когда же она дойдет до нас. Тень мятежа подбиралась все ближе и казалось, что истовера Круз затаила свое общее дыхание. Дейк отвел глаза и стал смотреть на пролетающие мимо улицы. Он проехал три остановки и снова сошел. Он сел на другой транспортер, шедший в обратном направлении и на этот раз соскочил с подножки сразу же после того, как вагон тронулся с остановки перед рынком. Префект Рустой пересек улицу, бросив взгляд через плечо, чтобы убедиться, что за ним никто не следует. После этого Дейк, натянув до бровей вязаную шапочку, исчез в плохо освещенном проулке и пробрался к неприметной металлической двери. В ней открылось окошко и на него изучающий посмотрело круглое румяное лицо, на котором заиграла широкая улыбка узнавания. — Дейк, давненько мы тебя не видели. — Привет, Нуст. Он смущенно кивнул. — Можно войти? В ответ дверь с челчком распахнулась и он переступил порог. Внутри было тепло и Дейк несколько раз моргнул, его глаза слезились, а замерзшая кожа лица немного оттаивала. Нуст протянул ему жестяную кружку с порцией подогретого вина, и префект последовал за мужчиной вниз по стальной лестнице. По мере того, как они спускались, теплый воздух уносил вверх дыхание нежной музыки. — Я подумывал, не поменял ли ты свое мнение, сказал Нуст. Иногда такое случается. Люди принимают что-нибудь на веру, а потом начинают сомневаться. Это примерно как сожаление о покупке, которое приходит задним числом. Он издал сухой смешок. — Дело не в этом, сказал Дейк. Просто я был не в состоянии сюда прийти. Из-за работы он вздохнул. Я должен быть осторожным. Нуст бросил на него взгляд через плечо. — Конечно, как и все мы, особенно в текущей обстановке. Он понимает. Дейк вздохнул, чувствуя себя виноватым. — Надеюсь, что так. Лестница доставила их в погреб с низким потолком. К продольным стенам помещения были приклеены люмы, а внутри обретался паноптикум сидений, упорядоченных в неровные ряды. Некоторые из них были изделиями из пластика, позаимствованными из офисных закоулков, другие — обветшалыми диванами из заброшенных домов. А пара-тройка представляла собой не более чем умело обрезанные упаковочные ящики. Все они были расставлены полукругом, с центром в виде покрытого скатертью стола. На некоторых креслах лежали листовки, напечатанные красным шрифтом. Главный префект Ката-Телемах дорого дала бы, чтобы найти это место. Оно было одним из горстки разбросанных по исти Веракрус, и каждая пряталась прямо у нее под носом. Не было никаких опознавательных символов, показывающих их местоположение, никаких секретных паролей, которые должно было называть, или специальных знаков, которые обеспечили бы в них доступ. Те, кому было предназначено узнать об этих местах, просто-напросто находили их самостоятельно, или их приводили единомышленники. И, несмотря на все, на чем настаивала главный префект, вопреки всем гуляющим слухам и дурацким сплетням, отворившимся в подобных подвалах и укромных местах, в них не происходило ни ужасов, ни кровавых ритуалов с убийствами, ни темных обрядов. Были лишь обычные люди, связанные членством в Теоге. Это и ничего более. Он размышлял над этим, потирая большим пальцем полированное золото талисмана Аквилы на своем запястье. На столе стоял допотопный голографический проектор, мигающий и гудящий. Над ним плавало окрашенное в голубое изображение Терры, воспроизводящее суточный цикл вращения планеты. Рядом с проектором лежала книга, открытая на странице убористого текста. Она была напечатана на обычной виноградной бумаге и сбрашурована без обложки. Как в свое время понял Дейк, друг Нуста, работающий в типографской мастерской в ночную смену, использовал материалы, оставшиеся от других работ и время простоя станков между печатью, оплаченных клиентами тиражей, чтобы размножить первоисточник. Страницы были потрепаны множеством касающихся их рук, и ему захотелось взять их в руки и листать, получая утешение от написанного. Дейк знал, что стоит только ему попросить, и Нуст выдаст ему копию для личного пользования. Но иметь такую книгу в доме, там, где она могла быть обнаружена, случайно, или того хуже, и использована людьми, не понимающими заключенные в ней истинной сути, для того, чтобы обвинить его, он не мог пойти на такой риск. Рядом с ним обнаружился Нуст. Ты отлично рассчитал время. Мы как раз собирались начать чтение. Ты ведь присоединишься к нам. Дейк осмотрелся. В погребе было совсем немного людей. Некоторых он знал. Другие же были ему не столь знакомы. Он заметил новое лицо и узнал егеря из участка. Мужчина ответил настороженным взглядом. Но Дейк кивнул ему в заверение разделяемой ими тайны. Конечно, сказал он Нусту. Парень с перебинтованной рукой взял книгу и передал ее другу Дейка. На первой странице спартанского во всех отношениях Тома присутствовал единственный элемент украшения. Слова вытесненные красными чернилами. Лектицио Дивинитатус Божественное Откровение Четыре Если Гарантин когда-то и обладал настоящим именем, те стародавние времена бесследно канули в лету. Сами понятия прошлого и будущего были для Эверсора странными абстрактными идеями. Они были вещами, которые, если бы он сумел остановиться, чтобы их обдумать, вызвали бы лишь ростки замешательства и, как и все остальное вокруг него, ярость. Эверсор существовал исключительно в состоянии неистого вечно длящегося сейчас, и вопросы, касающиеся до и после, сводились к их самым кратковременным составляющим. Всего лишь за несколько биений сердца до он обезглавил охранника, пытающегося одолеть его при помощи какой-то разновидности крупнокалиберного оружия, которое стреляло сетью. Через мгновение после он покроет прыжком открытое пространство, куда не дотягивался кран для летательных аппаратов и приземлиться среди группы техников, убегающих к дверному проему. Гарантин позволил себе осознавать природу прошлого и будущего в таких мелких масштабах, но выходить за эти рамки не имело смысла. Его способом существования была жизнь в гуще убийства. Он смутно осознавал другие времена, времена, когда он лежал в ваннах, наполненных амниотическими жидкостями, в то время, как неутомимые машины его клана залечивали его раны или усовершенствовали инжекторы и стимуляторов и вырабатывающие медикаменты железа по всему его телу. Времена, когда в лишенные снов и дреме между миссиями в его голове, как информационные бутоны распускались гипногогические потоки данных, когда характеристики объектов связывались со спусковыми механизмами настроения, чтобы обеспечить ему всплески эйфории от каждого убийства, спазма удовольствия при достижении очередной промежуточной точки, судороги боли, если он отклонялся от программы. Однако сейчас ничего подобного не происходило. Он обдумывал это, пока завершал прыжок, параллельно с тем, как его аугментированная мускулатура расслаблялась, чтобы принять удар от приземления. В то время, как одна лишь сила его инерции немедленно убила убегающего техника, он крутился волчком, вскрывая вены ножами-когтями на руках и ногах, вскались еще зев его стальной маски черепа, орошали брызги крови, а он искал программу, набор условий, определяющих победу. Их не было. Копнув глубже, он дотянулся до своего чахлого прошлого. Он отмотал его назад так далеко, как только смог, возможно, на час. Он заново прогнал в памяти этот момент, внезапное пробуждение. Переходной кокон, хранивший его в своем безмолвном, похожем на утробу пространстве, в котором он переживал не время своего следующего блистательного высвобождения, внезапно раскрылся. Ошибка или что-то другое, акция неприятеля. В конце концов, именно это допущение было заложено в гарантина на случай непредвиненной ситуации. Он обосновывал это в той степени, в какой был вообще на это способен, тем, что, конечно же, если его разбудили по любой другой причине, гипногогия гарантировала бы, что он знал зачем. Но ничего не было, никаких параметров, только бодрствование. Для Эверсора проснуться означало окунуться в блаженство убийства. В его крови бурлили коктейли из стимуляторов и боевых медикаментов. Компактные импланты биофабрики в брюшной полости исправно синтезировали ударные дозы ярости, стимула и психона. При обычных обстоятельствах гарантин был бы вооружен не только имплантированным в кожный покров холодным оружием и маской-шлемом. Он был бы окутан броней и снаряжен комплексов сервис-систем. То, что у него их не было, всего лишь изменило подход убийцы к его мишеням. Он отбил несколько мелкокалиберных стабберов и пустил их в дело, используя каждый, пока не иссякал барабан с боеприпасами, а затем превращая оружие в дубину для укладывания своих жертв. Но стабберов хватало лишь на пару-тройку ударов, а потом они ломались поперек корпуса из-за его неистовства, и ему приходилось их выбрасывать. Он ударил человека кулаком с такой силой, что раздробил ему череп, а затем перепрыгнул через импровизированную баррикаду, двигаясь быстрее, чем прячущиеся за ней люди успели в него прицелиться. Он убил их своим же собственным орудием и побежал дальше, вглубь комплекса. Если бы Гарантин был в состоянии остановить скачущий ход своих мыслей, если бы он оказался способен приглушить свою потребность убивать хотя бы на секунду, некоторые части здания могли бы показаться ему знакомыми, но он не мог сделать ни того, ни другого. В отсутствие приказов без указанного ему объекта Эверсор занялся тем, чему его обучали, и он не остановится, убиваясь здесь и перемещаясь к следующей порции мишеней, затем к следующей и следующей за ней, вечно пребывая в настоящем. Пять. Когда все закончилось, Дейг ощутил себя обновленным, но он пришел навстречу не из личных соображений. Пока некоторые из остальных общались между собой, префект отвел Нуста в сторону, и двое мужчин разделили чашу с теплым вином и вопросом. Нуст молча выслушал пояснение Дейга по поводу его текущего дела, и когда тот закончил, кивнул. Я знаю Эрна Сига. Я предполагал, что он мог быть причиной того, что ты пришел со мной повидаться. Его лицо показывали в публичной информационной сети. Сказали, что он разыскивается, чтобы помочь вам прояснить некоторые вопросы. Дейг появил желание поморщиться. Действия по приказу Телемах, Леймнер сделал неуклюжую попытку выманить Сига и осознанно слил средства массовой информации и его снимок. Но, судя по всему, это наоборот заставило человека забиться поглубже в укрытие. Нуст продолжил. Этот парень баламут, это несомненно, без направляющей, можно сказать. Но именно в этом Теок и может помочь. Сидя в карцере, он узнал о тексте от корабельного матроса. У нас Эрна встал на другой путь. Он отвел глаза. По крайней мере на какое-то время. Дейг подался вперед. Что ты имеешь в виду? Нуст оглядел его. Это ты спрашиваешь, Дейг Сиган или Стража? Мы оба, ответил он. Это важно. Ты знаешь, что я не задал бы вопрос, если бы было по-другому. Да, это так, вздохнул Нуст. Дело вот в чем. Какое-то время Эрна ходил сюда как на работу и он пытался изменить себя. Он хотел улучшиться. Эрна трудился, чтобы стать чем-то большим, нежели злой отчаявшийся головорез, которого он хотел оставить там в космосе. Путь предстоял долгий, но Эрна это понимал. Однако потом он стал появляться реже. Когда это случилось? Считанные полумесяцы тому назад, может два. Когда я с ним увиделся, он был каким-то дерганым. Говорил, что собирается заплатить за то, что натворил. Нуст помолчал, упорядочивая мысли. У меня сложилось впечатление, что кто-то, я не знаю, преследовал его. Он был раздражительным, вел себя как параноик. Все старые, плохие черты опять полезли наружу. Дейк потер подбородок. Он, возможно, убил несколько человек. Шокированный Нуст посмотрел на префекта. Нет, не может такого быть. Возможно, когда-то давно, но не сейчас. Он не способен на это. Уже нет. Я поклялся бы в этом самому богу-императору. Мне нужно найти Эрна, сказал Дейк. Если он не виновен, нам необходимо это доказать. Нам... Мне нужно защитить все это. Он обвел рукой вокруг себя. Я нашел здесь свой путь. Я не могу это потерять. Дейк представил, что может случиться, если Телемах или Леймнер заполучат Сига, сломают его на допросе, а затем найдут дорогу в это место. В их атеистическом, стерильном мирке не было места откровению имперской истины, неоспоримой реальности, блистательной божественности императора. Церковь, хоть она вряд ли тянула на это название, и прочие и подобные, будут снесены до основания, сожжены до тла. И слова божественного откровения, так преобразившие Дейга Сига, когда он прочел их, будут вычеркнуты из памяти и останутся неуслышанными. Сига и его преступления используют как повод, чтобы предать все это огню. И император защищает, проронил Муст. «И я ему в этом помогу, если ты дашь мне шанс», настойчиво произнес префект. «Просто скажи мне, где прячется Эрна Сиг». Муст допил свое вино. «Хорошо, брат». Шесть Она услышала за своей спиной грохочущий ураган очередей и еще больше криков. Йота замерла на холодном металлическом полу и склонила голову набок, позволяя авточувствам своего шлема черепа снять показания и вернуть ей результаты их обработки. Он был очень близко. Она привлекла его интерес, возникнув посреди лестницы перехода, дав ему как следует себя разглядеть, а затем обратившись в бегство. Эверсор узнал другого ассасина с первого взгляда. И она, конечно же, была самым серьезным фактором угрозы из всего, с чем убийца-психопат столкнулся с момента своего пробуждения. Он шел за ее головой, но это не мешало ему задерживаться по дороге, чтобы разделаться с каждым сотрудником этого заведения, которому не повезло попасться ему на пути. Таковы были убийцы клана Эверсор. Несмотря на всю свою кровожадную жестокость и безжалостность, заложенную на уровне инстинктов, они отличались методичностью. Они не оставляли свидетелей, ничего кроме трупов. Йота ждала, покачиваясь на каблуках, готовая броситься в бегство в тот же момент, как он снова ее заметит. Из того, что инфоциту удалось воссоздать на основе добытого из кагитаторов базы, складывалось впечатление, что при извлечении гарантина из одного из глубоких изохранилищ под толщей арктических льдов произошел катастрофически несчастный случай. Крио-капсула, содержащая спящего ассасина, раздробила гидромагистраль. Лопнувшая труба окатила операторов сверххолодным метанолом, заморозив их всех в мгновение ока. К тому моменту, как вниз в транзитную зону подоспела другая команда, из капсулы слилась жидкость и Гарантин успел пробудиться. Он с легкостью убил их, даже пребывая в полусонном состоянии и не имея оружия. Технологи клана совершили фатальную ошибку, поставив первым приоритетом проблему утечки охлаждающей жидкости. Естественный выбор в свете того, что внизу в хранилищах изоляторах этого заведения содержалось еще 9 полевых агентов клана Эверсор. Собратья Гарантина, оставленные на произвол судьбы в конечном счете, пробудились бы вслед за ним. Но время, затраченное на стабилизацию условий в складских отсеках, позволило Гарантину полностью оттаять и приступить к уничтожению всех живых существ в комплексе. Кулексус, ты где? Прошипел в вокс приемнике ее шлема голос Ториэля. Зона 8, первый ярост, смотрю на запад, ответила она, жду. Я получил доступ к библиотеке основных систем, сообщил он ей, явно находясь под впечатлением от собственных достижений. По мере того, как он движется, я закрываю за ним пневмолюки. Обдумывая это, Йота посмотрела вниз, на многоствольный комбинированный игломет, закрепленный на ее правом запястье. Он не животное, Ванус, он поймет, если ты попытаешься его направлять. Просто держи его в движении, пришел ответ. Она больше ничего не сказала, поскольку в этот момент из-за поворота коридора вылетел Гарантин. Его коренастое, очень мускулистое тело подрагивало от напряжения. Из-под металлической маски с пыхтением вырывались в воздух клубы белого пара. И когда он двигался, Йота видела участки, где проглядывала кожа и контуры имплантов под ней. Гарантин был с ног до головы покрыт потеками человеческой крови. Он замер, урча как двигатель, и оглядел ее с низким смешком. В одной руке он держал стаберный карабин из закругленного жерла ствола, которого капала жидкость. У нее мелькнула мысль попытки воззвать к его рассудку, но она отказалась от этой идеи так же быстро, как та возникла. Ходили слухи, что в мозг всех эверсоров был заложен мем перехода в режим ожидания. Бессмысленная цепочка слов, которая, будучи произнесенная вслух, приведет их в пассивное состояние или даже разрушит их нервную систему. Если это было правдой, то Йота не сомневалась, что убийца-психопат позаботился о том, чтобы ни один из знавших кодовую фразу технологов базы больше не смог ее озвучить. Гарантин указал на нее своим сломанным оружием. «Ты!» сказал он густым басом. «Быстро!» Возможно, это было угрозой, обещанием незамедлительно ее прикончить, а может и комплиментом ее проворству в знак признания того, что с момента его пробуждения Йота была первой настоящей проблемой, с которой он столкнулся. Это не имело значения. В следующую секунду он бросился на нее, атакуя, как разозленный Грокс. Она выстрелила в него залпом иголок из гласейка, описывая плавное обратное сальто, чтобы создать между ними дистанцию. Сверкающие стрелки простучали по торсу Эверсора, зарываясь в мышцы его груди, но убийца-психопат лишь буркнул что-то и смахнул их прочь. Йота остановилась, развернувшись спиной к большому внешнему люку в форме овала, и в этот момент до нее снова донесся голос Ториэля. «Он там?» раздался торопливый вопрос. «У меня трудности с регистрацией местонахождения Гарантина». Она кивнула собственным мыслям. Среди множества имплантов под кожей Эверсора имелись и пассивные сенсорные глушители, которые могли сбить с толку детекторные насадки многих стационарных сканеров. «О, он тут!» сообщила Йота. «Он прикончит меня менее чем через 110 секунд». Прогноз базировался на наблюдениях, сделанных во время уже совершенных гарантийным убийств. «Работаю еще поспешнее», сказал инфоцит. «Копайся сколько угодно», ответила она. Эверсор замер и склонил голову на бок, оценивая ее. Йота перевела дух и перенесла внимание на себя. Она активировала силовую матрицу, встроенную в ее маскировочный комбинезон, позволяя ей раскинуть сеть своего воздействия за пределы реальности в эфир варпа, но процесс шел медленно. Если бы она сражалась с Псайкером, она смогла бы за секунду выжать его насухо, выкачать его силы для собственных нужд. Но здесь и сейчас не было ничего, кроме заурядной энергии воздуха, тепла и жизни. Она почувствовала, как медленно раскрывается диафрагма глаза анимуса, но уже в этот момент она понимала, что он не будет готов вовремя. Второй ассасин испустил хриплый смешок и, наклонившись, выломал из несущей колонны короткий держатель для осветителя, породив при этом фонтан искр. Он взмахнул стальным стержнем, как дубиной, и направился к ней. В тот же момент люк за спиной Йоты застонал под действием мощной гидравлики и распахнулся с треском ломающегося льда. Ее окружил шквал полярного воздуха и поднятого ветром снега, ворвавшийся внутрь помещения. В коридоре завихрилась непродолжительная пурга, заполняя пространство белизной. Энергия анимуса приближалась к рабочему уровню, но, как она и предрекала, убийца Гарантин уже находился на расстоянии удара, и на этот раз он не мешкал. Прежде чем Йота смогла высвободить хотя бы толику потенциала своего пси-оружия, он обрушил пруд на ее грудь с такой силой, что она вылетела наружу, в заполненный снегом нескольких ребер. Она неудачно приземлилась в небольшой нанос белизны и выкошила в свой шлем струйку кровавой слюны. Из того факта, что она осталась живых, стало понятно, что он для начала хотел с ней поиграться. Его прозвали Гарантином, потому что, как утверждалось, он был родом из гарантской пряди общины в облаке Оорта на ближней стороне провала в ветве Персея. Психопат от рождения, который, еще будучи ребенком, едва научившимся читать, убил всех на своем родном астероиде. Неудивительно, что клан Эверсоров с восторгом забрал его под свое крыло. Йота изо всех сил пыталась подняться. Посмотрев через оптику своего шлема черепа, она увидела, что в ее поле зрения появился ухмыляющийся оскал. Гарантин ухватил ее за лодыжку и без всяких усилий метнул через двор. На этот раз удар смягчил большой сугроб, но, несмотря на это, все ее тело завибрировало от сотрясения, и она испустила тонкий вскрик боли. Ванус что-то трещал ей в ухо по поводу закрытия люка, но для нее это не имело никакого значения. Йота сконцентрировалась на приведении Анимуса в состоянии готовности к стрельбе. Если их план потерпит неудачу, именно она должна будет убить Гарантина, сокрушив его горячечный разум шквалом чистой энергии варпа. Эверсор рванул к ней в припрыжку, закатываясь смехом, и в самый последний момент взмыл в прыжке в воздух. Время, казалось, загустело и замедлилось. До нее долетел басовитый хлопок удаленного выстрела, и полет Гарантина внезапно изменил направление. Его отбросило в сторону под прямым углом, как будто кто-то дернул его за невидимую струну. Убийца-психопат поднялся на свои коктистые ноги, шатаясь и приходя в себя после удара. Йота увидела на его груди дымящуюся рану. Кулексус, у которой все еще плыла перед глазами, поискала, а затем нашла источник вмешательства. На крыше одного из соседних бункеров стояла мерцающая белая фигура, сжимающая в руках снайперскую винтовку. Снежная рассветка поблекла до чернильно-черной. Виндикар умышленно привел свою камелеоновую накидку в нерабочее состояние, позволяя Эверсору как следует себя рассмотреть. Он скинул винтовку к плечу, когда убийца-психопат взревел при его виде, по всей очевидности, на какое-то время забыв про Йоту. Эверсор снова бросился в атаку, и винтовка вскрикнула. Первый выстрел был сделан блок ДВП грузовика или превратить незащищенного броней человека в груду мяса. Его хватило, чтобы привлечь внимание Гарантина. В морозном воздухе просвистел следующий выстрел, и в грудь Эверсора ударили размытые очертания. Это была увесистая стрела, скроенная из высокоплотного глассейка. Она содержала резервуар с гелем, который впрыскивался в плоть объекта под давлением, возникшим при ударе, но он не был наркотиком или другим зельем. Тело Эверсора было химическим ядом из нескольких дюжин взаимодействующих боевых медикаментов, и охладить его не смогли бы никакие яды и никакие успокоительные. Вещество гель в стрелках был миогенной жидкостью абсолютно другой направленности. Подвергнувшись действию кислорода, она создавала мощный биоэлектрический разряд, единственного удара, которого было достаточно, чтобы оглушить Огрина. Летальный исход здесь не подразумевался, и Гарантин, казалось, пришел от этого в ярость, как будто он был оскорблен тем, что против него использовали такое незамысловатое оружие. Он вырвал стрелку и бросился вперед. Кэл опять выстрелил, безупречно попадая в ту же самую точку, затем снова и в третий раз. Эверсор не дрогнул, хотя из кровоточащей раны на его груди сыпались потрескивающие голубые искры. На одно мгновение Йота почувствовала редкую для нее вспышку страха. Сколько зарядов было в магазине винтовки Виндикара? Хватит ли их? Она не обращала внимания на Вануса, кричащего что-то и в ухо и продолжала наблюдать. А тишина падающего снега поглощала грохот выстрела за выстрелом. Эверсор запрыгнул наверх к тому месту, где стоял Виндикар и замахнулся на него как кистой рукой. Из-за заряда дюжины стрелок, усеивающих его тело, его чувство равновесия дало сбой. Удар сломал пополам винтовку Кела, и ее куски разлетелись в разные стороны. Йота вскочила на ноги, нацеливая Анимус. Если она ударит сейчас, Виндикар будет пойман в галапсе выстрела. Но вслед за этим боевой пыл ассасина Эверсора угас, и Гарантин шатнулся назад, наконец-то поддаваясь всем полученным повреждениям. Он нанес по Келлу свой последний удар и, промахнувшись, свалился с крыши бункера обратно во двор, следуя инерции своего замаха. Йота осторожно приблизилась к нему Росцой, низко пригибаясь к земле. Она не чувствовала уверенности. За ней подошел снайпер, чтобы обозреть собственную работу. Она услышала, как Ториэль спросил. — Он повержен? — Ради нашего же блага, — пробормотал Келл. — Ты не представляешь, как я на это надеюсь. Семь. Дейк остановил наземную машину у подножия холма и заглушил двигатель. — Отсюда мы пойдем пешком, — сказал он. Слабый, предрассветный свет делал его похожим на привидение. Йозеф внимательно посмотрел на него. — Расскажи-ка мне снова, как ты вышел на этот след, — произнес он. — И повтори еще раз, зачем тебе понадобилось вытаскивать меня из кровати? — Кровати, в которой, заметь, я последние несколько дней почти не бывал, и пока весь остальной город спит, привозить на заброшенный виноградник. — Я тебе говорил, — сказал Дейк с несвойственной ему лаконичностью. — Источник, пойдем. Прилетать по воздуху было бы слишком рискованно. Вдруг Сик испугается, и его вообще может здесь не быть. Йозеф последовал за ним наружу в холодный воздух, задержавшись на мгновение, чтобы проверить магазин своего пистолета. Он оглядел низкий холм. За тяжелыми железными воротами находился полуразрушенный остров того, что когда-то раньше было винным двором Бласка. Участок южных склонов, три полных сезона тому назад выгоревшие от пожара, еще только предстояло восстановить, и сейчас он стоял пустой и голый. В сырости рассветного воздуха все еще можно было ощутить нотку горелого дерева, вытянутую наружу влагой. — Если ты думаешь, что Сик здесь, — сказал Йозеф, — у нас как минимум должна быть группа поддержки. — Я точно не знаю, — ответил Дейк. — Что ж, не слишком надежный источник, — сказал Йозеф. Этой репликой он заработал сердитый взгляд. — Ты знаешь, что случится, если я про это хоть слово в участке выдохну. Леймлер набросится на все это как чума. Он не мог не согласиться. Кроме того, если бы Леймлер был в курсе, а сведения Дейка оказались бы пустышкой, все шишки посыпались бы на двух префектов. — Хорошо, но не держи меня в неведении. Когда Дейк посмотрел на него снова, его взгляд был почти умоляющим. — Йозеф, — Я мало что у тебя просил, но сейчас заклинаю. Просто поверь мне и не задавай вопросов. — Хорошо? Он в конце концов кивнул. — Хорошо. Они проникли на виноградник через сломанную секцию ограждения и проследовали по подъездной дорожке до главного здания. Почву усеивали, мелкие ветки и наносы влажных листьев. Йозеф бросил взгляд направо и увидел место, где неухоженный, почерневший грунт уходил вниз крутыми террасами. До пожара эти уступы изобиловали зеленью, но теперь их покрывало лишь сплетение дикой поросли. Йозеф помрачнел. У него дома до сих пор хранилась бутылка бочечного портвейна Браска десятилетней выдержки. Это была хорошая марка. — Там, — прошептал Дейк, потянув его в сторону хозяйской постройки. Йозеф помедлил. К тому моменту, как его глаза привыкли к сумеркам, и взгляд выхватил то, что не вписывалось в общую картину. Он увидел кое-какие признаки того, что здесь недавно ходили. Места, где грязь была потревожена ногой человека. Наблюдатель, смотревший от ворот, не заметил бы ничего, но здесь, вблизи, имелись улики. Йозеф подумал о убийствах Норты и Латига и потянулся к рукоятке пистолета в кармане своей шинели, подбадриваясь надежным присутствием огнестрельного оружия. — Берем его живьем, — прошептал он в ответ. Дейк бросил на него взгляд и, вытащив из глубины своей куртки модель терморегулятора, повел им вокруг в поисках признаков тепла. — Конечно. Они нашли своего подозреваемого внутри бандарской хибары, где тот спал в изгибе полузаконченной бочки. Он услышал их приближение и в панике вскочил на ноги. Йозеф направил на него яркий белый свет своего ручного фонарика и тщательно нацелил пистолет. — Эрна Сик, — рявкнул он, — мы префекты-стражи, и ты задержан законом. Стой, где стоишь, и не двигайся. Человек едва не упал в обморок. Так велик был его ужас. Сик заметался и, споткнувшись, привалился спиной к стенке своего импровизированного укрытия. Но потом, с ощутимым физическим усилием, овладел собой. Он поднял свои дрожащие руки, сжимая в правой ручку до потопной керосинки. — Вы пришли меня убить? — спросил он. Это был не тот вопрос, которого ждал Йозеф. Он уже сталкивался с убийцами. Чаще, чем бы ему этого хотелось. Но поведение Сига не напоминало ни одного из них. От Сига, как жар от костра, исходили волны ужаса. Йозеф как-то спас мальчика, которого несколько недель держали пленником в винном погребе. И вид его лица, когда он вышел на свет в первый раз, сейчас зеркалом отражался в выражении Эрна Сига. Мужчина выглядел как жертва. — Ты подозреваешься в совершении особо тяжкого преступления, сообщил ему Дейк. — И ты должен будешь пойти с нами. — Я заплатил за то, что сделал, резко возразил тот. С тех пор я ничего больше не совершал. Сиг посмотрел в направлении Дейка. — Как вы меня нашли? Я так хорошо спрятался, что даже он не сумел бы узнать, где я. Пока Йозеф соображал, кто мог бы подразумеваться под он, Дейк ответил. — Не бойся, если ты не виновен, мы это докажем. — Да? Вопрос прозвучал неуверенно и опасливо, как слова ребенка. И тогда Дейк произнес нечто, показавшееся в данный момент неуместным. Однако слова подействовали как успокоительное, немедленно ослабив напряженность в напружиненной фигуре Сига. Дейк сказал. — Император защищает. Когда Йозеф перевел взгляд обратно на Сига, тот смотрел прямо на него. — Я совершил много вещей, которыми не могу гордиться, сказал Сиг сабрату. Но с этим покончено. И я не делал того, в чем обвиняет меня сеть. Я никогда не лишал человека жизни. — Я тебе верю, — Эрна, произнес Йозеф. Слова вылетели из его рта прежде, чем он успел осознать, что они формируются в его уме. И, как ни странно, он и в самом деле ему верил. Причем настолько безраздельно, что это оказалось сюрпризом для самого префекта. На каком-то инстинктивном уровне он знал, что Эрна Сиг говорит правду. Йозеф не смог понять, откуда пришла эта внезапная уверенность. И этот факт сильно его обеспокоил. Но у него не было времени, чтобы размышлять на эту тему. Крыша бандарской хибары была полукруглой конструкцией из гофрированного металла и стекла, частью покоробленных или разрушенных прокатившейся когда-то огненной бурей. Рассветный ветер сменил направление, и затклый воздух внезапно наполнился, непонятно откуда взявшимся шумом. Йозеф узнал грохочущий стрекотурбин калиаптера за доли секунды до того, как резкий свет натриевых ламп залил пол белизной. Это ударило вниз через закопченное стекло и дыры в крыше, ослепительное сияние фар-прожекторов. Голос, усиленный громкоговорителем, воспроизвел первую фразу, которую Йозеф выкрикнул Сигу, и затем все пришло в движение. Префект посмотрел вверх, заслоняя глаза, и различил размытые очертания егерей, которые сыпались из зависших в воздухе летательных аппаратов, спускаясь вниз по канатам с крупнокалиберным оружием в руках. Он вернул взгляд назад и увидел незамутненную ярость на лице Сига. Ублюдки! злобно выплюнул тот. Я бы пошел, но вы врали, вы врали! Дейк протянул к нему руку. Нет, подожди, выкрикнул он. Я их не приводил, мы пришли одни. Сиг обругал их еще раз и сирепым рывком швырнул керосиновую лампу, которую держал в руке. Она ударилась о землю и с грохотом разлетелась в шкваля стеклая огня. Егеря над головой как раз проламывались сквозь неповрежденные участки крыши. Обломки кровли дождем полетели вниз. Горящий керосин из лампы коснулся грязного хлама из застаревших потеков на полу и вверх взметнулось дымное пламя. Йозеф успел оттолкнуть Дейга в сторону, прежде чем прокатилась новая волна огня, пожирая штабели, трухлявого дерева и разбросанные вокруг них бумажные пакеты. Дейг попытался преследовать Сига, но между ними уже стеной выросло пламя и гудящее биение лопастей Коля Аптера раздувало его, поднимая высоко вверх. Сиг исчез в жаре и дыме. Егеря отцепляли себя от канатов, а один из них уже вызывал по рации пожарную бригаду, когда на них налетел Йозеф. Префект увидел среди людей лицо скельты и схватил того за грудки. «Кто приказал вам встрять?» заорал он, перекрывая звук турбин. «Кто тот хрен, который все испортил?» Глава шестая Ультио Ложь-убийство Гибель царей и цариц Один Офицео предоставило им корабль без лишних формальностей. Судно имело изменчивую личину под стать тем, кому оно служило. В настоящий момент оно направлялось к орбите Юпитера, и его вымпелы и сигнальные огни провозглашали, что это Холис Фей, кислородный танкер Сереры, приписанный космическому поселению Коалиция Белтер. Его кодовым именем, ставшим известным Келлу и всем остальным во время погрузки на борт, было Ультио. Внешне Ультио воспроизводил одну из разновидностей транспортных кораблей малого тоннажа, что курсировали по тысячам различных субсветовых маршрутов внутри звездных систем по всему Империуму. Эта модель настолько примелькалась, что ее вездесущность делала ее почти невидимой. Превосходная ширма для судна на службе Официо Ассасинорум. Маленький по стандартам циклопических звездных крейсеров, составлявших флотилии Имперского флота и баронств вольных торговцев, Ультио был фикцией от первого до последнего дюйма. Ствол главного корпуса в форме кряжестого трезубца, казавшийся грузовым трюмом, на самом деле заполняли механизмы и трансмиссия для древнего варп-двигателя, сконструированного на грани технологических возможностей. Его происхождение терялось в веках, и судно соорудили вокруг него, так что под каютой отсеки была отведена только носовая секция кленовидной формы. Ее изогнутый назад модуль, чьи обводы напоминали воздушный планер, мог отделяться от громоздких двигателей и спускаться на планеты, подобно боевым катерам. Внутри Ультио помещения для экипажа были тесными и узкими, спальные каюты не превосходили размером тюремные камеры, коридоры шестиугольного сечения и полетная палуба были оборудованы продвинутыми имитаторами гравитационного поля, чтобы можно было использовать каждый квадратный сантиметр их поверхности. Вдобавок, к растущим рядам отряда ликвидации в судовой команде числилось три постоянных члена, ни один из которых не мог полностью считаться человеком. Келл, направлявшийся на корму, был в курсе, что в нуль камере под его ногами лежит погруженный в сон корабельный остропад, осознанно ввергший себя в сомнамбулическое состояние. Навигатор Ультио, обычно безвылазно сидевший глубоко внутри систем двигательного модуля, тоже предпочел впасть в забытье сенсорной депривации внутри аналогичной пси-изолированной камеры. Оба выразили глубочайшее неудовольствие при появлении на борту Йоты, но их запросы на ее изоляцию или медикаментозное погружение в анабиоз были отклонены. Келл мог лишь догадываться, до какой степени призрачная негативная аура, излучаемая Кулексус, нарушала утонченное псионическое восприятие варп-навигатора и астротелепата. Даже он сам, незатронутый скверной псайкерства, находил слишком долгое пребывание под ли девушки парией чрезвычайно неприятным. Она согласилась постоянно носить свою гривну демпфер, но даже это устройство не могло заблокировать зловещую атмосферу, следовавшую за Йотой, куда бы та ни пошла. Меньше всего человеческого осталось в третьем члене экипажа Ультио. Перед глазами Келла все еще стояло странное выражение лица Ториэля, в котором мешались ужас и зачарованность, когда они познакомились с пилотом звездного корабля. У того не было тела, больше не было. Подобно почтенным дредноутам Адептуса Стартес, существо много сот лет тому назад, бывшее человеком, теперь превратилось в несколько фрагментов плоти, погребенных внутри корпуса из железа и стали. Всем, что осталось от пилота, были отделы мозга и законсервированные клубки нервных узлов, спрятанные где-то в глубине блоков вычислительного оборудования, занимавшего заднюю часть жилой палубы. Теперь он был Ультио, и Ультио был им. Корпус корабля был его кожей, огни термоядерной сердцевины его пульсирующим сердцем. Келл пытался осмыслить, на что это могло быть похоже, передать собственную сущность в объятия машины, но у него ничего не вышло. На некотором фундаментальном уровне его ужасала сама идея подобного слияния, но что бы он ни думал, это не имело значения. Пилот, навигатор, астропад и все остальные находились здесь, чтобы служить интересам ассасинорам, чтобы действовать, а не задавать вопросы. Его ботинки зацокали по металлической решетке на стилу, и он остановился перед Люком. «Ультио?» спросил он в воздух. «Гарантий начнулся?» «Подтверждаю». Голос пилота-киборга исходил из сетки громкоговорителя над головой Келла. У него была безжизненная тональность речи, синтезированной вакодером. «Открывай», — приказал он. «Подчиняюсь», — раздался ответ. «Предупреждение об опасности. Впереди поле повышенной гравитации. Не входить». Люк убрался вниз в палубу, и в коридоре пахнуло застоявшимся воздухом, раздившим, пропитанным химией потом. Внутри на полу в неудобной позе сидел тяжело дышавший Эверсор. Убийца-психопат с видимым усилием поднял голову и злобно уставился на Келла. «Когда я выберусь отсюда», — сказал он, выталкивая слова изо рта, «я порву тебя в клочья». Келл сжал губы. Он не подходил ближе. Хотя Гарантин не был пристегнут к палубе ни наручниками, коскости имитаторов гравитации, расположенные под полом каюты Эверсора, работали далеко за пределами своих стандартных настроек, приковывая ассасина к полу одним лишь весом его собственного тела. На открытых участках его кожи виднелись выпуклые вены. Это трудилось над поддержанием его жизнедеятельности, биомодифицированная физиология. Неаугментированный человек умер бы уже через час или около того от схлопнувшихся легких или раздавленных внутренних органов. К настоящему моменту Гарантин находился в комнате два дня, проходя курс противопсихозных и нейровосстановительных препаратов. Кэл, изучающий, посмотрел на него. «Должно быть, это для тебя тяжело», сказал он. «Отсутствие ясности, неопределенность». «Во мне нет нерешительности», глотнул воздух Эверсор. «Дай мне подняться и увидишь». «Я имею в виду миссию». Это высекло самую малую искру сомнений из-под маски черепа Гарантина. Проснуться без директивы. Тебе нелегко пришлось». «Я буду убивать», сказал Эверсор. «Да», согласился Виндикар. «И убивать, и убивать, и убивать, пока тебя не уничтожат. Но все это будет впустую. Не будет стоить ничего». С мучительным хрипом Гарантин попытался продвинуться к открытому входу, цепляясь за пол когтями пальцев. «Я убью тебя», проскрежетал он. «Это кое-чего достоит». Кэл воспротивился рефлекторному порыву отступить назад. «Ты так думаешь?» «Я тогда сломал твое ружье», пробормотал Эверсор. На его открытой шее выступил обильный пот. «Какая жалость! Ты был к нему привязан?» Кэл не заглотил наживку. Его бесценная снайперская винтовка была изготовлена на заказ оружейниками Ишера, и она, наверное, служила ему долгие годы. «Это было просто оружие. Как я?» Он развел руками. «Как все мы?» Кэл помолчал, затем продолжил. «Несчастный случай, из-за которого ты проснулся досрочно. Ванус Ториэль сказал мне, что на то, чтобы снова тебя усыпить и прогнать через все процедуры гипнопрограммирования и формирования рефлексов, уйдет слишком много времени. Так что мы либо вышвырнем тебя в космос и начнем заново с другим твоим собратом, либо мы находим... Другой способ!» Убийца-психопат издал кашляющий смешок. «Если мой клан выбрал меня, для чего бы там не планировалось, то вам нужен именно я. Вы не сможете без меня обойтись». «Я вынужден согласиться», жестко улыбнулся Кэл. «Несмотря на свою внешность, Гарантин не был тупым головорезом. Я собирался сказать, что мы найдем взаимопонимание». Второй ассасин мучительно засмеялся. «Что ты можешь мне предложить, снайпер? Что будет веселее от винчивания головы с твоей шеи?» Виндикар пристально посмотрел в дикие, налитые кровью глаза Эверсора. «Пока еще не было сказано ни слова, но есть лишь одна причина, по которой директора могут собрать нас вместе. Один объект. И я думаю, ты захочешь присутствовать при его смерти». Он назвал имя и Гарантин осклабился под своей клыкастой маской. 2. Руки Йозефа были сжаты в кулаки, и он изо всех сил сдерживался, чтобы не развернуться и не врезать Леймнеру, стирая с его лица характерную слабую ухмылочку. На мгновение он мечтательно представил, как берет сальные кудри Леймнера в свои руки, как разбивает его лицо о кафельный пол участка и избивает до состояния искалеченной развалины. Накал злости был удивительно сильным, и Йозефу пришлось приложить усилия, чтобы овладеть собой. Леймнер размахивал рукой перед носом Дейка и без передышки зудел о том, что все это было промашкой Сигана, поскольку тот не использовал надлежащие каналы и не вызвал подразделения прикрытия. Он крутил эту пластинку всю обратную дорогу из двора Баска. «Вы упустили подозреваемого», нудил надзиратель. «Он был у вас в руках, и вы его упустили». Леймнер злобно уставился на Йозефа. «Почему ты в него не стрельнул? В ногу не убил, в конце концов?» «Я мог бы ввести Сига через парадный вход», проскрежетал Дейк. «Он собирался сдаться». Теперь Леймнер набросился на него. «Ты идиот! Ты на самом деле в это веришь?» Он ткнул пальцем в груду пиктов с места преступления, лежащую перед ним на столе. «Сиг водил вас за нос, хотел поиграться с вашими потрохами, и вы ему это почти позволили». Йозеф снова обрел способность говорить и выплюнул вопрос. «Откуда ты знал, где мы были?» «Не будь дураком, сабрат», сказал надзиратель. «Вы ведете особо важное дело. Ты думаешь, главный префект позволит вам шастать без отслеживания вашего положения каждую секунду?» Йозеф увидел, как побледнел Дейк, но не стал высказываться по этому поводу. Вместо этого он напористо продолжил. «У нас была крепкая ниточка от надежного источника. Мы могли бы призвать Сига к ответу, но вы ввалились целой толпой и все испортили». «Следи за своим тоном, префект», огрызнулся Лаймнер. Он нарочито провел пальцем по символу своих полномочий, подчеркивая свое звание. «Помни, с кем разговариваешь». «Хочешь вести это дело? Забирай его», продолжил Йозеф. «А если нет, не пытайся предвосхищать действия офицеров, которые ведут расследование». На лицо надзирателя вернулась издевательская ухмылка. «Я следовал приказам Телемах». Йозеф вскрилил губы. «Ну, спасибо, что пояснил. Я думал, что дело развалится из-за твоих собственных нетерпеливостей и недальновидностей, но, похоже, проблема находится выше по вертикали. Ты недисциплинированный, сэр». До того, как Лаймнер смог закончить свою тираду, в кабинет надзирателя влетел с кельта. «Он тут». «Эй, человек, человек-барона». Настрой Лаймнера изменился в мгновение ока. «Что? Но ведь считалось, что они не появятся здесь до завтрашнего утра». «Эй,» Скельта указал на дверь. «Да, нет». Обернувшись, Йозеф увидел, что за спиной егеря в комнату входят два человека. Первым был мужчина с черной, как смоль кожей, который был такого же возраста, как Сабрат, но шире него в груди, имея коренастый облик игрока в скрамбол. У него были пепельные волосы, падающие на плечи и продолговатый имфомонокль, рядом с ним шла бледная, худая женщина с выбритой на лосо головой, покрытой замысловатыми татуировками. Оба были одеты в зеленые и серебряные одежды, которые Йозеф уже видел на Белли Горос. Только манжеты мужчины изысканно мерцали, что должно было указывать на его высокий ранг. У женщины, как он отметил, была золотая брошь в форме открытого глаза. Когда он посмотрел на нее, она подняла голову, встречая с ним взглядом, и он увидел на ее шее предмет, который мог быть только железным ошейником, примерно как те, на которые сажают опасных животных. На женщине он казался грубым и неуместным. Мужчина оглядел комнату. Что-то в его поведении сказала Йозефу, что он слышал каждое слово спора, предшествовавшего его появлению. Женщина, было сложно определить ее возраст, как он отметил, продолжала пристально на него смотреть. Лейбнер быстро пришел в себя и отвесил легкий поклон. «Оперативные уполномоченные, счастлив, что вы здесь, на исти Веракруз. Меня зовут Хисас», сказал мужчина. Его голос звучал официально. Он оказал на свою сопровождающую. «Это моя коллега, Перик». Дейк таращился на женщину, а на Псайкер выпалил он. «Глаз». «Вот что он значит». Он похлопал себя по лацкану в том месте, где у Перик была приколота брошь. Йозеф увидел, что рисунок глаза ненавязчиво повторяется среди татуировок женщины. Его первой реакцией было неверие. Даже на самых дремучих планетах знали, что Псайкеры находятся под запретом. На Совете, созванном на планете Никея, Император самолично поставил вне закона использование людей с псионическими способностями, даже в легионах своих собственных космических десантников. Некоторые разновидности Псайкеров могли заниматься санкционированной деятельностью, при условии жесточайшего контроля со стороны Империума. Например, одаренные навигаторы, которые направляли корабли через Имматериум или телепаты, которые поддерживали связь между мирами. Но большинство считалось колдунами, опасными и нестабильными отклонениями от нормы, которых необходимо было загнать в загон и вырвать им жало. До этого дня Йозеф никогда не сталкивался с Псайкерами лицом к лицу, и Перик очень сильно его нервировала. Ее взгляд заставлял его чувствовать так, как будто он был сделан из стекла. Когда она наконец отвела глаза, он судорожно сглотнул. «Мой повелитель барон получил санкцию Совета Терры на содержание Псайкера», пояснил Хисос. «При моем роде занятий таланты Перик чрезвычайно полезны». «И что это за занятия?» спросил Бейк. «Безопасность, префект Сига», ответил тот. «Из поведения Хисуса было ясно, что он знал имена всех присутствующих в комнате. Йозеф кивнул в такт собственным мыслям. Он знал, что на территории сегментума Ультима клан Еврот обладает огромным могуществом и влиянием, но он никогда не предполагал, что они простираются так далеко. То, что в столь жестком постановлении как Никейский декрет было сделано исключение, воистину говорило само за себя. Он не мог не задуматься о том, какие другие законы был волен игнорировать пустотный барон. «Я полагал, что вы направляетесь прямо в комплексе Еврот», осмелел Леймлер, пытаясь взять разговор в свои руки. «Вы проделали длинное путешествие». «Не такое уж и длинное», ответил Хисус. Все еще обшариваю комнату взглядом. «Барон прибудет уже совсем скоро. Он хочет получить полный отчет о ситуации. У меня нет причин медлить». «Как скоро?» выдавил из себя скельта. «День», сообщил Хисус. Его ответ заставил Леймнера замереть. «Возможно, раньше». Префект-надзиратель облизал губы. «Что ж, в таком случае я подготовлюсь к докладу». Он выдавил слабую улыбку. «Как только барон прибудет, я буду в его распоряжении для полного и тщательного. Прошу прощения», встрял Хисус. «Дознаватели, ведущие это дело, префект Сабрат и Сиган, не так ли?» «Ну да», сказал Леймнер, явно не определившись с тем, как ему следует себя вести с оперативником Еврота. «Но я старший офицер в участке и...» «Но не офицер-дознаватель», продолжал Хисус с спокойным и твердым тоном. Он мазнул по Йозефу взглядом через свой монокль. «Барон предпочитает, чтобы информация, которую ему представят, шла через наименьшее число рук, насколько это возможно. От людей лучше всего с ней знакомых». «Конечно», натянуто произнес надзиратель, до которого дошло, что его подвинули в сторону. «Вы должны действовать так, как считаете уместным». Хиса скивнул. «Обещаю вам, префект-надзиратель, Перик и я поможем исти Верокруз, предатель того убийцу правосудию, в ближайшее время. Прошу, передайте это заверение главному префекту и Ланграфу от моего имени». «Конечно», повторил Леймнер с блеклой фальшивой улыбкой. Не произнеся больше ни слова, он покинул комнату и закрыл за собой дверь, напоследок метнув в Йозефа ядовитый взгляд. Йозеф почувствовал себя выжатым событиями этого дня, хотя тот едва только начался. Он вздохнул и отвернулся, только чтобы обнаружить, что женщина Перик снова на него смотрит. Когда она заговорила, ее голос казался напевным, что плохо сочеталось с огнем в ее глазах. «Здесь живет ужас», сказала она им. «Тьма, клубящаяся на границах восприятия, ложь и убийство». Псайкер вздохнула. «Вы все это видели». Йозеф выдержал ее взгляд, что потребовало немалого усилия с его стороны и кивнул Хисосу. «С чего вы хотите начать?» «Это вы мне скажите», ответил оперативник. Три. Ультио вошел в поле тяготения Юпитера, пересекая сложную сеть орбит, описываемых его внешними лунами. Это была почти что планетная система в миниатюре. Только в ее сердцевине находился не сияющий шар звезды, а газовый гигант. Множество окружающих его спутников и троянских астероидов изобиловало человеческими колониями, фабриками и кузнями, которые поило излучение, хлещащее из громадной планеты, и питала сокровищница полезных ископаемых, все еще не иссякшая после столетий эксплуатаций. Юпитер был верфью Терры, и его небеса всегда полнились космическими судами. Космические доки и фабрикатории, сконцентрированные вокруг Ганимеда и дюжины других более мелких лун, работали без передышки, производя все от одноместных перехватчиков модели Ворон и до колоссальных корпусов могучих штабных кораблей класса Император. В зоне, столь плотно забитой космическими судами и орбитальными станциями всех мастей, Ультио должен был без труда затеряться в их скоплении. Но меры безопасности были повышены, и повсюду царила подозрительность. Во время начальных ходов восстания альянс перебежчиков, людей-механикум и предателей из Легиона Несучих Слово тайно сконструировал флагман «Яростная бездна», построив его на нелегальном причале на спутнике-астероиде Тули. Во время взрыва, сопровождавшего отлет корабля, маленькая луна Юпитера была уничтожена, и оставшаяся от нее искореженная глыба все еще кружила на дальней орбите на границах планетарной системы. Но суровые последствия разрушения Тули и происшествия с бездной чувствовалось до сих пор. Соответственно, Ультио двигался осторожно и не провоцировал подозрений, не совершая ничего такого, что могло бы привлечь к нему внимание. Корабль, надежно скрытый своей личиной, прошел под тенью поселений на Ио Касти и Анаке, а затем вглубь зоны галилеевых спутников, минуя преобразованную геоинженерную луну-океан Европу и бурлящие оранжевые массы Ио. Он следовал к материнской планете медленным и размеренным ходом, двигаясь на перерез грязно-оранжевым, коричневым и кремово-серым полосам облаков и вниз к большому красному пятну. Там плавало огромное веретено, купающееся в багряном зареве, станция Сарас, напоминавшая хрустальную люстру, снятую со своих держателей и выброшенную на свободу в пустоту, где она вращалась и ловила звездный свет. В отличие от большинства своих индустриальных и колониальных товарок, Сарас был курортной платформой, где йованская элита могла найти отдохновение и отвлечение от трудов на вертях и заводах. Говорили, что она уступала в роскоши лишь орбитальным станциям Венеры, золотые и серебряные авеню, акры садов с нулевой гравитацией, зрительные залы и самый лучший оперный театр за пределами Дворца Императора. 4. По мере того, как корабль подплывал ближе, станция заполняла панораму обзорного купола Ультио. Зачем мы здесь? спросила Йота с ленивой угрюмостью. Наш следующий рекрут, сообщил ей Ториэль. Коин из клана Калидус. На дальнем конце полетной палубы Гарантин наклонил свою голову, чтобы не биться ей о потолок. Он издал резкий звук, как будто сплюнул. Зачем бы нам понадобился один из этих? Потому что так потребовал магистр ассасинов, не оборачиваясь ответил Кел. Ванус поднял взгляд от дисплеев, развернутых веером вокруг его перчатки. Насколько я проинформирован, сейчас происходит важное культурное событие. Декламация произведения Айдипус Нео. Чаво? Хрюкнул Эверсор. Новый Эдип. Театральное представление с танцами, музыкой и декламацией, продолжил Ториэль, не обращая внимания на его насмешку. Это очень заметное общественное событие в Йованской зоне. Я, должно быть, посеял свой пригласительный, пробурчал Эверсор. И этот коин там внизу? Йота профлонировала к иллюминатору и прижала к нему ладони, вглядываясь в Сарас. Как мы узнаем безликого Калидуса среди такого множества лиц? Кэл изучил формальные протоколы связи, которые ему представили, и нахмурился. Мы должны будем послать цветы. Пять. Когда Ялкаста шагнула навстречу своей смерти, Гергера Рэй разрыдался, как дитя. Он вцепился в балюстраду, которая окаймляла передвижную ложу, предоставленную ему театром, так что суставы его пальцев побелели от напряжения. За его спиной неподвижно стояли автоматы-охранники из его персональной манипулы, озадаченные тем, что их повелитель хрипло хватал воздух трясущимися губами. Рэй подался вперед, как будто он мог усилием воли заставить Ялкасту не брать стальную удавку и не одевать ее на нежную шею. В его груди поднимался крик. Он хотел окликнуть ее, но он не мог. Аристократ уже посещал эту оперу, и хотя она всегда приковывала его внимание, она никогда не трогала его так, как этой ночью. Каждое представление нового Эдипа, даваемое раз в два года, было пышным, великолепным мероприятием, сопровождаемым многочисленными роскошными ужинами, приемами и вечеринками, но сердцем всегда была постановка. Что касалось представления этого года, все Иоаннское общество разделяло по его поводу одни и те же страхи. Поначалу лишь нудные пессимисты заявляли о том, что его не стоит устраивать из-за боевых действий, но после того, как Примадонна Солипис Мун трагически погибла в шлюзе из-за несчастного случая, многие сочли, что эту оперу больше не нужно давать в знак уважения к ее памяти. Но, честно говоря, Рэй не замечал отсутствия Мун на сцене. Да, когда-то она играла роль Ио Касты со страстью и энергией, но после стольких повторений ее вклад в этот образ стал вымученным и пресным. Но сейчас эта новая царица, эта новая Ио Каста, как он понял, женщина из венерианских концертных залов, получила эту роль и вдохнула в нее новую жизнь. В первом акте казалось, что она подражает стилю Мун, но вскоре вслед за этим она раскрылась своей собственной интерпретацией роли, настолько полно затмив при этом прежнюю Примадонну, что по мере того, как опера катилась к завершению, Рэй практически забыл ее предшественницу. Вместе с новой актрисой пришла и новая режиссура, и постановка сменила традиционно используемые в ней современные одежды на наряды странно-вневременного типа с металлическими расцветками и мягкими изгибами, которые Рэй находил очень привлекательными. И сейчас на сцене, залитой кровавым светом и вспышками молний от большого красного пятна над прозрачным куполом, оркестр грянул зловещим аккордом, и персонаж Шеркасты оборвал собственную жизнь. Рэй, вопреки здравому смыслу, питал надежду, что постановка может неожиданно отклониться от той истории, которую он так хорошо знал. Но этого не случилось. Когда тело актрисы истаяло за кулисами, и развернулись заключительные сцены оперы, он обнаружил, что не может сосредоточиться на судьбе бедного слепца Эдипа. Игравший главную роль актер выложился в финале до последней капли, и аудитория упала к его ногам в буре аплодисментов. Только когда плавающая ложа с мягким стуком вернулась на высокий балкон, Рэй, стряхнув с себя оцепенение, частично обрел самообладание. Воистину, она его тронула. Это выглядело почти так, как будто эта новая иокаста играла только для Рэя. Он мог бы поклясться, что даже в момент ее драматического самоубийства она смотрела прямо на него, и они рыдали в унисон. Высокое положение Рэя подразумевало приглашение на вечеринку в театре в честь окончания представления. Обычно он отклонял его, предпочитая компанию своих машин в сборищу корыстных павлинов, околачивающихся в обществе яванских завсегдатаев увеселительных мероприятий. Этой ночью, однако, он не откажется, он встретится с ней. На вечеринке царило ликование, подстегнутое, выплеснутое в представлении энергии, как будто ее эхо до сих пор гуляло по театру, даже после того, как истаяла последняя нота. Критики и средства массовой информации строились в очередь, чтобы поздравить режиссера и актера, сыгравшего царя-страдальца, но все они оглядывались при этом по сторонам в надежде заметить истинную звезду представления, царицу этой ночи, новую иокасту. Под эгидой происходящего приглашенные аристократы чередовали восхваление оперы с обсуждением текущих дел, и последнее означало разговоры о мятеже и нагрузках, которые легли на Юпитер и его верфи, невзирая на заверения со стороны Совета Терры, несмотря на тихие зачистки и то, что виновные были наказаны, раны, причиненные происшествием на Туле, не затянулись. Обвинения все еще летали туда и обратно. Кто-то осуждал воителя за вероломство и низменную преступность. Другие, те, кто говорил приглушенным тоном, интересовались, не мог ли император позволить всему этому совершиться просто для того, чтобы он мог сильнее сомкнуть на Юпитере свою хватку. Все их кузни до самого последнего станка переключились на строительство военной машины, предназначенной для остановки наступления предателей, но многие считали, что это выжимает Юпитер досуха. Те, кто задавался этим вопросом, сомневались и в прочих вещах. Они спрашивали, как же именно вышло так, что группе адептов механикум и Астартес, настроенных на измену, удалось построить боевой корабль масштабов яростной бездны и при этом не привлечь ничего внимания к своему двуличию. Возможно ли, что на Юпитере укрывались сторонники мятежников? Так случилось с механикумом Марса и как шептались некоторые, даже с некоторыми лидерами предположительно объединенных национальных государств Земли. Все вопросы циркулировали, не переставая, но не стихли, когда в помещение вошел Гергера Рей. Высокое положение Рея, как повелителя копиканской фракции Лего Кибернетика, отражаемое его ослепительными, отделанными электрическими цепями, одеждами мех лорда, было известно всем. Под его личным командованием состояли две полные когорты боевых механоидов, сражавшихся во множестве известных битв Великого Крестового Похода, бок о бок с лунными волками и воителям. Как и многие в Кибернетика, Рей избегал грубой кибернетической аугментации своих коллег из механикум, предпочитая тонкие улучшения, которые не обезображивали и не выхолощивали его человеческую внешность. Но те, кто был знаком с Реем, знали, что если он когда и проявлял человечность, то это случалось редко и не длилось долго. Позади него плавно скользили его телохранители, манипула из трех единиц модифицированных роботов класса крестоносец. Каждая насекомоподобная машина, расписанная как произведение искусства, была базовым вариантом одноименного военного стандарта и была вооружена силовой рапирой, благоразумно убранной в ножны и лазерным ружьем. Четвертый механоид, сделанный по особому заказу, чтобы походить на женскую фигуру, выполненную из полированного хрома, шел рядом с Реем и выступал в качестве его ассистента. Ни единая душа не задавалась вопросами лояльности, когда поблизости находился Рей. Его машины могли расслышать шепот на фоне ревущей толпы и те, кто осмеливался предположить слух, что Рей был чем-то меньшим, нежели покорным слугой императора, жалели об этом всю оставшуюся жизнь. 7. Мехлорд взял бокал посредственного бренди свеги и удовольствовался несколькими маленькими цукатами с вычурных подносов, которые предлагали слуги. Перед употреблением каждый из них был деликатно обнюхан ассистентом-механоидом. Голову робота заполняло сенсорное оборудование, способное уловить любой мельчайший след ядов. Машина каждый раз качала головой, так что он ел и пил, но ни одно из роскошных язд не насытило его истинный голод. Рей вступил в светскую беседу с директором оперного театра, продлившуюся пару минут, но это был формальный и пустой обмен репликами. Ни один из них не желал тратить на другого время. Это мнение распирало беспокойство по поводу причины, по которой Капиканский генерал решил принять столь долго игнорируемое им приглашение, но соблюдая приличия, оба были вынуждены лицемерно расточать доброжелательные, ничего не значащие любезности. Милорд Рей, он обернулся к приближающемуся слуге, молодому человеку в форменной одежде станции Сарас с опасливым выражением на лице. Тот нервно обогнул крестоносок и протянул мехлорду открытку, и это было его ошибкой. После этого собрался вручить карточку до того, как это было разрешено. Ассистент Рея шагнула ему навстречу со слабым шипением гидравлики. Одним плавным движением взяла руку, державшую открытку, и сломала ее в запястье. Кости сломались слаженным треском, и зашатавшийся слуга побелел от болевого шока. Он, вероятно, упал бы, если бы его не удерживала машина. Что это? спросил Рей. Слуга заговорил сквозь стиснутые зубы. П-послание вам, сэр. Он судорожно схватил ртом воздух и бросил на него умоляющий взгляд. Пожалуйста, я просто сделал так, как просила леди. Леди? Сердце Рея заколотилось в груди. Дай мне это. Его ассистент взяла карточку и поднесла к своим хромовым губам. Она облизала ее, обескураживающей человеческим на вид языком. Помедлила, затем передала своему повелителю. Если на поверхности и присутствовали какие-нибудь яды контактного действия, она должна была их уничтожить. Мехлорд, борясь с дрожью в руках, прочитал блеклые округлые буквы, выведенные на белой открытке. Это было единственное слово «Приходи». Он перевернул карточку и увидел, что она содержит адрес номера в квартирном блоке, отведенном актером оперного театра. «Что-то плохое?» спросил директор с гримасой беспокойства на лице. Рей всунул ему в руку свой полупустой бокал с бренди и направился прочь. За ним последовали роботы, а за их спиной обрушился на колени слуга, вцепившийся в искалеченное запястье. 8. Квартирный блок находился тремя уровнями выше, на самых престижных жилых палубах станции «Сарас», на расстоянии короткой поездки на пневмокаре. У Рея была собственная орбитальная платформа около Калиста, и он не содержал жилья на «Сарас», но он бывал в этих номерах в прошлом, во время одной из множества любовных интрижек, так что он знал дорогу. Присутствие его манипулы гарантировало, что никто не посмеет напасть на него из засады, и некоторое время спустя он достиг номера. Его ассистент постучала в дверь, и то открыли беззвучные сервоприводы. Изнутри донесся тот самый нежный голос. «Входите», сказала она. Рей сделал шаг и заколебался. Его пуль сколотился, как у мечтательного юнца, залившегося румянцем первой влюбленности, но он должен был признать, что как бы он не наслаждался этим ощущением, он все еще оставался самим собой. Он все еще не доверял ничего и никому на каком-то глубинном уровне. Его враги уже пытались использовать против него женщин как оружие, и он выбрасывал их из головы. Могло ли все это быть еще одной попыткой провернуть подобное? Его горло пересохло, он надеялся, что это не так. Странная, эфемерная связь, которую он чувствовал с актрисой, казалась такой настоящей, и мысль о том, что она могла возникнуть только ради того, чтобы навредить ему, причиняла сильную боль. Он долго мялся на пороге, подумывая о том, чтобы развернуться и уйти, увезти пневмокар обратно к причалам и к себе на яхту, улететь и никогда не возвращаться. Сама мысль об этом была как нож в сердце, и тут она заговорила снова. Милорд, он услышал в ее словах эхо собственных сомнений и страхов. Его помощница вошла впереди него, и Рейд двинулся было вслед за ней, но снова остановился. Даже если в этот дивный вечер произойдет то, на что он надеялся, он не мог позволить себе оторваться от реалий собственной жизни. Он обернулся крестоносцем и произнес последовательность команд. Роботы немедленно заняли караульные посты у входной двери номера, держа оружие на готове и низко пригнув свои богомолей головы, чтобы не повредить свисающие с потолка лампы. Рей вошел в комнату и был ошеломлен увиденным. Его первая мысль была, она не умерла, но, конечно же, нет. Это была всего лишь постановка, и все же случившееся казалось ему таким реальным. Женщина стояла, все еще одетая в костюм царицы, и сквозь просвечивающие серебро одежд виднелся изгиб ее тела, сияющей и безупречной кожей. Скулы и миндалины темных глаз оттенял металлический блеск. Она поклонилась ему и смущенно отвела взгляд. — Милорд Рей, я боялась, что вы не навестите меня. Я боялась, что слишком многое себе позволило. — О, нет, — сказал Рей пересохшим ртом. — Нет, это честь для меня. Он исхитрился улыбнуться. — Моя царица! Она посмотрела на него снизу вверх, тоже улыбнулась, и это было чудесно. — Вы будете так меня называть, Милорд? Можно я буду вашей Иокастой? Она теребила тонкую занавеску шелка, разгораживающую номер на две части. Его повлекло к ней, и он пересек белую толщу богатого ковра прихожей. — Мне бы так этого хотелось, — прохрипел он. Женщина, его Иокаста, бросила взгляд в сторону механоида, и она тоже к нам присоединится. Откровенное приглашение в ее словах заставило Рея заморгать. — А, нет! Он обернулся и коротко сказал роботу, — жди здесь. Его Иокаста снова улыбнулась и исчезла в дальней комнате. Рей, улыбаясь во весь рот, помедлил и расстегнул свой мундир. Оглядевшись по сторонам, он увидел букет свежих сатурнянских роз, все еще упакованных в доставочную обертку. Он бросил свой китель рядом с ними и затем последовал за ней в спальню. Девять Когда Гергера Рея шагнула навстречу своей смерти, Иокаста не разрыдалась. Когда он вошел, царица обвила его длинными сильными руками, поднимаясь всем телом ему навстречу, прижимая свои груди к его груди, прильнув к нему. На губах мех лорда появилась и исчезла глупая улыбка, и он тяжело дышал, его реакция была безукоризненной. Его идеальная новая любовь к Иокасте на самом деле чистейшее и точнейшее проявление выброса нейрохимических веществ было плодом нескольких недель тщательно выверенного обстрела феромонами. Рей регулярно получал крошечные порции аналогов методофамина и серотонина в настолько слабой дозировке, что их не могли засечь даже сверхчувствительные сканеры его машины-ассистента. Совокупность накопленных в организме веществ вергла его в состояние, похожее на помешательство. Соединить это с физиологическим шаблоном, выработанным на основе женщин, и вот уже западня готова и смазана медом. Иокаста нагнула к себе голову Рея и прижалась губами к его рту. Когда она проделала это, он весь задрожал и полностью отдался на ее милость. Это было так просто. Гергера Рей имел отношение к строительству яростной бездны. Его участие было косвенным, и его нельзя было с абсолютной точностью доказать в суде. Но те, кто стоял на страже Империума, были в этом уверены, и этого было достаточно. В чем бы ни состояло его преступление, возможно, он передавал определенные взятки или перенаправлял материальные и человеческие ресурсы, или пропустил корабли, которым должно было быть в этом отказано. Но Капиканский Мехлорд действовал по распоряжению предателя Хороса Луперкаля. Иокаста вытолкнула наружу маленькое оружие, таившееся под ее языком, удерживая его стиснутыми зубами. Лизнуть в спусковую пластину вот и все, что потребовалось, чтобы выстрелить из пистолета поцелуйчика. Заряд размером с иголку пробил верхнее небо Рея и рассыпался, вырваться наружу проволочным щетинком толщиной с молекулу. Они пронеслись сквозь ткани носовой полости в передний мозг, кромсая все, чего касались. Он отшатнулся и упал на кровать. С его губ и из его носа текли кровь и мозговое вещество. Рей утонул в шелковых простынях, сбившихся под его телом, и из-под них показался труп актрисы, чье лицо он так пылко любил. Его убийца не медлила, стряхнув себя иллюзию мертвой женщины, едва тело объекта начало остывать. Плоть понемногу сдвигалась, лицо его касты потекло, становясь менее определенным и более похожим на набросок на бумаге. Убийца выплюнула пистолет-поцелуйчик и избавилась от него, затем вонзила острые ногти вдоль внутренней стороны мускулистого бедра. Рубец на коже разошелся, открывая влажную полость, и длинные пальцы извлекли наружу предмет в форме бобины с рукоятью. Убийца слегка встряхнула его и подкралась к шелковым зависям. Рэй умер, не издав ни звука, но его машина-ассистент была достаточно умна, чтобы считывать сердечные сокращения каждые несколько секунд. И если она засечет одинарный ритм вместо двойного, бобина размоталась в тонкий клин металла, который раскрутился на метровую длину. Как только оружие вытянулось до конца, оно стало жестким. Подобная вещь была известна как меч с эффектом памяти. Его клинок составлял сплав, способный размягчаться и твердеть при касании регулятора. Коэн нравился меч с эффектом памяти, нравился его вес, как у перышка. Коэн так же нравилось, на что он был способен. Свирепый удар клинка срезал тонкий шелковый занавес, и механоид среагировал на движение, но недостаточно быстро. Коэн вонзила кончик меча в хромированную грудь ассистента и пробила бронированный кожух модуля биокортекса, который служил роботу мозгом. Тот издал слабый виск и превратился в застывшую статую. Оставив меч там, куда он был воткнут, Коэн занялся подготовкой следующего шаблона. Коэн знала Гергеру Рея так же хорошо, как и актрису, сыгравшую царицу Иокасту, и с такой же легкостью могла принять его облик. Калидус презирала термин имитация. Это слово было слишком бедным, чтобы охватить целостность, с которой Калидус становилась своими личинами. Имитировать что-то означало передразнивать это, притворяться. Коэн становилась теми, под кого маскировалась. Она вживалась в каждую личность, пусть даже и на короткое время. Калидус была скульптурой, которая ваяла саму себя. Биоимпланты и мощные дозы оборотнического медикамента полиморфа заставляли кожу, кости и мышцы становиться пластичными и подвижными. Те, кто не мог совладать сдаваемой им свободой, терпели крах и превращались в чудовищ. Существ, подобных оплывшим восковым фигурам, которые мало чем отличались от грудкостей и органов. Но те, кто обладал даром личности, те, которые были подобны Коэн, эти могли стать кем угодно. Сконцентрировавшись, Коэн сдвинулась в нейтральное состояние. Серую фигуру, без половых признаков, смазанную и почти лишенную черт. Калидус не помнила пола, с которым оно родилось. Эта информация не имела отношения к делу, если можно было превращаться в мужчину или женщину, юношу или старика, даже человека или ксеноса, если на то была воля. Именно в этот момент Коэн увидела цветы. Они были доставлены курьером прямо перед появлением Рея. Ассистент перебирала цветы и отметила цвет и количество лепестков роз. На ней лице убийцы мелькнуло нечто похожее на раздражение, и Коэн задержалась перед нишей вокс-коммуникатора в дальней стене, вводя верную последовательность шифра, обозначенную компоновкой цветов. Ответ пришел почти незамедлительно, что означало, что корабль был поблизости. Коэн мужской голос хрипотцой. Калидус немедленно скопировала тональность и ответила. Ты нарушил протокол молчания, которому я следую. Мы здесь, чтобы помочь тебе как можно быстрее завершить миссию. У тебя новые приказы. Не имею понятия, что вы за идиоты и какими полномочиями вы, по вашему мнению, обладаете, но вы ставите мою операцию под угрозу и путаетесь под ногами, скривилась Коэн. Это было безобразное выражение на сером лице. Мне не требуется от вас никакой помощи. Не вздумайте отвлечь меня еще раз. Калидус оборвала связь и отвернулась. Такое поведение было совершенно непрофессиональным. Клан знал, что раз уж дело началось, прикрытие ассасина нельзя подвергать риску, исключая разве что самое неблагоприятное стечение обстоятельств. И чья-то нетерпеливость определенно не была достаточной причиной. Коэн уселась и сконцентрировалась на Грегори Рэй. Его голосе, походке, полном ощущении мужчины. Кожа пошла складками и задвигалась, утолщаясь. Импланты медленно увеличивались, наращивая массу и размеры. Убийца изменялась с каждым проходящим мгновением, но прежде чем работа была завершена, через дверной проем в поисках мишени с грохотом ворвались три крестоносца. Десять. Келл уставился на лежащий перед ним звукоприемник Вокса. Что ж, это было невежливо, пробурчал он. Высокомерие известная черта характера многих из клана Калидус, высказала Сьота. С другого конца тесного мостика Ультио на Келла посмотрел Гарантин. И что нам теперь положено делать? Приобщаться к концерту? Пойти слегка поужинать? Здоровенный убийца раздраженно взрыкнул. Спустите меня на станцию, я вернусь сюда с изворотливым изменчивым уродцем, Келл успел ответить, на одном из пультов начал моргать контрольный датчик. Ториэль дернулся к голопанелям, окружавшим его перчатку, и его лицо помрачнело. Корабль регистрирует рядом с местоположением Калидус выстрелы из энергетического оружия. Он поднял взгляд и посмотрел наружу, туда, где невдалеке за носом корабля дрейфовал корпус станции Сарас. Возможно, у Калидус неприятности. Мы должны помочь, сказал Айота. Коэн не хотел никакой помощи, ответил Келл. Магна-сканы Ауспика показывают в этом районе множественные единицы механоидов. Боевые роботы Виндикар. Если Калидус поймают, Келл выставил руку, заставляя его замолчать. Магистр Ассасинов выбрал именно его не просто так. Давайте-ка рассматривать этот побег как проверку квалификации. Посмотрим, насколько этот Коэн хорош. Развеселившийся Гарантин издал грубый смешок. 11. Коэн удалось добраться до крытой аллеи за пределами квартирного блока, отделавшись лишь незначительными ранениями. Калидус сумела забрать меч с эффектом памяти из стального тела ассистента. Слишком поздно пришло понимание того, что в машину в целях безопасности должен был быть встроен резервный биокортекс, который и передал сигнал тревоги манипуле остальных телохранителей Рея. Коэн не сомневалась, что к этому номеру стягивались и прочие роботы с корабля Мехлорда, следующие протоколу экстренного уничтожения, который вступал в действие в случае смерти их повелителя. Базовая директива должна была быть простой найти и уничтожить убийцу Гергера Рея. Если бы только было чуть больше времени, если бы Коэн завершила превращение в Рея, этого хватило бы, чтобы обмануть авточувство машин на время, достаточное для достижения точки эвакуации и произведения эксфильтрации. Рея и актрису нашли бы несколько дней спустя вместе со всеми подготовленными Коэн доказательствами, которые расставляли декорации для сцены убийства-самоубийства. Разделенных парой обреченных любовников. Они создавали точно рассчитанную театральную атмосферу, на которую прекрасно купилась бы интеллигенция станции Сарас. Хотя теперь все это пропало даром. Коэн похромала прочь, на ноге пылал болью ожог от пришедшегося скользь лазерного луча. Калидус, застегнутая на полпути между нейтральным базовым шаблоном и внешностью Мехлорда, выглядела как неоконченная модель из розовато-серой глины. В противоположном направлении шла группа Кутил, и Коэн устремился к ним, впиваясь в ближайшего жестким взглядом и представляя его личность своей собственной. Калидус слышала тяжелую поступь длинных тощих крестоносцев, спешащих в погоню за ассасином, обмениваясь друг с другом стрекочущими фразами машинного кода. Небольшая компания среагировала на новоприбывшего, и общее веселье группы временно сменилось коллективным замешательством. Коэн направила каждую каплю умственного контроля на воспроизведение лица гражданского, или по крайней мере чего-нибудь его напоминающего, и ввинтилась в ряды группы. Роботы встали неподвижно и блокировали улицу, ружья подняты, фасетчатые глаза, сенсорных модулей ощупывают толпу. Угроза, которую несла в себе манипула машин, стала очевидной, и гуляки потеряли часть своей жизнерадостности. Коэн знала, что последует дальше, это было неизбежно, но по крайней мере замешательство купило бы ассасину время. Калидус искала и в конечном счете нашла боковой коридор, ведущий к смотровому куполу, и начала проталкиваться к нему через толпу. Именно в этот момент машины открыли по людям огонь. Крестоносцы, не имеющие возможности идентифицировать в толпе свою мишень, однако убежденные в том, что убийца их повелителя находится в этой группе, сделали логичный выбор убить всех и не оставить места сомнениям. Коэн бросилась через кричащих, охваченных паникой гражданских. Лазерные разряды спарывали воздух и косили людей. Ассасин прыгнула в коридор и помчалась к его тупиковому концу. Через обзорный иллюминатор сочился красный свет гигантского йовианского урагана, делая все вокруг размытым и окрашенным в малиновый цвет. И снова время, слишком мало времени. Калидус сосредоточилась и срыгнула, открыв второй желудок и извергнув брикет белесого тестообразного вещества. Коэн разорвала тонкую мембранную оболочку трясущимися руками, позволяя воздуху коснуться вязкого бруска внутри нее. Он немедленно начал чернеть и оплывать, и Ассасин поспешно прижала его к глысайку купола. Роботы все еще не появлялись, стрельба прекратилась, и крестоносцы продвигались по коридору. Коэн видела, как, прыгая по изогнутым стенам, приближаются их колеблющиеся тени. Ассасин уселась в середине комнаты и свернулась в позу зародыша, забывая и вспоминая вместо них нечто стародавнее. Коэн дала полиморфу размягчить плоть в уступчивую жидкую глину, позволила ей потечь и затвердеть в нечто, напоминающее хитин насекомого. Оно выдохнуло воздух, органы прижались к друг другу, постепенно тело становилось массой темной плоти, но все-таки это происходило недостаточно быстро. Манипула крестоносцев вошла в обзорный купол в тот момент, когда упаковка термореактивной плазмы закончила цикл насыщение кислородом и самопроизвольно детонировала. Взрыв разнес глэсейковый свод и все содержимое купола выдуло в космос. Пока падали аварийные люки для герметизации коридора, машины-охранники Рея, крутясь, унеслись в вакуум. Вместе с ними во тьму кануло и тело Коэн, окруженное коконом и собственной кожей. Снаружи Ультио подплыл ближе. Глава седьмая Штормовое предупреждение Старая рана Объект Один Йозеф Сабрат чувствовал себя не в своей тарелке. Зал аудиенцы был настолько велик, что на его площади могли бы вольготно разместиться три таких дома, как у Сабрата и украшен такими сокровищами, что их стоимость по всей вероятности соответствовала всем прочим домам в том же районе вместе взятым. Это была выставка украшений ценностей со всего южного края сегментума Ультима. Небросские скульптуры с Дельты Тао и Павониса с автографами на этикетках гобелены и вышивки с ультрамара, картины из колоний Восточного предела, триптихи потрясающих пиктов в серебряных рамах, стекло и золото, стали бронза. Содержимое одного этого зала посрамляло даже самые богатые музеи из Теверакрус. Размышляя о своем родном мире, Йозеф машинально поднял взгляд к овальному окну над его головой. Там в величественной тишине плыла планета. Она разворачивалась своей дневной стороной, и над зелено-голубыми лентами океана около экватора катился рассвет. Но, несмотря на всю ее красоту, он не мог встряхнуть ощущение, что она висит над ним неким огромным грузом, готовым упасть и раздавить его, как только он отвлечется. Он отвел глаза и обнаружил рядом с собой Дейга. Второй префект мельком на него посмотрел, и выражение лица его напарника было подавленным. «Что мы здесь делаем?» негромко спросил Дейг. «Посмотри на это место. Одни только осветители, наверное, стоят столько, что можно купить губернатора. Я еще ни разу за всю свою жизнь не чувствовал себя таким плебеем». «Я знаю, что ты имеешь в виду», ответил Йозеф. «Просто стой молча и кивай в нужных местах. Не пытаться себя показать, ты это подразумеваешь. Что-то в этом роде». Хисос, который стоял в нескольких метрах от них, негромко бормотал в воздух. Йозеф предполагал, что у оперативника должна была быть некая разновидность импланта коммуникатора, позволяющего осуществлять субвокальную регистрацию речи и посылать в окс-сообщение с той же легкостью, с которой егеря-стражи делали это по рации. Благодаря богатствам Еврота, барон и его клан явно имели все самое лучшее из возможного. Сабрат челнок консорциума, элегантный, похожий на лебедя корабль, совершивший идеально точную посадку, которая практически не потревожила деревья. Тем не менее, это плохо сочеталось с запущенностью, которую он видел в комплексе торговцев днем раньше. Он мельком подумал об этом, сделав в голове пометку поразмышлять на эту тему в дальнейшем. Челнок стремительно вознес их на низкую орбиту, навстречу громадной овальной туши и убара, флагмана консорциума Еврот и космического дворца, повелевавшего им вольного торговца. Горстка прочих судов меньших размеров вилась вокруг и убара, как прислужницы вокруг королевы, и Йозеф подумал о них как о более мелких исключительно из-за гигантских размеров флагмана. Тоннаж кораблей сопровождения с легкостью составил бы конкуренцию самым большим крейсерам системы, которые принадлежали истонским спо. Псайкер Перик осталась на поверхности, настояв на том, чтобы ее отвезли в двор Бласка для произведения считывания. Хисос объяснил, что женщина обладала способностью провидеть недавнее прошлое предметов, на которые она накладывала руки, и имелась надежда, что она возьмет в этом месте телепатический след Сига. Скельте выпало ее сопровождать, и немая паника на лице егере была ясна как день. Префект восхищался тем, что Хисос казался совершенно равнодушным к сверхъестественным способностям Перик. Он говорил о ней, как Йозеф или Дейк могли бы обсуждать сноровку, проявленную на месте преступления офицерами-архивистами, как они более чем коллеги-дознаватели со своими собственными уникальными талантами. В часе, прошедшем с момента его прибытия и бесторемонного отстранения Леймнера, Хисос целиком погрузился в дело каждую крупицу информации, до которой только мог дотянуться. Йозеф понимал, что мужчина уже обладал всеми сведениями, которые консорциум Еврод был в состоянии ему дать. Как бы он иначе узнал имена всех в участке, если не из-за благовременных консультаций с Горосп и ее подчиненными, но он все еще составлял свое мнение о ситуации. Дейк взял два-три часа на то, чтобы поспать в комнате для дежурных, а Йозефа заразила спокойная настойчивость Хисоса, и он сидел вместе с ним, заново пересказывая ему свои соображения и впечатления. Вопросы оперативника были исключительно проницательными и не несли в себе никакого подтекста. Хисос заставил префекта заново обдумать суть фактов и версий, и Йозеф обнаружил, что начинает испытывать к нему симпатию. Ему нравилось отсутствие притворства, прямые манеры Хисоса, и нравился он сам за то, что с первого взгляда увидел Бёрста Леймнера насквозь. «Здесь есть что-то общее», сказал Хисос поверх дымящейся кружки рекафа. «Сик, убивающий и играющий в художника трупореза, это не складывается». Йозеф согласился, но тут из штаба спустили сообщение, пустотный барон прибыл, и губернатор разрывался на части. В обычных обстоятельствах визит персона такого ранга, как барон Еврот, был бы днём огромного значения, с торговым фестивалем для купцов исты и богатых классов, и программой развлечений для работников и обывателей, но на то, чтобы подготовить праздник, не было времени. В то самое время, как они грузились в челнок, отвечая на вызов Хисоса наверх, в правительстве царила суматоха, и оно пыталось на скорую руку соорудить пышное торжество, которое выглядело бы так, как будто было запланировано с самого начала. Леймнер предпринял последнюю попытку проникнуть в челнок. Он заявил, что Телемах приказала ему сделать доклад барону, и что совесть не позволяет ему отойти в сторону и позволить взять на себя эту ответственность менее компетентным офицерам. Произнеся эти слова, он смотрел на Йозефа. В представлении последнего Телемах, скорее всего, и понятия не имел о челноке и вызове. По всей вероятности, она была слишком занята грызнёй с ландграфом, имперским губернатором и лордом-маршалом, чтобы обратить на них внимание. Но опять-таки, Хисос жестко воспрепятствовал тому, чтобы префект-надзиратель воспользовался этим как возможностью возвыситься любой ценой и оставил его внизу, забрав с собой на орбиту двух префектов более низкого ранга. Для Дейка это были незабываемые впечатления. Он впервые покинул планету, и его обычная манера поведения сменилась тем, что походила на стоически переносимый благоговейный ужас. Хисос поманил их к дальнему концу просторной галереи, к широкой сводчатой ниши, перед которой располагалась кафедра и были расставлены аудиторные кресла. Внутри арки находился резной фриз, выполненный из красного доланского нефрита. Произведение искусства, не уступающее размерам фасаду дома Йозефа, было скомпоновано из изображений межзвездных торговцев, занятых своей деятельностью, путешествующих от мира к миру, торгующих и несущих свет империума. Над всем доминировала скульптура императора человечества в центре. Он был изображен подавшимся вперед и протягивающим руку ладонью вниз. Перед ним преклонял колени мужчина в одеяниях патриарха вольных торговцев, держащий под рукой императора раскрытую книгу. Дейк увидел композицию и задохнулся. «Кто? Кто это?» «Первый Еврот», сказал Хисос, человек великого усердия и мужества. Много столетий назад он командовал боевым кораблем на службе императора. В знак уважения к его заслугам император пожаловал ему свободу космоса и сделал его вольным торговцем. «Но книга», сказал Дейк, указывая рукой, «что он делает с книгой?» Йозеф посмотрел внимательнее и увидел, о чем говорит Дейк. «На фризе, на развернутой вниз руке императора отчетливо виднелось то, что могло быть только порезом и каплей крови, представленной здесь одним граненым рубином, которая падала вниз к странице открытого фолианта. Эта торговая лицензия раздался сзади новый голос, сопровождаемый приближающимися шагами. Йозеф развернулся и увидел властного мужчину хищного вида в одеждах такого же фасона, как и у человека на фризе. За его спиной маршировала группа охранников и сопровождающих, но торговец не обращал на них внимания. «Коперское свидетельство и документ, дарующие моему клану право странствовать между звезд во имя человечества. Наш повелитель ратифицировал его, капнув на страницу своей собственной кровью. Он обвел рукой вокруг себя. «Мы возим книгу в безопасном месте на борту и у бара, как делали это поколение за поколением». Дейк поискал глазами вокруг него, как будто на какой-то момент подумал, что и в самом деле сможет увидеть подлинник. Но затем его лицо вытянулось и оморчилось разочарованием. «Милорд», сказал Хисос с поклоном, который префекты воспроизвели после некоторой заминки, «Джентльмены, позвольте представить вам его лордство Мерексуна Еврота, пустотного барона Нарваджи, атташе двора императора на территории Тейбианского сектора и повелителя торгового консорциума Евр...» «Будет-будет», замахал на него рукой Еврот, заставив его умолкнуть. «Я услышу это еще тысячу раз, когда наберусь храбрости спуститься вниз на поверхность. Давайте обойдемся без формальности и перейдем к сути». Прежде чем заговорить снова, барон пристально посмотрел на Йозефа Эйдейга жестким, оценивающим взглядом. «Я ясно озвучу свои пожелания, джентльмены. На исте Веракрус сложилась деликатная ситуация. Как и во многих мирах Тейбианских звезд грядет шторм. Мятеж породил войну, и когда ее пекло, походя заденет эти планеты, будет огонь и будет смерть. Будут». Он моргнул и помедлил. В его слова вкралась нотка странной эмоции, но он мгновенно сгладил ее глубоким вздохом. «Оценивание напряжения и страха у населения, которое уже охвачено тихим ужасом. Если люди напуганы, они начнут бросаться друг на друга. А это плохо скажется на стабильности, плохо скажется на бизнесе». Йозеф медленно кивнул, соглашаясь. Похоже, вольный торговец понимал ситуацию лучше, чем собственное начальство префекта, но затем его посетила внезапная мысль, от которой Мороз продрал по коже. То же самое происходило и на других планетах. Еврот уже видел такую последовательность событий где-то в Тейбианском секторе. «Я желаю, чтобы этого убийцу нашли и предали правосудию», сказал Еврот в заключении. «Это важное дело, джентльмены. Раскройте его, и люди узнают, что мы, что Империум, все еще имеют здесь силу. Потерпите неудачу и распахнете ворота анархии». Он начал разворачиваться прочь. «Через Хисоса вы получите доступ к любым средствам, в которых у вас возникнет нужда». «Сэр», Дейк шагнул вслед за вольным торговцем. «Ми, э, лорд, барон!» Еврот остановился. Когда он обернулся к префекту, то сделал это, приподняв бровь и с высокомерным выражением на лице. «У вас вопрос?» «Почему вас это волнует?» «Иста Веракрус, я имею в виду», выпалил Дейк. В глазах барона на секунду вспыхнуло раздражение, и Йозеф услышал, как Хисос резко втянул в воздух. «Даганет почти пал, вы знаете это?» Дейк кивнул, и барон продолжил. «И не только Даганет. Кельса Сикундус, лучник, новая Метама, все во тьме». Еврот встретился с Йозефом взглядом, и в это мгновение аристократ выглядел старым и усталым. «Эрнос Сик был одним из моих людей, я отчасти несу ответственность за его поведение, но есть и нечто большее, на многим большее». Йозеф ощутил, что взгляд торговца пришпиливает его к месту. «Мы здесь одни, джентльмены, одни против шторма». «Император защищает», негромко произнес Дейк. Еврот бросил на него странный взгляд. «Так мне говорят», ответил он в конце концов. В следующий момент он уже шагал проще. Аудиенция завершилась, и в затуманенной голове Йозефа вертелось больше вопросов, чем ответов. 2. Когда крыло люка летательного аппарата поднялось вверх, первым, что ощутил Фонториэль, было буйство запахов. Пьянящие и насыщенные растительные ароматы хлынули в пассажирский салон вместе с теплым воздухом. Он сощурился, наударивший внутрь дневной свет и опасливыми шажками последовал за Келлом наружу, Ив, чем бы там это место не было. В отличие от эверсоров, которые не побоялись дать группе координаты одной из своих тиранских баз, клан Вененум четко и ясно дал понять, что членам отряда ликвидации не стоит появляться у них по собственному почину. Достопочтенная была непреклонна. Право прохода в комплекс получили только два члена группы, и от обоих потребовали, чтобы они не имели при себе вооружения и оборудования. Ториэль постепенно изучал повадки Келла, и он мог видеть, что без оружия Виндикару было не по себе. Инфоцит сочувствовал снайперу. Ему тоже пришлось оставить свое оборудование на борту Ультио, и без своей перчатки кагитатора он чувствовался поразительно беззащитным. Рука Ториэля не переставала бессознательно тянуться к опустевшему предплечью. Путешествие на борту летательного аппарата Виненум, лишенного опознавательных знаков, не приблизило их к разгадке местонахождения комплекса, называемого фруктовый сад. В пассажирском салоне не было окон, и они никоим образом не могли выяснить курс полета. Ториэль с беспокойством обнаружил, что функции имплантированных в его тело хронометра и магнитного компаса подавлялись извне, и сейчас, когда он шагнул из воздушного корабля, они мгновенно вернулись к жизни, вызвав у него секундное головокружение. Он огляделся по сторонам. Они стояли на посадочной площадке на вершине обширного металлического зиккурата, слегка поодаль от крон высоких деревьев смесистыми листьями, блестевшими, как темный нефрит. Здесь, наружи, запахи джунглей были еще сильнее, и узлы обработки обонятельной информации в его увеличенной черепной коробке яростно трудились над анализом данных, поставляемых органами чувств. Ториэль предположил, что они были где-то в глубине густых тропических лесов Мерики, но это было лишь умозрительным заключением. Не было способа узнать это наверняка. На лестнице, утопленной в склон зиккурата, возник мужчина в бледно-зеленом кимоно и маске, скрывавшей верхнюю часть лица. Он махнул им рукой, завяза собой. Ториэль с удовольствием позволил Келлу идти впереди, и все трое направились вниз. Как только они спустились ниже уровня верхней кроны, сияние солнца ослабло, превратившись в дымчато-желтые столбы света, заполненные пылинками и суетливыми раями крылатых насекомых. В джунглях их ждала дорожка из округлых серых камней, и они осторожно пошли по ней. Человек в кимоно шагал твердой и уверенной поступью. Ториэль проявлял больше осторожность, его глаза то и дело притягивали яркие красочные побеги растений, которые росли на каждом квадратном метре грунта. Он заметил двигающихся среди них маленьких рабочих механизмов. То, что на первый взгляд казалось дикой порослью, на самом деле было некой разновидностью сада со старательно воссозданным беспорядком. Роботы ухаживали за одними растениями и прореживали другие. Он остановился, изучая незнакомый ему веретенообразный цветок странного вида, который рос из крона высокого дерева. Он нагнулся ближе. Я бы не стал в ванус. Человек в кимоно деликатно взял его за плечо и потянул назад. Прежде чем он успел спросить о причине, мужчина издал губами необычный стучащий звук. В ответ цветок отрастил тонкие ножки и удалился вверх по стволу дерева. Пауки-подражатели с бета-камея-3 хорошо приспосабливаются к климату терры. Их яд вызывает у людей одну из форм геморрагической лихорадки. Тарель отпрянула заморгал. Снова оглядевшись вокруг, он классифицировал растительную жизнь, извлекая данные из своих банков памяти. Клещевина, белодонна и олеандр, дерево самоубийц, наперстянка и коралловый куст, цикута и живокость и десятки других растений, каждое из которых было переполнено свойственной только ему разновидностью яда. С этого момента он держал свои руки при себе и строго придерживался тропинки, пока она не доставила их на поляну, хотя это слово и плохо описывало место, заросшее лозами и низкой травой. В центре прогалины стоял древний дом, чей возраст, без всяких сомнений, насчитывал тысячи лет, он тоже был затянут побегами джунглей и Ториэль отметил, что такое покрытие послужит прекрасной ширмой от орбитальных сенсоров и телескопов. Я ожидал другого, пробурчал Келл, пока они следовали за мужчиной в кимоно к увитой плюшем входной двери. Это похоже усадьба, сказал ламфоцит. Я могу лишь прикидывать, когда она была построена, ее снова поглотили джунгли. Ториэль ожидал, что внутри будет такой же беспорядок, как и снаружи, но он ошибался. Интерьеры здания были ограждены от всех стихий и дикой природы, и им был заботливо возвращенных первоначальный вид. Внутри царил полумрак, лишь в немногих местах через окна пробивался жидкий солнечный свет, и все это создавало чувство отрыва от реальности. Вануса и Виндикара припроводили в прихожую, где ждал сервитор, и прислужник просканировал их обоих грушевидным сенсорным жезлом, проверяя все вплоть до пота и выдыхаемого воздуха на предмет мельчайшего следа наружных токсинов. Мужчина в кимоно пояснил, что это было необходимо для поддержания баланса ядов в пределах фруктового сада. Из прихожей они перешли в помещение, когда-то бывшее гостиной. Вдоль стен располагалось множество клеток из тонкого глаз сейка, ряд на ряди, и все смотрели наружу. По коже тареля пробежали мурашки, когда он обнаружил бесчисленные разновидности ядовитых рептилий, змей и насекомых. Каждое существо было заключено внутри контейнера с собственными условиями обитания. Инфоцит переместился в центр комнаты, инстинктивно располагаясь в точке, равноудаленной от дверей всех клеток. Его взгляд привлекло порхающее по своей тюрьме существо. Странном, переливчатом панцире и блеск хитина воскресил в памяти свежие воспоминания. Точно так же выглядела плоть Калидус, когда они вытянули Коэн из вакуума над Юпитером. Чтобы выжить в убийственной пустоте космоса, ассасин Оборотень совершил очень специфическое действие, превратившись в уродливую форму, почти эмбрион. Кожа Коэн совершила фазовый переход из состояния плоти во что-то напоминавшее кость или зубную ткань. Ториэль вспомнил тревожное ощущение, возникшее при прикосновении к ней, и его снова передернуло. Он перевел взгляд на Келла. Думаешь, Калидус выживет? Такие, как он, не умирают легко, сухо кивнул Виндикар. Они слишком заносчивы, чтобы погибнуть таким пошлым образом. Ториэль отрицательно затряс головой. Коэн не он. Это не мужчина или женщина. Он нахмурился. По крайней мере, уже нет. Корабль исцелит это. И как только наш отравитель к нам присоединится, отряд ликвидации будет укомплектован. Голос Кейла постепенно сошел на нет. В представлении Ториэля снайпер сейчас размышлял о том же самом, что и он сам. И что тогда? Вопрос личности объекта, для уничтожения которого их собрали, скоро прояснится. Иванусу беспокоило, каким может оказаться ответ. Это может быть только мысль оборвала возвращение мужчины в кимоно, по пятам за которым следовала еще одна персона. Ториэль распознал женскую походку. Это была стройная молодая женщина примерно одного с ним возраста. Приказом директора примус нашего клана и магистра ассасинов произнес мужчина. Ваше распоряжение предоставляется умение затворниц Саалм, знатока токсинов первого ранга. Женщина подняла глаза и бросила на Виндикара колючий, вызывающий взгляд. На лице Келла появилось выражение полнейшего потрясения, и он выдохнул. — Дженникер! Вененум вытянулась струнку. — Я не принимаю на себя эту обязанность, сказала она. В ее голосе звучала бесповоротность. — Нет, прорычал Келл. Его потрясение сменилось злостью. — Не принимаешь! Он свирепо уставился на мужчину в кимоно. — Она не принимает! Тот склонил голову на бок. Отбор произвела лично достопочтенное Вененум. Ошибки быть не может. И вы не в том положении, чтобы его оспаривать. Смущенный Ториэль зачарованно наблюдал, как под напором бешеной ярости с Келла слетают его обычное хладнокровие и язвительные манеры. — Я командую этой миссией! — рявкнул он. — Дайте мне другого вашего затворника. Живо! — Моя квалификация под сомнением, фыркнула женщина. — Могу поспорить, что ты не найдешь лучше. — Не хочу, чтобы это была она! — прорычал Келл, отказываясь глядеть на Саум. — Разговор окончен. — Боюсь, что нет! — спокойно произнес мужчина. — Как я уже изложил, вы не обладаете полномочиями оспаривать назначение сделанной достопочтенной. Была избрана Саум, другой альтернативы нет. Он указал на дверь за своей спиной. — Теперь можете уходить. Без дальнейших комментариев мужчина покинул комнату. — Саум, Келл прошипел фамилию женщины с неприкрытой злобой. — Я так теперь должен тебя называть, да? Тареля стала медленно озарять, что двух ассасинов явно связывала какая-то общая неприятная история. Он погрузился в собственные мысли, прокручивая в памяти все, что ему удалось узнать об Эристеде Келли с начала их миссии в поисках какой-нибудь зацепки. Не были ли эти двое приятелями или любовниками, размышлял он. Они были достаточно близки по возрасту, но и той же с Холли, до того, как кланы забрали их для индивидуального отбора и тренировки. — Я приняла это имя в честь моего наставника, — сказала женщина. Ее голос начал приобретать напряженный тон. Присоединившись к моему клану, я начала новую жизнь. Казалось правильным так поступить. Тарель кивнул в такт собственным мыслям. Многие дети-сироты, отбираемые официо-ассасинором для обучения, вступали в кланы, не зная, кем они на самом деле были, и зачастую они принимали имена — Но вместо этого ты опозорила свою семью, — пораскрежетал Келл. И тогда на короткий миг с женщины соскользнула вызывающая маска, и из-под нее показалось сожаление и печаль. Тарель внезапно увидел сходство. — Нет, — Эристетт, — мягко сказала она, — это сделал ты, когда решил убить невинных ради мести. Но наша мать и наш отец мертвы, и сколько крови ни пролей, это не изменить. Она прошла мимо Келла и за спиной ошеломленного Тареля и вышла в напоенной ароматами джунгли. — Она твоя сестра, — выпалил Тарель, бывший не в состоянии промолчать. Из ее банков данных стремительно всплывали данные. Эристетт и Дженни Керкелл, сын и дочь Аргуса Келла, наместника герцогства Такстетт, осиротевшие после убийства родителей в локальном конфликте. Виндикар пошел на него с яростным блеском в глазах, заставляя Тареля прижаться спиной к клетке полной скорпиона. — Расскажешь об этом остальным, и я тебя придушу, понял? — Милл, поднимая руки в защитном жесте. — Но миссия! — Она будет делать то, что я ей скажу, — произнес Келл. Его гнев начал остывать. — Ты уверен? — Она будет следовать приказам, так же, как и я. Он отступил назад, и Тарель уловил в глазах второго мужчины опустошенность и сомнение, как в зеркале, отражавший то, что он увидел в сестре Виндикара. Три. Кагитаторные аппараты, мурлыкающие и урчащие, как неутомимые кошки, заполняли несколько палуб и убара. Между ними основали бригады прогиторов с хрустальными запоминающими трубками и бобинами оптических катушек. Как утверждал Хисос, устройства использовались для сбора данных о финансовой ситуации в различных мирах, расположенных вдоль торговых маршрутов клана Еврот. Они обсчитывали прогностические модели, чтобы предсказать, какие товары могут потребоваться на конкретной планете в грядущие месяцы, годы и даже десятилетия. — Какое отношение мы ко всему этому имеем? — спросил Дейк. Мысль о машинах, которые могут работать лучше, чем люди, всегда вызывала у него дискомфорт. Хисос кивнул головой в сторону одного из устройств. — Нам выделили этот блок. Он сортирует и просеивает данные из различных источников, включенных в информационную сеть Ист и Веракруз. Вы можете это делать прямо отсюда. Йозеф почувствовал странный всплеск, непонятно к чему относящегося беспокойства. Оперативник кивнул. — Трансляция данных сюда, наверх, очень медленная, из-за несовместимости систем, но некоторое соответствие все же имеется. Этого достаточно, чтобы проверять воздушные коридоры столицы, сравнивать сведения о подозреваемых с передвижениями его установленных приятелей и так далее. — У нас на поверхности есть егеря, которые всем этим занимаются, настойчиво сказал Дейк. — Самый лучший источник фактов — это всегда человеческие глаза и уши. Хиса скивнул. — Совершенно согласен. — Но эти машины могут помочь нам сузить направление расследования. Они за часы могут выполнить то, на что вашему управлению и вашим егерям потребуются недели. Дейк не ответил, но Йозеф видел, что он остался при своем мнении. — Мы затягиваем петлю, — продолжил агент. — Сик не выскользнет из сети вторично. Помяните мое слово. Йозеф бросил на него взгляд, выискивая в замечании любой признак обвинения и не нашел ничего. И все-таки он испытывал беспокойство, которое должен был озвучить. — Это при условии, что наш убийца — Сик. Он помнил лицо человека в бандарной хибаре, ту уверенность, которую ощутил, когда прочитал на нем страх и отчаяние. Эрна Сик выглядел как жертва. Хисос внимательно посмотрел на него. — У вас есть что добавить, префект Сабрат? — Нет. Он отвел глаза и наткнулся взглядом на Дейга. Выражение лица его напарника было непроницаемым. Йозеф испытывал сомнения не только по поводу Сига. Он вспомнил, что второй префект сказал в развалинах винного двора, а также недавние изменения в его поведении. Дейг что-то скрывал от него, но он не мог придумать, как вытянуть это наружу. — Нет, — повторил он, — не сейчас. Четыре. То, что остальные звали сборочным пунктом, на самом деле было не более чем переоборудованным складским отсеком. И Йота не видела особых причин, почему то, как его назвать, имело такое большое значение. Ультио был странным кораблем, она до сих пор пыталась с ним познакомиться, а он ей этого не позволял. Судно было одной вещью, маскирующееся под другую, собранием диковинной техники и секретов, сшитых в единое целое. Дав ему миссию, его выкидывали во тьму. В этом он был на нее похож, размышляла она. Они могли бы быть почти что родственными душами. Разум внутри корабля говорил с ней, когда она к нему обращалась, отвечая на некоторые вопросы и игнорируя другие. В конце концов, Йоте наскучили зацикливающиеся беседы, и она попыталась найти другой способ себя развлечь. В качестве проверки своего искусства оставаться незамеченной, она пристрастилась исследовать самые мельчайшие закоулки Ультио, или шпионить за методсеком, где в терапевтической капсуле выздоравливала Калидус. Когда она не занималась этим и не медитировала, Йота убивала время, охотясь на пауков в темных уголках корабля. Она отлавливала их и собирала в банку, которую реквизировала из корабельного хлама. До настоящего момента все ее надежды сподвигнуть паукообразных на создание собственного зачаточного общества не увенчались успехом. Она заметила еще одно насекомое, прячущаяся под пультом, и проворно его поймала. Затем с жестокостью, порожденной скукой, она оторвала ему ноги одну за другой, чтобы посмотреть, сможет ли оно без них двигаться. В помещение вошел Келл. Он был последним из собравшихся. Инфоцит Ториэль работал над гололитическим проектором и казался нехарактерно молчаливым. Ванус пребывал в таком настроении с того момента, как они с Виндикаром вернулись с Терры вместе с последним рекрутом, женщиной, назвавшейся Сауаун. Новоприбывшая тоже была немногословной. Для Ассасина она казалась довольно хрупкой. То же самое многие думали и про Йоту, когда она впервые попалась им на глаза. Но холода и ее сверхъестественной ауры обычно хватало, чтобы разрушить эту иллюзию за одно мгновение. Угол комнаты занимала туша Гарантина. Он был похож на злобного пса, бросающего вызов каждому из них вступить на его территорию. Он поигрывал серебром заточенного металла. Остатками инструмента, как она полагала, перебрасывая самодельный клинок в своих толстых пальцах с ошеломляющейся норовкой. Он тоже скучал. Он был этим раздражен. С другой стороны, Йота уже поняла, что каждое настроение Эверсора несло некий оттенок ярости в большей или меньшей степени. Коин сидела в кресле из металлической сетки. Сглаженно плоские черты Калидус походили на неоконченную скульптуру из театита. Йота наблюдала за тенью несколько мгновений, и Коин одарила ее мимолетной улыбкой. Кожа Калидус потемнела, приобретая крас, близкий к смуглому оттенку собственной плоти Йоты. Но все испортил Кел, постучавший рукой в перчатки по балкам низкого потолка. «Все здесь», сказал Виндикар. Его взгляд обижал комнату, ненадолго задержавшись на каждом из них. «Каждом, кроме саун», отметила Йота. «С этой минуты начинается миссия». «Куда мы собираемся?» спросил Коин голосом, похожим на Йотин. Кел кивнул тарелю. «Пришло время это узнать». Инфоцит активировал на модуле проектора ключевую последовательность шифра, и мерцающее марево гололитических пикселей в центре комнаты обрело обманчивую плотность. Оно сформировалось в образ высокого, мускулистого мужчины в неприметных одеждах. У него было покрытое шрамами лицо, бритый череп с гребешком коротко подстриженных волос. И если изображение было точным подобием, то он заведомо превосходил гарантия на своими габаритами. Голограмма потрескивала и дергалась. Йота узнала пронизывающие ее структуры, характерные для шифра с высоким уровнем защиты. Передача шла в реальном времени, что означало, что ее источником мог быть только другой корабль на орбите или сама Терра. Кел кивнул мужчине. «Генерал-капитан Вальдор, мы готовы получить инструкции, если на то есть воля магистра». Вальдор вернул ему кивок. «Магистр ассасинов возложил эту задачу на меня. С учетом уникальной природы этой операции кажется совершенно оправданным, что за ней будет осуществлять надзор внешняя организация». Кустодий обвел их всех испытывающим взглядом. Йота представила, как он стоит на своем конце линии связи среди гололитического отображения комнаты и всех в ней присутствующих. «Вы хотите, чтобы мы убили его, да?» Без всяких прелюдий высказался Гарантин, втыкая свой самодельный нож в переборку рядом со своей головой. «Давайте не будем ходить вокруг да около, мы все это знаем, даже если у нас не было желания произносить это вслух». «Твоя проницательность, оверсор, делает тебе честь», сказал Вальдор таким тоном, что стало ясно, что это было чем угодно, но не комплиментом. «Ваш объект — бывший воитель адептуса Стартес, примарх лунных волков, архипредатель Хорус Луперкаль. Теперь они сыны Хоруса», пробормотал Ториэль. В его словах отчетливо звучало неверие. «О, трон! Значит, это правда». Женщина Вененум издала неопределенный горловой звук. «С позволения милорда Кустодия я должна выразить сомнение». «Говори, что думаешь», сказал Вальдор. «В каждом клане ходят слухи о миссиях, которые следовали этому приказанию и провалились. Тобельт, мой напарник в клане, был последним, кого послали на это дохлое дело, и он погиб, как и все прочие. Я сомневаюсь, что это вообще можно достичь». «Кузина Саум привела очень серьезный аргумент», высказалась Коэн. «Мы здесь говорим не о каком-то заблудшем бандитском главаре. Это Хорус, первый среди сынов императора. Многие называют его величайшим примархом из всех когда-либо живших». «Ты боишься», фыркнул Гарантин. «Вот так новость». «Конечно, я боюсь Хоруса», ответила Коэн, подражая грубым манерам Эверсора. «Даже животное опасалось бы воителя». «Отряд ликвидации, подобно этому, еще не собирался никогда», вмешался Келл, привлекая всеобщее внимание. «Ни разу со времен первых магистров и договора о службе императору, которые они поклялись соблюдать на горе отмщения, мы — эхо этого дня, этих слов, этих стремлений. Хорус Луперкаль — это единственный объект, который нас достоин». «Прекрасные слова», сказала Саум, «но бессмысленные, без направляющих указаний. Она развернулась обратно к изображению Вальдора. Я спрашиваю снова, как мы можем надеяться довести дело до конца, после того, как в попытках добраться до такого неуязвимого объекта было принесено в жертву столько наших собратьев из Ассасинорум. Хоруса окружают легионы верных ему воинов», произнес Тариэль. «Астартес, боевые корабли, силы механикум и кибернетика, не говоря уже про вставших под его знамена обычных солдат. Как мы вообще сможем подобраться на расстояние удара? Он придет к вам, Вальдор улыбнулся, холодно и жестко. «Возможно, вы удивлялись скорости, с которой собирали этот отряд ликвидации. Это была реакция на новые разведданные, которые поместят предателя прямо в ваш прицел». «Каким образом?» требовательно спросил Коэн. «По мнению лорда Малкадора и Совета Терры, при текущем стечении обстоятельств убийство Хоруса ввергнет силы предателей в замешательство и сломает хребет восстанию до того, как оно сможет перекинуться на сегментум Солар», сказал Вальдор. «Агенты Империума, работающие под прикрытием в Тайбианском секторе, докладывают о большой вероятности того, что Хорус планирует привести свой флагман Дух Мщения к планете Даганет, чтобы обозначить на ней свое присутствие. Мы считаем, что войска Воителя будут использовать Даганет в качестве плацдарма, чтобы обеспечить переход на их сторону всех планет Тайбианских звезд. Если вы знаете, что так будет, милорд, почему бы просто не послать на Даганет флот в качестве контрмеры?» спросила Саун. «Отправьте боевые крейсеры и легионы Астартес, а не шесть ассасинов. Может, даже Императора самолично пробормотала Коин». Вальдор хлестнул по обоим жгучим взглядам. «Император сам решает, что ему делать. А у флотилий и верных легионов есть в каких битвах сражаться?» Йота кивнула собственным мыслям. «Я поняла», сказала она. «Нас посылают, потому что нет полной уверенности. Империум не может себе позволять отправлять боевые флотилии во тьму, основываясь просто на вероятности. Нас только шестеро, произнес Келл. «Но вместе мы можем сделать то, что не смогли тысячи боевых кораблей. Одному судну гораздо проще проскользнуть к Даганету через Вард, чем целому флоту. Шесть ассасинов, лучшие в своих кланах, могут принести смерть». Он сделал паузу. «Помните слова клятвы, которую мы все дали, независимо от клана? Ни один враг не избегнет гнева императора. Вы поведете Ультио в Тейбианский сектор, продолжил Вальдор. Вы внедритесь на Даганет и подготовите множественные направления атаки. Когда там появится Хорус, вы его ликвидируете». Пять. Милорд, Эфрид низко поклонился и замер в ожидании. Низкий рок от голоса его примарха напоминал раскаты далекого грома над гималайскими хребтами. «Говори, капитан Третий». Астартес поднял глаза и обнаружил Рога Ладорна, стоящим на высоком балконе и неотрывно смотревшим на заходящее солнце. Золотой свет струился над каждой башней и каждым зубцом дворца императора, превращая сверкающий металл и белый мрамор в янтарь необыкновенно медного цвета. От зрелища перехватывало дух, но его портили огромные кубические туши встроенных редутов и орудийных башен, торчащие вверх как тупые серые кулыки в злобно-оскаленной пасти. Дворец до пышное блистательное сооружение, бросающее вызов запретам и неудачам, стоял бок о бок с дворцом сейчас, брутальной твердыней, воздвигнутой против самого смертоносного врага, врага, которому еще только предстояло показаться под небесами Терры. Эфрид знал, что его повелителю было больно смотреть на защитные стены и укрепления, которые император поручил ему построить поверх красоты дворца. И хотя на взгляд капитана и дворец и крепость были одинаково величественны, он был в курсе, что великий Дорн почему-то считал, что принижает это место, делая его зону, пригодную лишь для ведения войны. Примарх имперских кулаков часто приходил на этот высокий балкон, чтобы наблюдать за стенами и, как полагал Эфрид, ждать появления своего брата-изменника. Он прочистил горло. Сир, у меня новости от серфов нашего ордена, рапорты о приготовлениях подтверждены, так же, как и доклады о происходящих в блоке Индонесик и на станции Сарас. Продолжай. Вы были правы, приказав следить за кустодиями, генерала-капитана Вальдора еще раз видели входящим на закрытую сессию в зависях, на которой собирались директора примус кланов Ассасинорум. Когда это было? Дорн не смотрел на него, продолжая разглядывать дворец. Сегодня, пояснил Эфрид, по завершении собрания в пространство низких околоземных орбит было послано сообщение, скорее всего, на корабль. Шифр имеет очень высокий уровень защиты. Мои технодесантники с сожалением сообщают, что его взлом лежит за пределами их умений. Не нужно и пытаться, сказал примарх. И на самом деле, сделать это означало бы нарушить протоколы. Это черта, которую имперские кулаки не пересекают, пока что. Рука Эфрида потянулась к его коротко подстриженной бородке. Как пожелаете, милорд. Дорн надолго погрузился в молчание. Эфрид начал сомневаться, не должен ли он уйти. Но затем его командующий заговорил снова. С этого все начинается, капитан. Понимаешь, это из-за таких вот действий укореняется гниль. Воины, ведущиеся в тенях, а не на свету. Бои, в которых нет правил. Нет, черт, которые нельзя было бы переступить. Он, наконец, перевел взгляд на своего офицера. Нет чести. За его спиной солнце погружалось за горизонт, и тени, пересекающие балкон, росли. Что надлежит делать, спросил Эфрид. Для какого бы приказа у его примарха не возникли основания, он подчинился бы ему без вопросов и колебаний. Но Дорн не дал ему прямого ответа. Только одна мишень может быть достойна такой секретности, такого сбора сил. Офицео ассасинорум намереваются убить моего заблудшего брата Хоруса. Эфрид обдумывал это. Разве это не послужит нашему делу? Так может показаться тем, у кого узкий взгляд на вещи, ответил примарх. Но я видел, какой ущерб оставляет после себя пуля ассасина. И вот что я тебе скажу, брат капитан. Мы победим Хоруса. Но если его смерть произойдет так, как планирует ассасинорум, последствия будут ужасными, и совладать с ними будет не в наших силах. Если Хорус падет от руки ассасина, в сердце предательской флотилии возникнет зияющий вакуум, и мы не в состоянии предвидеть, что его заполнит, или какую ужасную месть они совершат. Пока мой брат жив, пока он скачет во главе предательских легионов, мы можем предсказать, что он будет делать. Мы можем быть достойными противниками Хоруса, победить его при прочих равных условиях. Мы знаем его, Дорн вздохнул. Я знаю его. Он покачал головой. Смерть воителя не остановит войну. Эфрит выслушал и кивнул. Мы можем вмешаться, пойти на конфликт с Вальдором и магистрами кланов. На каких основаниях, капитан? Дорн снова покачал головой. Все, что у меня есть, толки и подозрения. Будь я таким бесшабашным, как Рус и Лихан, этого могло бы хватить. Но мы имперские кулаки, и мы соблюдаем буквы законов Империума, нужны доказательства. В таком случае ваши приказы, сир. Пусть серфы продолжают слежку. Дорн посмотрел вверх в темнеющее небо. В настоящий момент мы наблюдаем и мы выжидаем. Глава восьмая. Уголье пепел. Игрушки. Маска сброшена. Один. Комната в комплексе, которую предоставили в распоряжение Перик, имела приемлемые размеры и пропорции, и была последней из четырех, которые ей предложили. Три другие она незамедлительно отвергла, из-за присущей им негативной энергетики или близости к скоплениям людей, занятых нетрадиционной умственной деятельностью. Вторая по счету комната была местом, где около ста семи лет тому назад умерла женщина, покончив с собственной жизнью из-за незапланированной беременности. Сделав для себя это открытие, подручная, Горосп посмотрела на Перик шокирующим взглядом и с немалым смятением. Складывалось впечатление, что ни один из местных сотрудников консорциума Еврот и понятия не имел о столь постыдном прошлом истонского здания. Но эта комната была тихой, жужжание, которое она ощущала в своем восприятии истихало, и Перик приблизилась к состоянию равновесия настолько, насколько она могла это сделать вместе, в такой степени наполненном гудящими эгоцентричными умами. Перик мягко удаляла из своего мысленного пространства в ходе настраивающих упражнений, уничтожая помехи при помощи тихой нуль-песни, подобно тому, как отональный звук сглаживается инверсным сигналом. Занимаясь этим, она рассеянно касалась ошейника на шее, это был всего лишь металл, просто вещь, скрепленная одним болтом, который она сама могла открутить за один поворот. Хотя те, кто смотрел на него, кто мог прочесть слова никейского декрета, вытравленной кислотой на черненом железе, видели в нем смысл. Это было в некотором роде рабское клеймо, но она носила его только ради удобства остальных. А шейник не был компенсирующим устройством, он не мог сдерживать ее. Он присутствовал для того, чтобы те, кто страшился ее способностей, могли находиться рядом с ней и все еще спать спокойно, пребывая в ложной уверенности, что он защитит их от ее сверхъестественной природы. Текстура холодного металла помогла ей сосредоточиться, и она погрузилась внутрь себя. Последнее, на что она посмотрела перед тем, как закрыть глаза, был хронометр на соседнем столе. Хисос и местные блюстители правопорядка вернулись с Иубара несколько часов назад, но она не видела никого из них с момента аудиенции у пустотного барона. Ей было интересно, чем занимался Хисос, но она преодолела порыв поискать его, протянув вовне мысленное щупальце. Она обладала слабыми телепатическими способностями, и могла более или менее уверенно чувствовать его лишь благодаря хорошему знакомству с его разумом. По правде говоря, желание Перик быть рядом с Хисосом всегда обвергало ее в меланхолию. Однажды она заглянула в его разум, пока он спал и опустил свою защиту, и увидела, что он и не подозревал о странной преданности, которую Псайкер питала к своему стражу. Он не имел никакого понятия об этой особенной привязанности, о которой нельзя было подумать, что это любовь, на которую нельзя было счесть и чем-то от нее отличным. Да это и к лучшему, решила она. Перик не желала думать о том, что могло бы случиться, если бы он узнал. Скорее всего, ее бы от него забрали. Может, даже вернули бы на черные корабли, куда Барон Еврот когда-то делал на нее заявку. Перик задушила эти мысли и вернулась к непосредственной задаче. Глаза плотно закрыты, спокойствие водворено обратно на место, как ключ, втиснутый в замок. Псайкер опустилась на колени, на жесткие деревянные полкомнаты. Предметы, которые она подобрала в руинах старого винного двора, лежали вокруг нее аккуратным полукругом. Камешки, латунная пуговица от зимнего пальто, липкие промасленные бумажные обертки от продавца мясных батончиков и красная листовка, заполненная текстом на местном диалекте имперского готика. Перик касалась их всех по очереди, двигаясь вправо и влево, задерживаясь на одних, возвращаясь к другим. Она использовала предметы, чтобы создать образ подозреваемого в виде составной картины мозаики, но в изображении изъяли дыры, места, где она не смогла ощутить всей полноты того, кем был Эрна Сик. Пуговица несла на себе страх. Он потерял ее, когда бежал от огня и завывания колеоптеров. Камушки их он подобрал и вертел в руках, использовал для праздной игры, забрасывая их на другой конец хибара и затем обратно. Их ауров во всем остальном инертное была окрашена скукой, с прожилками нервозности. На промасленной бумаге висел груз голода и паники. Образ был вполне отчетливым. Он украл еду у продавца, когда тот развернулся к нему спиной. Он был убежден, что его поймают и арестуют. Листовка была любовью, любовью или чем-то похожим на нее, по крайней мере в том смысле, в котором Перек могла ее понимать, преданностью, даже если выражаться более точно, на которой почти что ощущались чувства собственной моральной правоты. Она суетилась над листом бумаги, вглядываясь сквозь закрытые веки в порожденные им эмоциональные спектры. Сик был сложной натурой, и Псайкер с трудом удерживала в уме те кусочки мозаики, которые были в ее распоряжении. Он был охвачен противоречивыми чувствами. Где-то глубоко внутри таились отголоски когда-то проявленной им неистовой жестокости, но их затмевали две вздымающиеся противоположные силы. С одной стороны, великое чувство надежды, даже искупление вины, как будто он верил, что будет спасен, а с другой столь же мощный ужас, вызранный кем-то за ним охотящимся и его собственным точной наукой, но за время работы дознавателем она научилась остро чувствовать свои инстинкты, и они сказали ей, что Эрна Сик не убивал для собственного удовлетворения. Как только эта мысль выкристаллизовалась у нее в уме, Перик ощутила, что к ней приходят первые смутные намеки на направление. Она позволила руке подобрать стело, лежавшее сбоку от нее, и сместиться к информационному планшету, ожидающему на полу. Оно дернулось, и тонкими неровными буквами пошло автоматическое письмо. Ее вторая рука, однако, не оставляла листовку, пальцы теребили ее края, играясь с потрепанной бумагой, выискивая места, где ее осторожно складывали и разворачивали снова и снова. Ей было интересно, что она значила для Сига, что он так сильно о ней заботился. Она почувствовала тень страдания, которую он должен был ощущать, потеряв ее. Вот так она его и найдет, горе, струящееся из него, как флаг по ветру. Быстро пишущее стело двигалось по планшету по своей собственной воле, вправо и влево. В ней росла уверенность, она найдет Эрна Сига, она найдет, и Хисос будет доволен ей. Сердце подпрыгнуло в груди, и она схватила ртом воздух. Стело, сжатое слишком сильно, с треском сломалось пополам, и к концу обломков вонзились ее ладонь. Перек пробрала внезапная дрожь, и она знала причину. На заднем плане ее сознание мелькнула мысль, с которой она не желала встречаться, которую заботливо избегала, как щадят уродливый болезненный синяк на коже. Но сейчас ее притянуло к нему, и она коснулась обесцвеченных краев психического ущерба, передергиваясь от крошечных вспышек боли, которую он испускал. Она почувствовала это после их прибытия на Исту Веракрус. Сначала Перик решила, что это был всего лишь ложный образ, порожденный перемещением ее разума из атмосферы покоя, которая поддерживалась в ее жилище на борту и у бара, в буйную новизну оживленного мегаполиса планеты. Поправка, ей хотелось верить, что это было так. Дрожь усилилась, когда она осмелилась на этом сосредоточиться. Темная тень на границах восприятия, совсем рядом, ближе, чем Эрна Сик, гораздо ближе, чем подозревает Хисос или кто-либо из истонских дознавателей. Перик внезапно почувствовала влагу на ноздрях и щеках. Она ощутила запах меди. Моргая, она раскрыла глаза и первым, что она увидела, была листовка. Та была красной, насыщенно алой, и напечатанные на ней слова сливались с оттенком бумаги. Перик, задыхаясь, осмотрелась вокруг и увидела, что комнаты, и все в ней было красным, красным, и вытерло свое лицо. Из уголков глаз вытекала густая жидкость, кровь, а не слезы. Она вскочила на ноги, подброшенная всплеском страха. Ботинок задел планшет и раскрошил стеклянный экран каблуком. Комната казалась влажной и душной. Каждая поверхность как будто отсырела и лоснилась, как сырое мясо. Пошатываясь, Перик направилась к единственному окну и потянулась к шнуру, чтобы раздернуть занавеску и открыть створки, чтобы глотнуть чистого воздуха. Шторы слагались из красного и теней, и когда она подошла ближе, они разошлись как лепестки. За ними стало открываться нечто похожее на человеческий силуэт, свисающий с потолка на тонких длинных ножках. Тяжелые бархатные занавески с глухим стуком упали на деревянный пол, и явилось влажное, маслянистое, блестящее существо. Его имя впечаталось в нежные покровы ее разума, и ей пришлось произнести его вслух, чтобы потом избавиться от заключенного в нем ужаса. Гарпун из головы чудовище выпирала разверстая зубастая пасть и костяные шипы, лицо, как будто сошедшее с картин абстракционистов и черные провалы, служившие ему глазами, обволакивало кромешно-черное инфернальное пламя, видимое лишь тем, на ком лежало проклятие чародейского зрения. Перик мгновенно поняла, кто совершил все убийства, чьи руки аккуратно взрезали Джаареда Норте, Керсуна Латига и всех прочих, умерших от его наклонностей. Она отпрянула, не в состоянии издать ни звука. Больше всего Перик хотелось закрыть чем-нибудь глаза и отвести взгляд, найти, куда спрятать лицо, чтобы ей не нужно было больше смотреть на это существо гарпуна. Но ей было некуда отворачиваться. Даже если бы она выцарапала себе глаза, все еще оставалось бы ее чародейское зрение, которое продолжало выдушить аура монструозной твари. Она в ужасе почувствовала, что убийца хотел, чтобы она на него смотрела. Почувствовала всей глубиной восприятия, которую позволили ее психические таланты. Он создавал в ней потребность быть ему очевидцем, и это желание затягивало ее как сила гравитации черного солнца. Гарпун что-то бормотал сам себе. В прошлом Перик касалась умов других убийц, и ее всегда передергивало от внушающей отвращения радости, с которой они предавались своим занятиям. Однако здесь она ничего подобного не видела. Психика гарпуна была невыразительным, чернильно-черным озером. Его не тревожили безумие, страсть или неприкрытая ярость. Она была почти что инертной, приводимой в движение и направляемой непоколебимой уверенностью. Она мельком напоминала ей упорядоченный склад ума Хисоса. Убийца обладал тем же упрямым, непоколебимым стремлением выполнить почти как если бы он исполнял последовательность команд. И тем не менее он пустил ее внутрь. Она знала, что если бы отказалась, гарпун выпотрошил бы ее в тот же самый миг и на том же самом месте. Она отчаянно пыталась прорваться сквозь миазмы, окутывающего ее холода, изо всех сил посылая панические вызовы своему отсутствующему стражу. Но делая это, она также позволяла своему уму погружаться внутрь гарпуна, выгадывая время на определенном уровне. Истинная природа чудовища вызывала у нее отвращение и интриговала ее. Гарпун не был скромником, он распахнул себя перед ней. То, что она увидела внутри, вызвало у нее невыразимое омерзение. Убийцу сделали таким. Его взяли из некой породы людей, чья природа настолько извратилась, что их происхождение уже нельзя было определить. И обвили мотком живых тканей, выкроенных, казалось, искричащих недр самого варпа. Возможно, случайное порождение безжалостной природы или, может, существо, созданное извращенным гением. Гарпун не имел души, но не был похож ни на одну разновидность псионической пустоты, с которыми Перик когда-либо сталкивалась. Это был черный пария, предельное выражение отрицательной психической мощи. Раньше Перик считала, что подобные вещи существовали лишь гипотетически, как безумные кошмарные вымыслы сумасбродных теоретиков и сумасшедших колдунов. Но вот оно стояло перед ней, наблюдало за ней, дышало тем же воздухом, а она плакала перед ним кровью. А затем Гарпун протянул пальцы лезвия и взял Перик за руку. Ее нервы пронзила жгучая боль, и она взвыла. Убийца с вызывающей легкостью отсек большой палец ее правой руки и подкинул его в воздух, играясь со своей добычей. Перик схватилась за свою поврежденную кисть, из раны клыкастую пасть и покатал ее там, разжевывая кости и мясо, как будто это был редкий деликатес. Перик осела вниз на забрызганной кровью пол. В голове у нее все плыло. Ее задело краем неожиданного псионического изменения, которое начало происходить с убийцей. Черные пустоты его глаз устремились вниз на нее и стали дымчатыми зеркалами. Она увидела в них отражение собственного разума, кипящую и пульсирующую мощь своих собственных псионических способностей, скопированную и усиленную тысячекратно. Гарпун отведал ее кровь, сам генетический код ее сущности, и теперь он познал Перик. У него был ее слепок. Она поползла к нему, чувствуя, как гудящий хор ее собственного разума и ума убийцы приходят в продирающий до костей унисон, как совмещаются диапазоны их сверхъестественных способностей. Перик кричала и умоляла его остановиться, но Гарпун лишь склонил голову на бок и позволил силе копиться дальше. Он уже давно не убивал этим способом, осознала она. Предыдущие смерти были паразаическими и обыденными. Он хотел проделать это, просто чтобы убедиться, что все еще был на это способен. Так солдат мог бы выпустить обойму боеприпасов, чтобы проверить пристрелено ли оружие. Перик с запозданием поняла, что в радиусе нескольких световых лет она была единственным существом, которое представляло для него эту угрозу, но сейчас уже было слишком поздно. И вот они встретились вне пространства между ними. Псионические способности Перик высвободились и обрушились на ждущего, раскинувшего руки Гарпуна, и она была не в силах это остановить. Убийца вобрал их все до последней капли и сделал это так же легко, как дышал. В гробовом молчании Гарпун освободился от своей ноши и отразил обратно все, чем была Перик. Сила ее сверхъестественных способностей вернулась, усиленная до безмолвного яростного урагана. Женщина превратилась в пепел и рассыпалась на части. 2. Ультио несся сквозь сверкающие негасимые огни Материума, уходя коридорами Варпа все дальше за пределы сегменту Массолар. Слепой навигатор корабля вел его малоизвестными маршрутами, плохо картографированными проходами, которых по воле верхушки правительства Империума не было на картах, выдаваемых обычным адмиралом. Эти пути были быстрыми, но ненадежными, дорожками через царство безвременья, которыми никогда бы не прошли корабли большого размера. Души их многочисленных команд сверкали так ярко, что привлекли бы кружащиеся и вертящиеся живые шторма, мимо которых Ультио пролетал незамеченным. Корабля-призрака как будто и не было, непроницаемость его полей Геллера была настроена столь тонко, а его двигатели развивали такую скорость, что громоздкие неуклюжие разумы хищников, обитающих в пространстве Варпа, замечали его только по оставляемому в Кельваторе следу. Там на Терри дни сменялись днями и стрелки часов накручивали обороты. Ультио летел к Даганету, а по некоторым подсчетам он был уже там. На его борту отряд ликвидации снова собрался вместе, на этот раз в отсеке в стороне от центрального коридора, который тянулся вдоль всей длины громоздких приводных устройств звездного корабля. Три. Келл, как всегда, наблюдал. Гарантиет все еще забавлялся со своим самодельным клинком. Он довел его до состояния зловещего вида заточки, не уступающей по длине мужскому предплечью. «Чего ты хочешь, Ванос?» спросил он. Ториэль нервно улыбнулся и указал на большой грузовой контейнер, который замещал целую стену длинного отсека с низким потолком. «Э, спасибо, что пришли», он обвел взглядом Келла, Йоту и всех остальных. «Поскольку мы теперь на миссии, у меня есть право перейти к следующей серии данных мне приказов». «Объясни», сказала Коэн. Инфоцит потер руки друг от друга. «Магистр ассасинов лично дал мне распоряжение представить вам эти принадлежности только после того, как группа будет полностью собрана и Ультио покинет систему СОЛ». Он подошел к клавишной панели на грузовом модуле и отстучал последовательно с символов. «Мне предстоит решить вопрос с вашей экипировкой». Ассасин Эверсор резко вскинул голову. Его презрительный настрой мгновенно сменился на интенсивное, как лазерный луч, внимание. «Оружие?» спросил он, почти что истекая слюной. Тарель кивнул. «В том числе, этот модуль содержит оборудование для предстоящей миссии». «Ты об этом знал?» требовательно спросил Гарантин, свирепо глядя на Келла. «Я тут упражняюсь со всяким металлоломом, а рядом со мной на борту лежит груз оружия». Келл отрицательно покачал головой. «Я полагал, что нас экипирует на месте. Почему кое-кто не потрудился рассказать мне, что на борту этого корыта есть арсенал?» Гарантин метнул свою заточку, и Тарель присел, когда та вонзилась в колонну рядом с ним. «Давай мне оружие, живо, а то я тут как будто голышом сижу». «Что за дивный образ?» пробормотала Саун. «Ему это нужно», сказала Йота отсутствующим тоном. «Если он разлучен со своим огнестрельным оружием, то на самом деле испытывает что-то вроде душевной боли, как родитель, оторванный от своего ребенка». «Я тебе покажу оторванного», проскрежетал громадный убийца, угрожая Ваннусу. «Я сейчас кое-кому кое-что оторву». «Открыть!» Тарель четко выкрикнул слово, и устройство, управляющее замком, зашипели масляной гидравликой. Кожух раскололся по своей длине и откатился назад, являя полки с оружием, вспомогательное оборудование и прочие военные принадлежности. Лицо Гарантина осветило нечто близкое к радости. «Приветик, прелестная малышка!» – пробормотал он, привлеченный стойкой, на которой лежал в ожидании крупнокалиберный пистолет, богато украшенный и декорированный металлическими крылышками и сенсорными датчиками. Он подобрал его и взвесил в руке. Он ощутил пронесшееся сквозь него покалывание ДНК-маркеров, которые быстро провзаимодействовали с лобочипами, имплантированными в его мозг, подтверждая его личность и цель. И с его губ слетел холодный смех. «Комбинированный пистолет-ликвидатор!» – сообщил Ториэль, быстро помаргивая в процессе извлечения данных из мнемонического хранилища в глубинах коры своего головного мозга. Оружие со сдвоенными функциями, стреляющее баллистическими болтами и иглами. «Я знаю, что это такое!» – прорычал Гарантин, прежде чем тот успел закончить. «О, мы очень хорошо знакомы!» – он погладил пистолет, как будто тот был домашним животным. В разговор вступил Келл. «Слушайте все! Берите, что вам нужно, но только при условии, что точно станете этим пользоваться. Возвращайтесь в свои каюты и приготовьтесь к немедленному развертыванию. Мы не имеем представления, сколько времени до нашего прибытия и до момента появления объекта. «Может, он уже там и нас дожидается!» – высказалась Коэн, смещаясь к другой стойке с оружием. «Волны варпа часто бегут против временного потока!» Гарантин жадно собирал охапки оружия, забрав под сумки с мелто-гранатами, нейроперчатку с шипами зловещего вида и снаряжение для сторожевого комплекса. Издав еще один утробный смешок, он подцепил тяжелый палаческий меч с закругленным концом и сунул его под мышку. «Пойду к себе на койку!» – хохотнул он и побрел прочь, навьюченный своим грузом. Йота проследила за уходящим эверсором взглядом. «Посмотрите на него, он почти что счастлив!» «Каждому ребенку нужны свои игрушки!» – сказала Саун. Кулексус искоса посмотрела на стойки и потом отвернулась. «Не мне! Здесь нет ничего, что бы мне понадобилось!» Она бросила взгляд на отравительницу Винену, постукивая по своему Воксу. «У меня уже есть оружие!» «Они муспекулум, да?» – сказала Саун. «Слышала о нем! Но ведь это капризная штуковина! Как я поняла, даваемое им преимущество зависит от силы противника не меньше, чем от способностей того, кто им пользуется!» Губы Йоты крепко сжались в скупой улыбке. «Как скажешь!» К ним нервно приблизился Тариэль. «Я... У меня есть вещь, которую припасли для тебя, Кулексус!» – произнес он, протягивая бронированный ящик, покрытый предостерегающими рунами. «Окажи любезность!» Йота откинула крышку и склонила голову на бок. Внутри лежала дюжина гранат, сделанных из темного металла. «О-о-о!» – сказала она. «Взрывчатка! Как заурядно!» «Нет-нет!» – продолжал настаивать он. «Это новая технология!» «Экспериментальное оружие, пока не проверенное в полевых условиях. Создано ведущими учеными твоего клана!» Женщина выхватила из ящика одну из гранат и обнюхала ее. Ее глаза сузились. «Что это?» «Пахнет, как смерть звезд!» «Мне не положено знать все подробности!» – признался инфоцит. «Но устройство содержит гранулированное вещество в экзотическом состоянии, блокирующее деятельность псионических способностей в ограниченной зоне». Йота долго изучала гранату, теребя кнопку активатора и в конце концов меланхолично посмотрела на Териеля. «Эти я возьму!» – сказала она, выхватывая ящик из его руки. «Что у тебя есть для остальных нас в твоей восхитительной коробке с игрушками?» – игриво спросила Коин, забавляясь с парой мечей с эффектом памяти. У них были изогнутые и грациозные лезвия, меняющие кривизну прямо по ходу движения, пока Калидус рубил ими воздух. Токсичные корды. Ванус нажал кнопку и из запечатанного барабана, замаркированного трилистником биологической опасности, протянулась лента, пронизанная стеклянными стилетами. Коин убрала мечи и потянулась к ножам, но увидела, что то же самое делает Саун. Калидус отвесила небольшой поклон. «О, прошу прощения, кузина! Яды, конечно же, твоя епархия!» Саун выдавила натянутую и безрадостную улыбку. «Нет, после тебя, бери, что пожелаешь!» Коин выставила руку. «Нет, нет, после тебя, пожалуйста! Я настаиваю!» «Как хочешь!» Вененум осторожно извлекла один из кинжалов и развернула в пальцах. Она подняла его вверх к свету, разворачивая так и сяк, так что окрашенные жидкости внутри стеклянного лезвия перетекали в разные стороны. В конце концов она хмыкнула. «Превосходное качество! Они вполне справятся с любым человеком, который встанет между нами и Хорусом!» Калидус выбрала себе несколько кордов. «А как насчет тех, кто не люди?» «Как насчет самого Хоруса?» Саун поджала губы. «Для воителя это будет комариным укусом!» Она посмотрела на Терриэля. «Я приготовлю мое собственное оружие!» «Есть еще вот что!» предложил Терриэль, передавая пистолет. «Оружие было длинной и тонкой совокупностью медных трубок с хрустальной грушей в том месте, где у нормального огнестрельного оружия был бы магазин с боеприпасами». Саун взяла его и посмотрела в сетчатую перегородку, находящуюся там, где должно было бы быть дуло. «Бак пистолет!» сказала она, взвесив его в руке. «Это может пригодиться!» «Степень распыления можно регулировать от мельчайших взвесей до гелевых шариков пуль», отметил Терриэль. «Уверена, что знаешь, как этим пользоваться?» спросил Келл. Рука Саун взлетела в позицию для прицеливания. Дуло оружие. Посмотрела Виндикару прямо в лицо. «Думаю, что смогу вспомнить», сказала она. Затем она пошла прочь, крутя пистолет в своих изящных бледных руках. Тем временем Коэн обнаружила ящик, который был совершенно неуместен среди всего остального. Больше всего он напоминал битую ракушку. И единственным отпирающим механизмом на нем были контуры отпечатка руки, вытесненные на похожем на кость веществе запора. Ладони с тремя чересчур длинными пальцами и с двойным большим пальцем. «Не имею понятия, чем это может быть», признался Терриэль. «Контейнер, я имею в виду, он выглядит почти, как если бы принадлежал к Сеносам?» спросила Коэн с обманчивым легкомыслием. «Но это было бы запрещено, Ванус. Так что выкини с головы эту мысль». Раздался тихий, потрескивающий звук. И правая рука Калидус вытянулась и изменила форму. Человеческие пальцы преобразовывались и сливались, пока не превратились в нечто, больше напоминающее чужеродный отпечаток. Коэн поместила руку на соответствующее место ящика, и тот со вздохом открылся, роняя на настил палубы капли пурпурной жидкости. Органические на вид внутренности контейнера выглядели еще более обескураживающе. В колыбели из мясистого вещества, влажного, от такой же жидкости покоилось оружие, сделанное из черненой, похожей на зубную ткань керамики. Оно было большим и несбалансированным по форме. Его фронтальная часть сжимала граненый, каплевидный кристалл, окрашенный в цвет морской волны, как у древнего нефрита. «Что это?» с откровенным омерзением спросил Ториэль. «В моем клане это называют множеством имен», сказала Коэн. «Оно вскрывает умы, шинкует в клочья интеллект-разум. Те, кого она коснется, превращаются в пустые оболочки. Калидус протянула пистолет в анусу, который попятился назад. «Желаешь рассмотреть получше?» «Не в этой жизни», убежденно сказал Ториэль. Бледный язык выскочил изо рта и облизнул губы Коэн, возвращающего оружие в Ракорину. Подобрав ее, Калидус поклонилась остальным. «Я вас покидаю». Когда Коэн ушло, Кел перевел взгляд обратно на Вануса. «Как насчет тебя?» «Или члены вашего клана решили не носить оружие?» Ториэль покачал головой. На его щеке снова возвращалась краска. «У меня есть собственное оружие, просто оно не такое очевидное, как ваше. Электроразрядник, встроенный в мою перчатку-кагитатор. И у меня есть свой зверинец. Псибернетические орлы, наблюдающие крысы и герои сетевых мушек». Кел подумал о капсулах, виденных им где-то на борту ультео, в которых кибернетически модифицированные грузуны и хищные птицы, а также прочая живность Ториэля, ожидали команды к пробуждению, впав в спячку на время путешествия. «Эти штуки не сохранят тебе жизнь», — Ванус отрицательно покачал головой. «Ах, поверь мне, я устрою так, что никто никогда не подберется так близко, чтобы меня убить». Он вздохнул. «И в этом ключе для тебя тоже есть оружие». «Мое оружие потеряно», — произнес Келл с немалой долей яда в голосе. «Спасибо Эверсору». «Его отреставрировали», — сказал Ториэль, открывая длинный кейс. «Посмотри». Каждый виндикар использовал снайперскую винтовку уникальной конфигурации, учитывающую его биологический вес, стиль стрельбы, моторику тела, даже приспособленную работать синхронно с ритмом его дыхания. Когда там, среди арктических снегов, Гарантин разломал оружие Келла на куски, это чувствовалось так, как будто он лишился части себя. Но внутри кейса лежала снайперская винтовка, воспроизводящая именно то оружие, которое было его постоянным спутником долгие годы. Воспроизводящая, но также и превосходящая его. «Экзитус», — выдохнул он, склоняясь, чтобы провести рукой погладкой матовой поверхности ствола. Тарель указал на отдельные компоненты оружия. Спектроскопический прицел с мультирежимным блоком восстановления изображений, карусельный механизм подачи боеприпасов, кожух с жидкоазотным охлаждением, блок глушителя «Весперхет», гироскопический стабилизатор баланса, он сделал паузу. Здесь использовали все детали огнестрельного оружия, которые только удалось спасти. Келл кивнул. Он видел, что рукоятка и часть щеки были потерты так, как не могло быть у недавно сработанного оружия. Наряду с винтовкой оружейный кейс содержал пистолет схожего дизайна, лежавший рядом с ней на бархатной обивке. Вдоль крышки футляра рядами выстроились индивидуальные патроны, которые были упорядоченены в группу согласно цветовой маркировке. «Впечатляет, но мне нужно будет ее пристрелять». «До того, как покажется Хорус, у нас всех, несомненно, будет куча возможностей задействовать наши умения», сказала Саун. Она не покинула комнату, но держалась сбоку на расстоянии, пока снайпер разговаривал с инфоцитом. «Мы будем делать то, что должны делать», произнес Келл, не глядя на нее. «Даже если погубим себя по ходу дела», ответила его сестра. Снайпер заиграл с желобаками, и его глаза опустились к линии слов, выгравированных на тонком стволе винтовки. Это был диктатус Виндикар, принцип его клана, выведенный аккуратным почерком песца «Экзитус Аста Прабат». «Цель оправдывает средства», сказал Келл. 4. Такую смерть, как он увидел в комнате, Йозеф Сабрат вообще никогда не смог бы себе вообразить. Убийство Латика в Аэронефе, в Норте, в Доках, хоть и были кошмарными деяниями, шокировавшими его до самой глубины души, но они не угрожали здравости его рассудка. Но не это, не это содеянное. В центре кабинета Перик был длинным пятном рассеян черный пепел, который высыпался из предметов одежды, распластавшихся там, куда не упали. Поверх каскада золы лежал маленький холмик черного порошка, покрывающий железный ошейник, все еще надежно запертый болтом, а из глубины кучки посверкивали в свете ламп серебряные штырьки нейроимплантов. Я не понимаю. Горосп стояла в нескольких шагах позади дознавателей, в наружном коридоре вместе с Йозефом. Там же топтались едеря, неуверенные, что им следует делать. Я не понимаю, повторила она, куда делась женщина. Она едва не сказала ведьма. Йозеф почувствовал это, полусформировавшееся на ее губах слово, и метнул на нее взгляд, полный, внезапно вспыхнувшей ярости. Горосп смотрела на него круглыми, незамутненными глазами, и он ощутил, как руки сжимаются в кулаки. Она проявляла такую черствость и пренебрежение к мертвому псайкеру. Он справился с кратким порывом схватить ее и припечатать к стене, наорать на нее за ее глупость. Затем он перевел дыхание и сказал, Она никуда не делась. Это все, что от нее осталось. Йозеф пошел прочь, протискиваясь мимо скельты. Егерь опасливо ему кивнул. Префект Сиган прислал весточку, сэр. Его вызвали обратно, когда он отдыхал после дежурства. Он на пути сюда. Он вернул скельтики ворк и осторожно шугнул в комнату через барьер поля, следя за тем, чтобы не потревожить рой маленьких автоматов-картографов, которые сканировали место преступления пикторами и лазерными дальномерами. Хисос скрючился на корточках, шарив взглядом по стенам, глядя в сторону окон, затем возвращаясь глазами к испопеленным останкам. Он сидел спиной к дверному проему, и Йозеф услышал, как он судорожно вздохнул. Это звучало почти как рыдание. Вам нужно дать время. Как только он произнес эти слова, то ощутил себя полным идиотом. Конечно, ему нужно. Его коллегу только что зверски убили, причем отвратительным и загадочным способом. Нет, выговорил Хисос. Да, сказал он мгновением позже. Нет, нет. Для этого еще будет время. Потом. Оперативник посмотрел на него, и его глаза блестели. Вы знаете, я думаю, что в конце... Я думаю, я на самом деле ее слышал. Он указал пальцем на одну из косичек в своих волосах. Йозеф увидел предметы на полу, камни и бумагу, разложенные полукругом. Что это? Базисные объекты, сообщил ему Хисос. Вещи, пропитанные остатком эмоций подозреваемого. Перек их считывает. Считывала их. Поправился он отсутствующим тоном. Мне так жаль. Хисос кивнул. Дадите мне убить этого человека, когда мы его найдем, сказал он Йозефу твердым взвешенным тоном. Мы, конечно же, удостоверимся в его вине, добавил он, кивая. На смерть. Вы позволите мне это сделать? Йозефа бросило в жар. Он почувствовал себя неловко. Мы сожжем этот мост, когда через него переправимся. Он отвел глаза и обнаружил на дальней стене, за его спиной, места, где были написаны знаки. Он не заметил их, входя в комнату. Подобно рисункам крови, внутри аэронефа, или в форме, в которую было разложено разделанное тело Джаареда Норте, повсюду на светлых стенах были восьмиконечные звезды. Похоже, убийца использовал останки перик, как чернила, повторяя тот же самый узор снова и снова. Что это значит? Пробормотал Хисос. Префект облизал внезапно пересохшие губы. Он испытывал странное чувство. Покалывание в основании черепа, похожее на тупую головную боль из-за слишком большого количества рекафа и нехватки свежего воздуха. Всем, что он видел, были очертания символов, и у него было ощущение, что в них содержится ответ, если только он найдет способ правильно на них посмотреть. Они не отличались от математических задачек в схольных учебниках Ивака. В них просто надо было разобраться, их просто надо было понять. — Сабрат, что это значит? — снова спросил Хисос. — Это слово? Йозеф моргнул, и момент был упущен. Он перевел взгляд обратно на дознавателя. Хисос что-то извлек из испепеленных останков. Это был информационный планшет, чей экран был поврежден и покрыт паутиной трещин. Поразительно, на дисплеях, хаотично мигавший под ней, все еще работал. Йозеф осторожно взял его у Хисоса, заботясь о том, чтобы не коснуться лоснящихся от пепла поверхности устройства. Сенсорный экран все еще хранил запечатленные на нем слова и мигал ими перед его глазами с такой скоростью, что их почти нельзя было разобрать. — Одно из слов «Сик», — сообщил ему Хисос. — Видите? Он видел, и под ним были каракули, похожие на попытку составить еще одну строчку букв, очертания которых не сохранились. Но над именем было другое слово, написанное четкими буквами. — Белолист. — Это имя человека? Йозеф покачал головой, незамедлительно поняв его смысл. — Не человек, место, я его хорошо знаю. Хисос резко вскочил на ноги, близко, в невысоких утесах, на расстоянии короткого полета на Калеоптере. Непродолжительная вспышка в скорби и печали оперативника рассеялась. — Мы должны туда лететь прямо сейчас. Считанная перика разрушается с течением времени. Он постучал по сломанному планшету. Если она почуяла Сига в этом месте, каждую секунду, что мы здесь теряем, мы увеличиваем риск, что он опять удерет. Скельта уловил отрывок разговора. — Сэр, у нас нет никаких других подразделений в этом районе. Резерв занят разборкой железнодорожных артельщиков в воздушных доках, которая приняла серьезный оборот и готовит меры безопасности для торгового фестиваля. В этот самый момент и на этом самом месте Йозеф сделал выбор. Когда тут появится Дейк, скажи ему, чтобы брал место преступления под контроль и отвлекал Леймнера. Он двинулся к двери, не обернувшись, чтобы посмотреть, следует ли за ним Хисос. Мы забираем Коля-Аптер. 5. Оперативник раньше терял коллег. И тогда это было так же тяжело, как и сейчас. Но смерть Перик была чем-то большим. Она ударила по нему, как пуля, попав прямо в самую сердцевину его души. Слепо глядя на мельтешение темных, низких облаков за иллюминаторами Коля-Аптера, он безуспешно пытался разобраться в собственных эмоциях. Перик всегда была хорошим, надежным коллегой. И ему нравилось ее общество. Она никогда не вынуждала его говорить о его прошлом, и не пыталась выудить из него больше информации, чем ему хотелось бы открыть. В ее присутствии Хисос всегда чувствовал, что его уважают, и отдавал должное ее компетентности, ее холодному, спокойному интеллекту. Теперь она умерла, и хуже того, была даже не трупом, а просто темным пеплом, всего лишь вязкой субстанцией, не имеющей никакого сходства с тем человеческим существом, которое он знал. Он ощутил сильнейший укол вины. Перик всегда оказывала ему абсолютное и полное доверие, а его не оказалось рядом, чтобы защитить ее, когда она в этом нуждалась. Теперь его расследование из профессионального перешло в личное, и он не был в себе уверен. Если бы Хисос смотрел со стороны, если бы он был незаинтересованным наблюдателем, то при подобных обстоятельствах он немедленно настоял бы, чтобы оперативника отстранили от дела, и назначили бы новую команду из кадров службы безопасности консорциума. И он знал, что не послал пустотному барону официальный рапорт о смерти Перик, именно по этой причине, потому что Еврод сказал бы то же самое. Но Хисос был здесь, сейчас, и он знал ставки. На введение другого оперативника в курс дела ушло бы слишком много времени. Несмотря на всю компетентность местных, таких как Сабрат, не стоило им надеяться, что начальники префекта управятся с этим делом с должной расторопностью. Да, все это было убедительной ложью в позолоченной оправе правды, чтобы забалтывать самого себя, тогда как на самом деле всем, чего он в данный момент хотел, было пристрелить убийцу Перик, как бешеное животное. Хисос сцепил руки в замок, чтобы они перестали сжиматься в кулаки. Внешне его и ледяное спокойствие не дрогнуло, но внутри у него все кипело. Когда летательный аппарат закружил, заходя на посадку, оперативник посмотрел на Сабрата. Что такое этот белолист? Что? Сабрат, внезапно развернувшись, сердито рявкнул на него, как будто Хисос нанес ему страшное личное оскорбление. Затем он сморгнул, и странная злоба на время угасла. А, да, это винное хранилище. Многие мелкие винарни складывают в нем марочные струфажеми, выдерживая его в бочках несколько лет, чтобы оно могло спокойно созреть. Сколько сотрудников? Сабрат рассеянно потряс головой. Тут... тут все автоматизировано. Шасси летательного аппарата глухо стукнули при приземлении. Быстро, сказал префект, выскакивая из своего кресла. Если коляптер задержится, Сик поймет, что мы у него на хвосте. Хисос последовал за ним вниз по откидному трапу в облако взбитых в воздух пыли и листьев, захваченных в выхлопную струю летательного аппарата. Он увидел, как Сабрат сделал пилоту резкий волнообразный жест, и коляптер шумно унесся назад в небо, оставив их перегибаться под внезапным порывом ветра. Когда шум затих, Хисос нахмурился. Разумно ли это? Нам бы пригодилась еще одна пара глаз. Префект уже шел вперед, пересекая крышу пустого склада, на которую их высадили. В прошлый раз Сик удрал, он покачал головой. Хотите, чтобы то же самое случилось снова? Сабрат произнес эту фразу примерно таким тоном, как будто произошедшее было оплошностью оперативника. Конечно, нет, негромко сказал Хисос, и достал из внутренних карманов своего кителя пистолет и переносной ауспик. Тогда нам нужно разделиться и искать его. Сабрат кивнул, наклоняясь, чтобы открыть люк в крыше. Согласен, идите вниз по этажам, встретимся на подвальном уровне. Если найдете его, стреляйте в воздух. Прежде чем Хисос успел ответить, префект спрыгнул в люк и канул во тьме. Хисос сделал глубокий вдох и двинулся вперед, обнаружив еще одну точку входа на дальнем конце склада. Содержавший, чтобы надеть очки усилители, он направился внутрь. Шесть. Внутри винного хранилища было мало света, но очки помогли ему с этим справиться. Омуты теней превратились в пейзаж, раскрашенный в белые, серые, зеленые и черные цвета. Достигнув настила верхнего яруса, Хисос увидел очертания массивных цистерн, возвышавшихся вокруг него, и изгибы высоких деревянных стеллажей, которые образовывали стены, забитые большими винными бутылями. Повсюду витал мощный винный дух с оттенком дыма, насыщая воздух и кружа голову. Он шел осторожно. Под его ботинками хрустели твердые комки кристаллизованного сахара, застрявшие в щелях между рейками пола, чье дерево прогибалось негромкими, стонущими скрипами. Ауспик, маленький прибор, выполненный в виде богато украшенной книги, был открыт и свисал с пояса на шлейке. Сенсорное устройство работало с редкими вспышками света. Их неизменный ритм означал отсутствие признаков человеческой жизни в радиусе чувствительности прибора. Хисус удивлялся, почему не регистрировался Сабрат, но, с другой стороны, здание было забито металлом, и зона действия сканера была ограниченной. Мысли оперативника не переставали возвращаться к информационному планшету, оставшемуся от перег. Основываясь на его положении в прахе Псайкера, Хисус предполагал, что она держала его в руке, когда встретила свой конец. Благодаря базисным объектам, собранным в винном дворе Баласка, она увидела Эрна Сига и проследовала его до этого места через эфир. Но еще одно слово, третья строчка букв на планшете, что они значили, что она пыталась сказать, как она умерла подобным образом. В конце концов, он не смог больше откладывать этот вопрос и свободной рукой вытянул из кармана разбитый планшет. «Еще одно ошибочное решение», — сказал голос на заднем плане его мыслей. Информационный планшет был вещественным доказательством, и все же он забрал его с места преступления. Сдвинув очки на лоб, Хисус изучал в сумерках разбитый экран. Каракули букв едва читались, но он знал обычный твердый округлый почерк Перик. Если только ему удастся найти способ увидеть их заново, посмотреть на них свежим взглядом, он, возможно, догадается, что она пыталась написать. Гарпун. На него как будто выплеснули холодную воду. Внезапная вспышка понимания. Да, он был в этом уверен. Углы согласных и петля гласной. Да. Но что это значило? Следующий шаг, который он сделал, произвел влажный рвущий звук, и его что-то потянуло за подошву, как будто пол был покрыт толстым слоем клея. Хисус понюхал воздух, размышляя, не протекла ли одна из исполинских винных бочек, но затем пришел затхлый металлический запах, перекрывший, царившую вокруг перенасыщенную сладость. А он опустил планшет обратно в карман и вновь осторожно надвинул на глаза очки. Там, на изгибе деревянной цистерны, под широкой колонной в тени, куда никогда не падал дневной свет, исты, был фриз из плоти и костей, исполненный в холодных цветах цвета морской волны. Перед ним пристало зрелище выпотрошенного трупа. Тело было вскрыто, кожа взрезана так, чтобы можно было свободно извлечь внутренности, скелеты мышцы. А лохмотья плоти, оставшиеся от жертвы, были прибиты к пародии на человеческую фигуру. Органы и кости были извлечены и художественно упорядочены. Часть собраны вместе в устрашающей новой комбинации. Ребра, к примеру, торчали веером, как кинжалы, всаженные во влажную плоть бледной печени. На тазовой кости был развешан кишечник. Рыхлая масса легкого была обернута витками обнаженных нервов. Везде вокруг него была кровь, тухлая, засохшая лужа. Липкий налет, смешанный с протекшим вином. Она, скорее всего, просочилась вниз сквозь пол этого и следующего этажей. Тысячи галлонов заботливо выдерживаемых напитков были испорчены и осквернены тем, что было здесь содеяно. На краях Кровавого океана, где жидкость сходила на нет, безликие деревянные панели усеивали восьмиконечные звезды. Глаза Хисоса зацепились за находящееся посреди всего этого очертания, которое мгновенно приковали к себе его внимание. Это было лицо. Он осторожно шагнул ближе, ботинки засасывало в пол. Его мутило все сильнее. Щуря глаза, оперативник поднял ауспик, направляя его сенсоры на кровавую пленку. Это было лицо Эрна Сига, срезанное с передней части черепа и валявшаяся, как выброшенная бумажная маска. Звон ауспика отвлек его взгляд от страшной картины. Технологии консорциума обучали Хисоса читать его показания. Он посмотрел на данные, бегущие по маленькому экрану. Возраст пролитой крови, говорили ему они, насчитывал дни, а возможно даже и неделю. С Эрна Сигом зверски расправились задолго до того, как прикончили перик. В этом не было сомнений, ауспик не мог солгать. Сдерживая омерзение, Хисос позволил сканирующему устройству снова повиснуть на шлейке и поднял вверх свой пистолет, держа напряженный палец на спусковом крючке. Его рука тряслась, и он не мог ее успокоить, но затем до него донеслись шаги. На другом берегу озера из засохшей крови от темноты отделилась тень и подошла ближе. Хисос узнал целеустремленную походку истонского префекта, и тот без всяких колебаний двигался прямо через центр всего этого. Его ботинки чапкали поклейкой маслянистой грязи. «Сабрат!» позвал оперативник голосом, полным отвращением. «Ты что творишь?» «Посмотри вокруг!» «Ты что, ничего не видишь?» «Я вижу!» донесся ответ. Слова прошелестели, как сухая бумага. Очки усилителя казались повязкой вокруг его головы, которая не давала видеть, и Хисос сорвал их прочь. «Во имя Терры, Йозеф, вступай назад! Ты же затопчешь место преступления!» «Йозефа тут нет!» сказал голос, трансформируясь, становясь изменчивым и булькающим. Йозеф кончился. Префект вышел из сумрака и выглядел по-другому. С изменчивого лица, двигающегося, подобно маслу на поверхности воды Нахисоса, уставились черные провалы. «Меня зовут Гарпун!» сказал Кошмар. Лицо было безглазым и уже нечеловеческим. Глава девятая Дагонет Притворство Падение Один Орбита над Дагонетом была забита обломками кораблей, чересчур усердно пытавшихся вырваться с поверхности. Судов, задуманных как круизные яхты или челноки, как аппараты для суборбитальных перелетов и одноступенчатые грузовые баржи для рейсов к ближайшим лунам. Многие из них были подло подбиты сторожевыми кораблями системы, которые блокировали траектории побега, разлетелись на куски под ливнем лазерного огня, на большая часть просто вышла из строя. Суда, которые были перегружены или плохо подготовлены к тяготам выхода за пространство низких орбит, сожгли свои двигатели или разгерметизировались. Небеса заполняли железные гробы, постепенно падающие по спирали назад на вращающийся под ними мир. По ночам оставшиеся на планете могли видеть их возвращение домой во вспышках огня. И это служило напоминанием о том, что случится с каждым, кто не согласится с новым порядком, установленным губернатором. Выйдя из варпа под прикрытием густого пояса астероидов, Ультио направился вглубь системы Дагонет на выбросах газа из маневровых двигателей. Скрытый из виду технологиями создания невидимости, столь передовыми, что сквозь их завесу практически невозможно было пробиться, он с легкостью избежал встречи с тяжелыми крейсерами предателей и их нервозными командами и нашел безопасное пристанище внутри пустой оболочки покинутой орбитальной солнечной станции. Разместив двигательную секцию в том месте, где она вместе с астропатом и навигатором Ультио находилась бы в относительной безопасности, передний модуль отстыковался и изменил конфигурацию, став похожим на обычный курьерский корабль или боевой катер. Мозг пилота, извлекший информацию из сканированных изображений кораблей-предателей, изменил электропигментацию корпуса, и к тому моменту, когда судно ассасинов приземлилось в космопорте столицы, оно имело такую же голубую и зеленую окраску, как цвета местных войск, вплоть до грубо перечеркнутой крестом имперской аквилы, изображенной при помощи дефлекторов. Келл приставил к вок снаряжению Коин, которое было готово переругаться с диспетчерской вышкой. Калидус уже прослушала обмен сообщениями в коммуникационной сети, перехваченной в эфире сложным сканирующим оборудованием Ториэля, и могло изобразить сносную имитацию доганецкого акцента, но проблем не возникло. Вышки больше не было, ее разнесло взрывом посадочных площадках и в окутанных дымом ангарах пылали маленькие костры, и разбившиеся корабли, погибшие при взлете, лежали поверх обвалившихся терминалов вылета и служебных зданий. Через открытое пространство взлетно-посадочных полос докатывались отголоски стрельбы и звуки гранатных разрывов. Келл выдвинулся вниз по трапу и использовал прицел своей новой винтовки, чтобы прочесать взглядом периметр. «Сражались недавно», высказался Гарантин, спускаясь вниз вслед за ним. Громадный убийца вдохнул воздух полной грудью. «Все еще пахнет кровью и кордитом». «Они ушли дальше», сказал снайпер, ощупывая взглядом тела павших солдат и гражданских. Было сложно сказать уверенно, кто в кого стрелял. Гражданская война на Дагонете была в разгаре. И новоприбывшие пока не уяснили, где проходили рубежи лаэлистов и предателей. Взгляд Келла привлекли отблески лазерных выстрелов внутри одного из громоздких терминалов. Через мгновение до них долетел треск разорванного воздуха и он развернулся в ту сторону. Но они слишком далеко. Они сражаются в зданиях. Нам повезло, что в этом месте еще воюют. Придется давать меньше объяснений. Он повесил винтовку на плечо. В это время Ториэль осмелился сделать вниз по трапу пару опасливых шагов. «Виндикар, что нам делать дальше?» Келл проделал обратный путь наверх. Остальной отряд ликвидации собрался на нижней палубе, пристально за ним наблюдая. «Нам нужно собрать разведданные и выяснить, что здесь происходит». «Межзвездная связь с Даганетом прервалась какое-то время тому назад», ответил Ториэль. «Возможно, если бы ты смог заполучить пленного для допроса». Келл кивнул и взмахнул Коэн, подзывая к себе. «Калидус, пока мы не вернемся, ты здесь командуешь». «Мы», подчеркнул Асааун. Он мотнул головой в сторону «Посмотрим, что сможем обнаружить». «О, хорошо», сказал Эверсор, потирая когтистые руки. «Разминка». «Ты уверен, что двоих будет достаточно?» не отставала Асааун. Келл проигнорировал ее вопрос и подошел ближе к Коэн. «Позаботься о том, чтобы они остались живых, понятно?» Коэн изобразила задумчивое лицо. «Мы все волки-одиночки в Виндикар. Если ураг постучится в дверь, может случиться так, что моим первым инстинктивным порывом будет бросить их избежать». Келл не поддался на провокацию. «Тогда рассматривает от приказка как замен на то, что верность присяге превыше твоих инстинктов». Два. «Длинное пальто сабрата» взметнулось вихрем, когда монстр напружинился и прыгнул на Хисоса. Оперативник услышал, как она хлопает подобно парусу под порывами ветра и отпрыгнул назад, делая выстрелы, которые должны были попасть в центр тела. Но вместо этого не задели ничего, кроме воздуха. Существо, назвавшееся Гарпуном, приземлилось рядом с ним, и он получил мощный удар, сбивший его с ног. Хисос врезался в высокий штабель бутылок в алтасар, которые обрушились от столкновения и раскатились в разные стороны. Он извивался и пытался встать на ноги, и вверх по позвоночнику разливалась боль. Гарпун отшвырнул пальто в сторону и затем с аккуратностью, казавшейся чуждой, чему-то столь омерзительному на вид, пароворно расстегнул бывшую под ним белую рубашку и положил ее поодаль. Хисос видел, как вишнево-красная, похожая на крашенную кожу плоть, а обнаженной до пояса твари корчилась и изменялась. Он заметил нечто, выглядевшее как руки, давившие изнутри на грудную клетку чудовища и контуры кричащего лица, лица Йозефа Сабрата. Обнаженные руки раздались и выросли, их пропорции увеличились, пальцы слились в гладкие рукавицы из плоти, стали жесткими и стекловидными, кисти превратились в костяные клинки, с которых свисали лоскуты розово-черной нервной ткани. Хисос прицелился и стрельнул в то место, где у человека было бы сердце, но руки твари опустились и выстрел был отражен в сторону. Он почувствовал исходящий от нее запах скотобойни, увидел на конечности раскаленную вмятину от попадания пули, которая наполнилась слизью и заросла наглухо. Тело существа пребывало в хаотическом движении. Оно омерзительным образом корчилось, тряслось и пульсировало, и на оперативника нахлынула убежденность, что внутри этой плоти что-то есть, и оно пытается выбраться наружу. На него уставилось безглазое лицо, расширенная нижняя челюсть распахнулась, роняя капли слюны, и Хисос наконец обрел способность говорить «Ты их всех убил?» «Да», ответ был булькающим раскатом приглушенного гула. «Зачем?» спросил он, отодвигаясь назад, пока не оказался в ловушке из упавших бутылок. «Во имя Теры! Что ты такое?» «Теры здесь нет!» пробулькало оно. Слова несли оттенок вселяющего ужас веселья. «Только террор!» Хиса снова увидел очертание лица, в этот раз проступившие на коже в верхней части разбухшие спины гарпуна. Он был уверен, что оно кричало ему, умоляло его. «Беги!» беззвучно произносило оно. «Беги! беги! беги!» Он поднял пистолет, его била дрожь, кровь стыла в жилах, руки стиснули в рукоятку, целясь в голову. В свое время Хисос повидал много вещей, которые не поддавались легкому объяснению. Странные формы инопланетной жизни, невероятные картины варп-пространства, самые черные потенции человеческой природы, но эта тварь была наихудшим из всего этого. Если существовало такое место, как преисподнее, то это чудовище было чем-то, что вырвали из адского царства и втиснули в физический мир. Гарпун поднял свои руки мечи и загремел их твердыми поверхностями друг от друга. «Еще на шаг!» нараспев произнес он. «Еще на шаг ближе!» «К чему?» Вопрос был как судорожный вдох. Оно снова пошло на него, и Хисос выстрелил ему в лицо. Гарпун отмахнулся. Первый нисходящий удар отсек правую руку Хисоса в предплечье, и вместе с ней упал пистолет. Второе колющее движение пронзило кожу, грудную клетку и легкое, и появилось из спины восплески насыщенного артериального багреца. Хисос еще не умер, когда гарпун начал резать его на куски. Его последним сознательным ощущением был звук, с которым пожирали его собственную плоть. Три. По мере того, как они приближались к сражению, стали слышны отдаленные выстрелы и крики боли. С открытой площадки внизу каждые несколько секунд доносилось раскатистое гудение автопушки. По пути им попадалось множество трупов, и поначалу Эверсор останавливался на месте каждой стычки, озираясь в поисках какого-нибудь особенного оружия, которое могло быть у погибших бойцов. Но он не нашел ничего такого, что хотел бы подобрать. Все их вооружение составляли примитивные стабберы модели Найр и изредка лазерные ружья. Гарантин не любил лазеры, слишком хрупкие, слишком легкие, слишком склонные ломаться от интенсивного использования. Ему нравилась мощная определенность баллистического оружия, ободряющая сила отдачи при выстреле, низкий басовитый звук снарядов, вырывающихся из дула, и хихикающие шипения иголочных зарядов. Массивный комбинированный пистолет в его бронированном кулаке был идеальным соответствием. Это была суть Гарантина, воплощенная в оружейной бронзе. Сидя на корточках, под защитой высокой поврежденной терракотовой урны, он разглядывал пистолет-ликвидатор и тискал в пальцах его рукоятку. Желание опробовать его на какой-нибудь мишени, любой мишени, было почти невозможно сдержать. В его лобочипах зудело предвкушение, и он ощущал, как холодеют шейные химжелезы, производя успокоительное, чтобы отрегулировать бухающий бег его пульса. Эверсор, голос снайпера, раздался из наушника его маски черепа. Группа боевиков в южном направлении под сломанным хронографом рядом с выходом к монорельсу. Они окопались с тяжелым орудием. Гарантин выглянул из-за урны и увидел разбитый циферблат часов. Он проворчал подтверждение и Келт продолжил. Они сдерживают подразделения солдат сил обороны. От СПО немного что осталось. Оставайся на месте и наблюдай. На последней фразе у Гарантина вырвался смешок. Ну уж нет, он скачал на ноги. В ушах зазвучало шипение инжекторов-стимуляторов и через него хлынуло катящееся пламя. Глаза Гарантина расширились под маской и его тело зазвенело как задетая струна. Келт что-то говорил по Воксу, но это казалось стрекотом насекомого. Гарантин прыгнул с балкона в воздух, осматривая сверху площадь с билетными кассами и пролетел вниз с два этажа, приземляясь на разбитые часы, подвешенные на торчащих из потолка штырях. Его импульс пошатнул всю конструкцию и она обрушилась вместе с ним. Гарантин долетел на ней до кафельного пола и приземлился позади импровизированной эрудийной установки. От удара о землю часы разлетелись на куски, разбрасывая во всех направлениях шестеренки и осколки табло. И люди за автопушкой пошатнулись от силы сотрясения. Келт назвал их боевиками, это означало, что они не были солдатами, по крайней мере не в официальном смысле этого слова. Обостренное медикаментами восприятие оверсора питало все элементы их внешности разом. Они были облачены в фрагменты брони, частью из которых было наследием СПО и арбитров. Оружие, которое они при себе имели, было столь же разношерстным. При виде здоровенного чудовища в маске черепи, свалившегося с неба, мужчины за автопушкой развернули орудие на треноге, наводя его на гарантина. Он взревел и бросился на них. Его вопль был заглушен криком ликвидатора. Болт снаряды калечили тела людей во влажных красных всплесках. И ворвавшись в их ряды, он царапал остальных иглами своей нейроперчатки. Ее шипы вонзались вплоть, и те, кого они касались, умирали в бешеных корчах. Стоящих за автопушкой он убил ударами кулаков, пробив им грудные клетки. В качестве заключительного штриха он пнул ногой орудия на треноги, и оно покатилось по кафельному полу. Дрожа от ощущений, он снова расхохотался. Сквозь свой адреналиновый угар он видел людей в униформе СПО, которые настороженно выглядывали из укрытия, и в конце концов направились к нему, держа лазерные карабины на готове. Он отвесил театральный поклон и обратился к ним. «Спасение!» рявкнул он. «Считайте это подарком от повелителя Терры!» «Идиот!» Слова Келла пробились через завесу несущихся вскач мыслей. «Посмотри на их нагрудники!» Он так и сделал. У всех солдат СПО были сведены аквилы, что означало их неприятие власти императора. Они начали стрелять, и Гарантин снова зашелся хохотом, вмеряя в лучевой залп с ликвидатором перед собой. 4. Гарпун методично насыщался. Пока он находился в спячке, для поддержания биологии маскировочного аспекта хватало обычных продуктов питания, которые употребляли люди. Но уровни, вмещавшие истинную личность убийцы, начали голодать. Перекусы мясом работников из доков и клерка помогли сдержать приступы голода, но их было недостаточно для настоящего насыщения. Да и уничтожение телепата отняло у него много энергии. Но вот оно, кормежка, и вместе с ней полноценная еда. Острые зубы перемалывают кости, вгрызаются в еще горячие и влажные органы, как в спелые фрукты. А на запивку кровь ведрами. На какое-то время жажда утолена. Да, это сгодится. Глубоко в расселенных своего разума гарпун слышал эхо маскирующего ума призрака, рыдающего и кричащего, принужденного смотреть на эти деяния из клетки, в которой он содержался. Он не мог понять, что теперь был лишь шумом, а не существом, у которого была жизнь и сила влиять на внешний мир. И пока всем заправляет гарпун, так будет всегда. Йозеф Сабрат был лишь последним из длинного ряда внешних оболочек, которые расцвечивали пластичный аспект гарпуна, подобно краске, выплеснутой на шелк. Плоть убийцы, слитая с живой шкурой хищника из варпа, была больше демоном, чем человеком, и она не подчинялась никаким законам обычной вселенной. Это была форма без формы, но не такая, как у тех человеческих глупцов, что использовали для манипуляции собственной кожей и костями химические зелья, и при этом мнили себя искусниками. То, чем был гарпун, вышло за пределы самой сути маскировки, за пределы трансформации. Ему подходило слово, которым пользовались запрещенные теологи древности, когда говорили о своих божествах, принимавших человеческих облик. Они звали это воплощением. Насытившись, он собрал все, что осталось от хисоса, и предусмотрительно сложил объедки в бочонок. Еще до этого он скрупулезно избавил оперативника от одежды и предметов экипировки, сложив их по одну сторону для дальнейшего использования. Труп добыча был сброшен с крыши винного хранилища. Он упадет далеко вниз у подножия узких утесов и очутится среди порогов, откуда останки смоет в море. Но сначала он должен осуществить заключительные действия. Гарпун выволок из одной из гигантских цистерн, предназначенных для созревания вин, мясистое яйцо, и вскрыл его зубами. Изнутри вышли мерзко пахнущие газы, а на деревянный настил пола выпал обнаженный человек. Вместилище выросло из семени, которое гарпун внедрил в легкое, бездомного пропоица, сразу же после прибытия на Исту Веракрус. Зародыш, зачарованный волшебством его хозяев, поглотил бродягу, чтобы произвести яйцо, и породил стазисную мембрану, внутри которой гарпун последние два месяца хранил тело Йозефа Сабрата. Пока вместилище Тайла, превращаясь в испарение, он нарядил Сабрата в одежду, которую носил, когда аспект префекта находился на переднем плане. Мембрана сделала свое дело, мертвый префект выглядел так, как будто его убили только что, и ни один из исследовательских приборов, бывших в распоряжении человечества, не смог бы свидетельствовать об обратном. Колотая рана в сердце мужчины снова начала кровоточить, и гарпун живописно разложил тело, разыскав в кармане полости своего тела, виноградарский нож и поместив его в разрез. Он помедлил, убеждаясь, что прокол в верхнем небе Сабрата не был виден. Туда проникал твердый, как железо, хоботок, который облизал мозговое вещество блестителя закона и выкачал молекулярные цепи веществ, бывшие его памятью, его личностью. После этого демоническая шкура гарпуна, сдвигаясь и подстраиваясь, привела себя в соответствие с этими ориентирами. Изменение было таким сильным, таким глубоким, что когда гарпун отдал управление маскировочному аспекту, тот оказался не просто маскировкой, которую носил убийца, он стал реалистичной, дышащей жизнью личностью. Личина была столь совершенной, что она верила в собственную реальность и восстанавливалась настолько полно, что даже поверхностное псионическое сканирование не увидело бы стоящей за ней лжи. Тем не менее, имело смысл как можно быстрее убить женщину-псайкера и не только для защиты истины, но и чтобы подтолкнуть действию дознавателей. К настоящему моменту следующая фаза тоже была завершена и личность Йозефа Сабрата безупречно сыграла свою роль. Вскоре гарпун приступил к зачистке личины и наконец-то избавился от раздражающих, доброжелательных, мысленных процессов этого человека, его омерзительно, добросердечного сострадания, его тошнотворной привязанности к коллегам, собственному, малолетнему отпрыску и половому партнеру. Начиная с этого момента, гарпун будет просто носить лицо и никогда больше не откажется от себя в пользу личности другого человека. Он был почти что пьян от предвкушения. Еще несколько шагов и он приблизится к своей цели на расстоянии удара. Убийца опустился на колени рядом с головой Хисоса, отсеченной от шеи, полостающим ударом и подобрал ее, издав гортанный, придушенный звук гарпун и зверг хоботок из мягкого неба своего рта и лонзил его в череп через правый глаз. Разыскивая, проникая, он зарылся вглубь и нашел области мозга мертвеца, где остывала его личность. Гарпун поглотил ее. 5. Коэн отвело монокуляр и спрятало его в кармане офицерского кителя, который инфоцит снял с одного из покойников на летном поле. Он сидел в обтяжку, но подстройка заполненных жидкостью трансформационных полостей, прослойки которых находились у каледу с подкожей, позволила ассасину изменить массу и габариты, чтобы немножко лучше к нему приспособиться. Как предлагаешь проникнуть внутрь, заговорила Йота. Кулексус была почти невидима в тенях возле разбитого окна, и в лунном свете различался лишь серо-стальной изгиб ее оскаленного шлема. Она говорила из-под пси-капюшона, и ее голос приобрел необычный металлический тембр, как будто он долетал до ушей Коэн с очень большого расстояния. Через парадную дверь Каледос наблюдала за людьми, сновавшими перед узлом связи, обдумывая настороженные движения в их походке, разбирая моторику и жесты, и не только с целью инфильтрации, но и для анализа умонастроений. Отряд ликвидации получил наводку на это здание из информационных планшетов, снятых с того, что осталось от трупов патруля предателей, с которым расправился Гарантиен. Оно было самым близким подобием опорного пункта в радиусе нескольких километров, и на этом этапе Келл не был готов вывести группу из относительной безопасности Ультио на длинное скоростное шоссе, которое вело к столице, располагавшееся в нескольких километрах к югу. Сам главный город, крупнейший на Даганете, был ясновиден на фоне темнеющего неба. Некоторые из самых высоких зданий все еще дымились, другие полуобвалились и осели как пьяницы, опирающиеся на плечи друг друга. Но в небе ничего не измеилось и не трассировало, не было облаков грибов, не гудели над головой звенья штурмовых катеров. Гор казался спокойным, по крайней мере настолько спокойным, насколько он имел право быть на планете, охваченной междоусобной войной. Когда Коэн спросил о Виндикара, что он узнал в ходе разведывательной миссии, Эверсор просто ухмыльнулся, а снайпер ответил кратко, чтобы отделаться. Все очень сложно, сказал он. Коэн в этом не сомневалась. В ходе многих сотен полевых операций, немалое число которых протекало в зонах боевых действий, Каледус выучило, что то, что генералов в своих комфортных командных резиденциях называют истинным раскладом, зачастую не имеет к истине никакого отношения. Для солдата, равно как и для ассасина, единственным уравнением истины, которое решалось всегда, было проведение простого вектора между оружием и мишенью. Но сейчас Коэн находилась здесь вместе с девушкой Пария и Йотой, и нуль способностей Кулексус, от которых мурашки бегали по коже, вышли на передний план, чтобы защитить тень от любого возможного псионического прослушивания. Ториэль был прав в своих оценках, сказала Йота, пока над их головами стрекатал вертолет. Внутри здания есть остропад. Он осознает твое присутствие. Она отрицательно затрясла головой, двигая своим раздутым шлемом-черепом вправо и влево. Нет, я полагаю, он может быть под воздействием психотропных препаратов. Хорошо, Коэн встала. Мы не хотим, чтобы тревогу подняли до того, как мы здесь закончим. Сосредоточившись на мысленной форме и отображая ее в теле, Калидус изменила размер голосовых связок, перенимая тональность офицера, услышанную в одной из перехваченных вокс-передач. Приступаем. 6. У оборотня слова не расходились с делом. Держась тени и низких крыш, Йота двигалась параллельно бункером космопорта вслед за Калидус и наблюдала, как Коэн стала подобием мятежного командира СПО и прошла через внешний охранный пост узла связи, не вызвав ни капли сомнений. В какой-то момент Йота потеряла Калидус из виду, и когда к ее убежищу приблизился мужчина в догонецких цветах, она приготовила комбинированный игломет на запястье своей руки убийцы, чтобы беззвучно его прикончить. «Йота», позвал совершенно другой голос, «покажись». Она вышла на свет. «Мне нравятся твои фокусы», сообщила Йота. Коэн улыбнулся ей чьим-то лицом и открыл дверь. «Сюда». Я отослал охрану здешнего лифта, так что времени у нас немного. Они держат Астропата на одном из промежуточных уровней. «Зачем менять?» спросила Йота, пока они шли плохо освещенными коридорами. «Лицо». «Я легко начинаю скучать», ответил Коэн, останавливаясь перед шахтой подъемника. «Вот мы и тут». Калидус протянул руку к кнопке. Двери разошлись, затопляя коридор светом. Два солдата, стоящие внутри лифта, увидели темную фигуру Кулексус и потянулись к своему оружию. 7. Прежде чем разместить опустошенную голову покойника, среди его прочих частей, гарпун проглотил неповрежденный глаз Хисоса, а затем стремительно, крутнувшись всем телом, зашвырнул останки в каньон и проводил их взглядом. Вернувшись в комнату с цистернами, он обогнул великолепный обращик кровавого искусства, который он сотворил из трупа Эрна Сига. Он использовал бедного Эрна в качестве ширмы, изводя и подталкивая краю безумия, прежде чем его уничтожить. Человек идеально выполнил свою задачу. Гарпун винулся дальше, еще раз проверяя, что тело Йозефа Сабрата было расположено именно так, как надо. Улики, фальсификацией которых он занимался последнюю пару недель, тоже были разбросаны вокруг. Они были подготовлены таким образом, что когда их найдут, то они подведут дознавателей стражей к единственному неопровержимому выводу. Убийцей Джаареда Норте, Керсуна Латтига, Перик, Сига и всех прочих был никто иной, как их коллега. Он изобразил на новом лице, которое теперь носил притворно-угрюмое выражение, примеряясь, как оно на нем сидит. Но у него не было зеркала, чтобы увидеть, как оно смотрится на его свежей личине. Гарпун потер лицо, которое воспроизводило теперь вид оперативника Еврота. Оно ощущалось странным и незавершенным. Вихрь новых воспоминаний и черт личности, вытянутый из Хисоса, разрушался там, где он смешивался с водоворотом Сабрата, вызывая у Гарпуна умственную тошноту. Похоже, придется зачистить флегматичную личность префекта, и чем раньше, тем лучше. И спустив глубокий вздох, Гарпун шлепнулся на пол и уселся, скрестив ноги. Он обратился к упражнениям, вбитым в него его хозяином, и сфокусировал свою волю, представляя ее в виде черты ядовитого пламени, окантованного чернильно-черным льдом. Погрузившись в глубины своего рассудка, Гарпун нашел клетку и рывком распахнул ее, протягивая когти внутрь, чтобы подобрать лоскутки разума, которые были всем, что осталось от Йозефа Сабрата. Он осклабился, когда трясущаяся личность запульсировала страхом, явно осознав близость окончательной смерти. Тогда он начал зачистку, начал рвать вдоль и поперек, уничтожать все, из чего она состояла, извергать из себя каждый тошнотворный, присытивший его клубок эмоций, мало-помалу, вымывая из себя сидящую у него в печенках личность Сабрата. Гарпун настолько сосредоточился на этом занятии, что понял, что он уже не один, только когда услышал голос. 8. Рука Койна дернулась вверх и, наполненный токсином стилет, таившийся в ножнах на запястье, описал пологую дугу и вонзился в живот мужчины слева. Жидкость внутри него была разрушающим веществом, которое пожирало органику, включая даже естественные волокна и дубленную кожу. Мужчина свалился на пол и начал растворяться. Второго ненадолго объяло озарившим вестибюль белым светом, когда Йота прижала руку к его груди и втолкнула обратно в лифт. Коэн бесстрастно наблюдал, как темная сила Кулексус окутала мужчину и уничтожила его. Раскатился безмолвный крик, и он превратился в кучку вещества, похожего на горелую бумагу. Пару мгновений спустя единственным свидетелем смерти человека был завиток влажного дыма. Первый, злополучный солдат, уже превратился в лужу жидкости, которая стекла вниз сквозь решетчатый настил на полу лифта. Удостоверившись, что токсин выполнил свою задачу и нейтрализовался в процессе этого, Калидус пнул ногой коллекцию непревзойденных зубных пломб, металлических кнопок и пластиковых пряжек, собрав их в кучу и смахнув ее прочь одним движением ботинка. Коэн потратил пару секунд на то, чтобы разбить пузырь биолюма, освещающего внутренности лифта, и затем нажал на кнопку управления, отправляя их вниз. Они путешествовали во тьме и молчании несколько секунд, и Коэну стало казаться, что Кулексус растворилась и исчезла, хотя она стояла с ним плечом к плечу. Его звали Мортон Гаутами, внезапно заговорила Йота. Он никому об этом не рассказывал, но его мать была способна провидеть будущее в своих снах. У него было только способностей, позволявших ему заглядывать в прошлое, но он баловался наркотиками, мешающими ему раскрыть свой потенциал. Голова-череп слегка повернулась. «Я употребила эту нерастраченную энергию, чтобы его уничтожить». «Бьюсь об заклад, что ты знаешь имена каждого, кого ликвидировала», произнес Коэн с ноткой бессердечия. «А ты нет?» спросила Кулексус. Калидус не удосужился удостоить ее ответом. Лифт прибыл на промежуточный уровень, и охранники, стоящие снаружи, пали от стремительных смертельных ударов. В центре комнаты располагалась сферическая камера-изолятор, сделанная из сферокрита. Из каждой точки поверхности, которой выходили, гирлянды кабелей. Перед ними лежал тяжелый железный люк с ирисовой диафрагмой, похожий на закрытый глаз, которому с промежуточного уровня был протянут короткий мостик. Коэн прошел вперед и занялся открывающим ее рычагом. Изнутри исходил тонкий пронзительный звук, и Калидус было подумал, что это под давлением вырывается воздух. Но затем железные листы втянулись, и стало ясно, что это был гнусавый, визгливый крик. Коэн заглянул внутрь и увидел землистого, как труп Астропата. Тот вжался в дальнюю точку внутренней поверхности сферы, незрячий, таращаясь на йоту. «Дыра ум!» лепетал он между завываниями. «Тьма полог!» «Яд мысль!» Калидус постучал украденным пистолетом по краю люка. «Эй!» ряпнул он голосом офицера. «Кончай ныть!» «Объясняю на пальцах!» «Выдашь сведения, которые мне нужны или я запрую ее здесь вместе с тобой?» Астропат изобразил знак Аквиллы, как будто это было неким древним охранительным ритуалом, который отгонял зло. Визг стих и Псайкер заговорил над треснутым голосом. «Только держите это на расстоянии!» Йота сориентировалась и отошла прочь, назад к шахте лифта, но оставшись при этом на расстоянии слышимости. «Лучше!» Коэн заработал себе этим слабый кивок. «Я расскажу вам то, что вы хотите знать!» Ассасин быстро узнал, что Астропат был одним из горстки себе подобных, что оставались живы в системе Даганет. В безрассудной свалке революции, в процессе самоизоляции от галактики и Империума, планета начала избавляться от всех каналов связи с Террой. Но некоторые из недавно пришедших к власти аристократов придерживались другого мнения и позаботились о том, чтобы оставить живых хотя бы нескольких телепатов, способных на межзвездные передачи. Он был одним из них, отрезанным от всех средств общения с собратьями, запертым и изолированным. Астропат страдал от отсутствия общения, и когда он начал говорить своим шелестящим, монотонным голосом, то, похоже, уже не мог остановиться. Псайкер рассказал о состоянии гражданской войны. Как и говорилось на инструктаже, проведенном генерал-капитаном Вальдором, Даганет был ключевым миром в политико-экономической структуре Тайбянского сектора. И если его окончательно накроет тень воителя, это ознаменует начало цепной реакции, когда его примеру начнут следовать планеты за планетой вдоль той же торговой оси. Под угрозой окажутся все плацдармы лоялистов в этом секторе пространства. В первые же минуты мятежа были посланы отчаянные сигналы адептус Астартес и имперскому флоту, но на них никто не ответил. Коэн воспринял это и не сказал ничего. И корабли адмиралтейства, и легионы верных императору Астартес были заняты в собственных битвах вдали от Тейбианского сектора. Они не вступятся, несмотря на весь огонь и разрушение, к которым могло привести падение Даганета и родственных ему миров, в этот самый момент усилия направлялись на более масштабные столкновения, так что никто не собирал героев в крестовый поход, чтобы примчаться на помощь. Потом Астропат начал описывать ход гражданской войны, как она развивалась до текущего момента, и Калидус подумал о сказанном на борту Ультио по дороге к Даганету. Гражданская война перешла к фазе сокрушительного поражения, и в ней погибали те, кто был на стороне императора. По всей планете силы под знаменами Хоруса находились в считанных днях от того, чтобы сломать хребет любому сопротивлению. Даганет уже был потерян. 9. Префект Дейк Сиган Благодаря памяти Сабрата Гарпун припомнил, что мужчина был столь же упорным, сколь и угрюмым, и, несмотря на всю свою внешнюю медлительность, он был устрашающе проницательным. Йозеф произнес префект, двигаясь через сумрак с фонариком в одной руке и пистолетом в другой. Что это за вонь? Йозеф, Хисас, вы тут? Сиган последовал за ними в белый лист, несмотря на приказы, отданные Сабратом, личиной, пребывающие в неведении, что Гарпун искусно направлял ее, побулькивая из-под поверхности. Убийца ощущал в своем разуме слабые отзвуки сущности Сабрата, вопившая о том, чтобы ее услышали. Невероятно, но личность пыталась ему противостоять. Она сопротивлялась собственной зачистке. Тело Гарпуна, спрятанное под плотью ширмой Хисаса, дрожало. Зачистка была сложной, тонкой задачей, требовавшей полной сосредоточенности. Он не мог позволить себе разбираться с каким-либо вмешательством, не сейчас, не когда он был на таком критическом повороте. «Ау!» Сиган приближался. В любой момент он пройдет через тщательно сконструированную Гарпуном сцену преступления. Но это будет слишком рано, слишком рано. Гарпун услышал очень отчетливо, как Сабрат над ним смеется. С внезапным раздражением он ткнулся кулаком в голову и боль от удара заставила призрак голоса замолкнуть. Его щека и правая глазница вмялись, пытаясь удержать форму слепка Хисаса. Гарпун поднялся на ноги и пошел навстречу приближающемуся Сигану. На него попал луч фонарика префекта и он услышал, как мужчина испустил судорожный вздох. «Хисас! Где Йозеф?» Сиган присматривался к нему. «Что у тебя с лицом?» «Ничего», произнес голос оперативника. «Все в порядке». Префект казался охваченным сомнениями. «Чувствуешь запах? Как будто кровь, дерьмо и все разновидности». Фонарик Сигана осветил кусок кителя агента, все еще влажный «Тебя работа», произнес он. «Роль, которую нужно было сыграть». «Зачем ты появился здесь, когда я сказал тебе оставаться в городе?» «Йозеф, мне это сказал не ты», настораживаясь, возразил Сиган. «Я не подчиняюсь твоим приказам, даже если все остальные подпрыгивают всякий раз, когда твой чертов барон чихает. Но ты должен был остаться», настаивал Гарпун. «Теперь мне придется переписать сценарий». «Ты о чем тут распинаешься?» спросил префект. «Иди и посмотри». Гарпун рванулся вперед несплох, а ступился. И это было всем, в чем нуждался убийца, чтобы лишить его равновесия и швырнуть на другой конец помещения. Сиган врезался в пол, его пистолет скользнул прочь в тени, замерев на краю кровавой лужи. Он среагировал резким скриком. «Трон!» Он увидел тело Сабрата, и Гарпун использовал мгновение триумфа, когда внутри мужчины что-то умерло. Он потерял толику своей решимости, когда увидел, как скверно обошлись телом его друга. «Йозеф?» «Все это совершил он», сказал Гарпун. «Как ужасно!» Сиган метнул в его направлении злобный взгляд. «Лжец!» «Йозеф Сабрат, хороший человек!» «Он никогда бы...» «Никогда!» Гарпун нахмурился. «Да?» «Я знал, что ты этого не примешь. В этом состояла твоя роль. В страже должен был быть один человек, который противился бы этому объяснению, а иначе оно казалось бы фальшивым. Но ты все испортил. Мне придется как-то это компенсировать». Лицо второго мужчины наконец-то озарилось с пониманием. «Ты!» «Ты это сделал!» «Все это совершил я!» Негромко рассмеялся Гарпун. Он позволил своему лицу потечь и преобразиться. Его глаза стали черными и злыми. «Я сделал все это!» повторил он. Гарпун подошел ближе, позволяя изменениям происходить медленно, и от лица Сигана отхлынула кровь. Трясущиеся пальцы префекта вытянули из-под манжета что-то блестящее и золотое и вцепились в него, как будто оно было ключом от двери, которое чудесным образом уведет его от ужасов, что творились везде вокруг него. Угрюмый маленький человечек застыл на месте, оцепенев от страха. «Император защитит!» громко произнес Сиган. «Император защищает!» Гарпун распахнул свою шипастую челюсть. «На самом деле нет!» сказал убийца. Десять. Через открытые воздушные клапаны обзорного купола, которые впускали внутрь влажный, наполненный сажей воздух, на полетную палубу «Ультио», доносился удаленный свист и разрывы минометных снарядов. Зашифрованный рапорт Коин, переданный по Воксу узконаправленным импульсом, дошел до них сразу же после заката и подтвердил самые худшие опасения Ториэля. Миссия завершилась, не успев начаться. Он так и сказал Келлу и всем остальным, заработав этим свирепый рык Гарантина. «Слабак» прогремел оверсор. «Бесхребетник!» «Боишься замарать руки в поле?» Громадный убийца навис над ним, склоняясь ближе. Он был без маски и его искалеченное покрытое шрамами лицо было еще страшнее металлического черепа. «Во время миссии обстоятельства всегда меняются, но мы приспосабливаемся и прорываемся». «Прорываемся», повторил Ванус. «Ты, может, не понял смысла рапорта Коин? Тебя сбивают с толку длинные слова?» Гарантин поднялся на ноги, его глаза сузились. «Давай повтори-ка это снова, мокрые штанишки». «Война закончена!» Ториэль почти выкрикнул это. «Даганет можно считать покоренным!» «Хорус завоевал этот мир, разве ты этого не видишь?» «Хорус еще даже не ступил на Даганет», возразила Саун. «Он развернулся к ней». «Вот именно! Воителя даже здесь нет! И тем не менее, он все же здесь!» «Заставь его прекратить нести Билиберду», сказал Эверсор Келлу. «Или я отрежу ему язык!» «Это не Хорус», разъяснил Келл. «Это то, что он собой представляет!» Ториэль резко кивнул. «Предателям-аристократам этой планеты не нужно видеть Хоруса. Его влияние висит над Даганетом как затмение, скрывающее Солнце. Они сражаются за него и страха перед ним. И этого достаточно. А когда они победят, то сделают завоителя его работу. То же самое происходит по всей галактике. В каждом мире, который слишком удален от Императора и власти Терры, он слегка дрожал из-за внезапного разочарования, которое ощущал глубоко внутри себя. Когда Даганет падет, Хорус отвернется от этого места и двинется дальше, и его наступление еще на шаг приблизится к вратам Дворца Императора. Хорус не прилетит на Даганет, сказала Саун, ухватив идею. Ему это не нужно. Инфоцит снова кивнул. И все, к чему мы готовились, сама задача этой миссии не будут стоить ничего. «Мы упустим наш шанс его убить», сказал Кел. «Да», резко сказал Ториэль и бросил на гарантий на сердитый взгляд. «Теперь понимаешь?» Выражение лица Эверсора изменилось, и через секунду он кивнул. «Что ж, тогда мы должны устроить так, что он придет на Даганет?» Саун скрестила на груди руки. «И как ты предлагаешь это сделать?» «Когда планетарный губернатор оповестит мятежников о своей верности, воитель может и пошлет какую-нибудь делегацию, чтобы установить здесь свой флаг, но не более, чем адмирала корабля или кого-нибудь в том же духе. Он не потратит на административные вопросы ни секунду времени даже одного единственного космодесантника». Гарпун хрюкнул с грубым юмором. «Вы все еще думаете, что я здесь самую тугодум, да? Но ты, женщина, упускаешь очевидный ответ. Если Хорус не придет на битву, которая завершилась, то мы должны гарантировать, что она не кончится». «Осознанно затянуть гражданскую войну», Келл произнес слова без всякой убежденности. «Затащим его к нам», оскалившись, сказал Эверсор, которому все больше нравилась эта идея. «Сделаем взятие Даганетта такой с занозой у него в боку, что у него не будет другого выбора, кроме как прийти сюда и заняться этим лично». Ториэль обдумал идею. Она была безыскусной и сырой, но у нее были и достоинства, и она могла сработать. Даганетт очень много значит лично для воителя. Он был местом одной из его самых первых побед. Это и стратегическая значимость. Этого может хватить. Для него будет позором позволить планете выскользнуть у него из-под власти. Он услышал шаги и, бросив взгляд вверх, увидел Йоту, спускавшуюся на полетную палубу. За ней шел мужчина в форме СПО, которого он не узнал. «Расслабься, Ванус!» заговорил человек циничным тоном, который мог принадлежать только Койну. «Я так понимаю, ты счел мой рапорт захватывающим чтивом. Итак, что мы пропустили?» «Вы просочились обратно без осложнений?» спросил Келл. Йота кивнула. «Сколько времени по местному?» «14.41», машинально ответил Ториэль. «Его хроноимплант уже синхронизировался с часовым стандартом Даганета. Нас шестеро», продолжил Гарантин. «Каждый в одиночку уничтожал правителей и разрушал царство. Неужто будет так тяжело подкинуть дровишек в этот маленький костер?» «А как насчет Даганетцев?» требовательно спросила Саун. «Они окажутся между двух огней». Другой ассасин равнодушно смотрел куда-то в сторону. «Сопутствующие потери?» «Сколько времени по местному?» снова спросила Йота. «14.50». «Что ты все время спраши?» Ответ Ториэля был прерван. Удаленный вспышкой света, за который через несколько секунд последовал хлопок взрыва. «Что это во имя преисподней было?» произнес Келл. «Эээ, узел связи?» «Перегрузка силового генератора. Я сделал так, чтобы это выглядело работой обыкновенных повстанцев», сообщил Коэн. «Мы не можем позволить себе оставить хоть какой-нибудь след или выживших». Ухмылка-гарантина стала еще шире. «Видите, мы уже начали». «Я не без afraid – без ухода теперь. Продолжение следует...